Всем привет! Меня зовут Лекс Картынник, и вы на канале IT-Борода. Сегодня будем разговаривать про рекрутмент, про то, что это за профессия, про все ее тонкости. Поговорим про особенности рынка в 2024-2025 году в Украине, в Беларуси, в России и в Европе. А также поговорим про накрутку опыта, про обманы на собесах, про читерство и про то, как к этому относятся рекрутеры. В общем, 4 часа реально крутого, полезного и интересно-поджигательного контента вас сегодня ждут, поэтому заваривайте чаинский, кофеинский и погнали. Ну и еще в комментариях напишите, больше ли вам нравится такое вступление вместо нарезок. Если будет много положительных отзывов, буду всегда так делать. Айтишечка надо. Привет, Ален. Привет. Сегодня мы будем с тобой разговаривать про рекрутмент, рекрутмент, рекру... как правильно? Я называю это рекрутинг. Будем говорить про IT-рекрутинг. Давай я тебе попробую представить. Попробуй. Сегодня выпуск будет такой, про рекрутинг, про профессию, и потом куча-куча вопросов, которые у айтишников, уехавших и не уехавших к рекрутерам, есть. Значит, Head of Recruitment and Adaptation. Это верно. И до этого Team Lead Recruitment, и до этого рекрутер. И до этого HR-директор. И еще HR-директор. И до этого HR-менеджер. Сколько лет ты этим занимаешься? Я пыталась, наверное, посчитать. Если говорить про чистую айтишку, то это порядка, наверное, 5-6 лет. А вообще про рекрутинг я, наверное, почти с самого начала своей рабочей карьеры так или иначе соприкасалась с наймом. Ты можешь сказать, что ты айтишница? Ты работаешь в IT-рекрутинге или нет? Ну да. Это мой стандартный вопрос, потому что, знаешь, в айтишке же есть куча профессий, которые, точнее, есть ряд профессий, которые точно там айтишник. Программист, ну, наверное, айтишник. Тестировщик, наверное, айтишник. Ну, где еще могут быть тестировщики-айтишники? Ну, тут, наверное, скорее всего, это связано с тем, чем занимается компания, в которой работает специалист. Ну, тоже есть маркетологи, те же самые есть в реальном секторе, то, не знаю, в агентстве недвижимости, а есть те, которые в айтишке. И это две разные специализации, это две разные, ну, почти профессии. Поэтому айтишниками можно называть не только разработчиков и тестировщиков. Но в целом тебе было бы сложно переквалифицироваться сейчас, например, в другой сфере, там, не знаю, в строительстве? Мне, наверное, да, было бы сложно, потому что там есть свои сложности, с которыми я не уверена, что справлюсь. Ну, это такая особенность, наверное, людей, которые работают в этой сфере, особенность найма в этой сфере. Ну, я, допустим, прекрасно понимаю, что поиск водителей, поиск прорабов и так далее, это довольно сложная штука для меня была бы. Ну, короче, ты конкретно технический айти-рекрутер. Ну, можно и так сказать. Рекрутер. Рекрутер. Не бесит? Без разницы. Без разницы. Я буду начать говорить рекрутера. Если кого-то бесит, напишите в комментариях, правильно? Торты. Короче, давай в самом начале у меня, как обычно, мы поговорим про тебя. Расскажи просто про то, откуда ты, как ты попала в рекрутерство, в рекрутмент, и как ты потом попала в IT-рекрутмент. Да. Я из Белоруссии. Опишемся мы в Польше. Опишемся мы в Польше, да. Такая история интересная. Я попала на первое рабочее место довольно быстро. Это было мое первое собеседование. И первый же сразу, ну, как сейчас принято говорить, оффер. Это был центр психоанализа. И я нанималась помощником психолога-менеджера по работе там с персоналом, с клиентами и так далее и тому подобное. Там была куча разных задач, начиная там от документа оборота. И в какой-то момент мы доползли до ситуации, когда нам нужно было нанимать новых психологов. Ну, и мой руководитель очень верила, видимо, мне и в меня, и она поручила мне этим заниматься. То есть у меня была вакансия размещенная. Туда откликались какие-то психологи. Даже, помню, был детский психоаналитик. Такая позиция была в работе. Что мне нужно было сделать? Мне нужно было отсмотреть все, что есть, отклики, ну, и показать начальнице. Вот, смотрите, выбирайте. Ну, и первичное интервью, собственно, проводила я. Это был прям такой классный пуш, потому что в какой-то момент я от руководителя услышала такую классную фразу. Ален, я тебе доверяю. Если этот человек понравился тебе, то он понравится и мне. Но это были такие очень интересные собеседования, потому что для меня не было каких-то жестких критерий поисков. Ну, как обычно есть в айтишном рекрутинге. Просто вот разговариваешь с человеком, пытаешься понять, насколько его ценности совпадают с тем, что мы пытаемся транслировать в центре. Это было прикольно. Ну, на тот момент я прям кричала, говорила, что нет, ни в коем случае я не пойду в социальщину, HR не пойду, я буду настоящим психологом, буду лечить и помогать людям. Все вот это вот в этом плане. Затем я пошла учиться на вторую вышку, на клинического психолога, и все так же верила, что я буду... А первая вышка у тебя с чем связана была? Я училась в Сахарова, эколог-эксперт, специализация психология. Понятно. Мне первой вышки было мало, я пошла на вторую вышку. Я, правда, искренне верила, что я свяжу свое будущее именно с психологией. Вот. Пошла учиться, там мне как раз встретил блок организационной психологии, показалось довольно интересным. Ну и тут так получилось, что я начала искать другую работу. Мне надоело работать в таком формате. В какой-то момент я дошла до того, что пошла работать HR в агентстве недвижимости. Если дошла, типа, серьезная работа? Но она была очень странная, и оглядываясь назад, я бы, наверное, себя не наняла, потому что я пришла с такими большими распахнутыми глазами. Я хочу быть HR, я поверила в себя, я решила, что у меня хорошо получится. Я даже помню, что мне задавали вопрос, типа, с чего ты взяла, что у тебя получится. Я такая, я знаю психологию, верю в людей, вот это вот все. Я помню, что меня наняли с условием, что я проведу обучение в перформе. Это очень странная штука, это Харбард, да, Харбард создал какое-то учение, это саентология, вот из этого. Саентология, да, это очень дикая штука. Ну, короче, есть там... Лекция от Тома Круза. Типа того. То есть у них есть своя теория по поводу того, как правильно управлять организацией, как создавать команды, в том числе, как нанимать людей, как их мотивировать. И я помню, что я по три раза в неделю ездила в центр перформе и проходила на компах какие-то странные курсы, в которые кусками были, ну, просто нарвали кусков из разных областей психологии. Ну, типа, там что-то было часть правды, часть неправды, часть притянута за уши. Ну, вот, короче, мои первые курсы в области Хара были очень странными. Я помню, что я дико сопротивлялась, мне было так лень туда ходить, я понимала, что это настолько глупо, я не готова этим заниматься. Ну, мне пришлось пройти, потому что это было первым условием сотрудничества. Вот, я поработала в агентстве недвижимости, наверное, месяцев 8, где-то так. Там мне нужно было искать людей, вот эти прекрасные холодные звонки по работе Тутбай. Здрасте, вы ищете работу, приходите к нам в агентстве недвижимости. Это был довольно сложный процесс, потому что так бизнес построен в сфере недвижимости, что люди, приходя на работу, редко получают фиксированную плату. Они работают только за проценты. А так как это новички, первые сделки наступают очень поздно. Ну, дай бог, чтобы там через три месяца человек мог закрыть сделку. Все-таки рынок довольно сложный. Мне нужно было найти таких людей, которые готовы. Более того, я занималась еще их обучением. У нас была электронная программа на компьютерах. То есть приходили, там в ноутбуке сидели, копались. Я у них принимала экзамены, ну и рассказывала какую-то часть по поводу юридической стороны. То есть я сама учила, смотрела, что там за законы, как правильно рассчитывается процент за сделку и все прочее. Потом я с ними садилась на первые прозвоны, вместе с ними звонила, помогала им получить первые контракты, ездила навстречу. Ну и еще при этом все это клошматило, мотивировало, чтобы они хотя бы хотели оставаться. Потому что текучкость прям сумасшедшая там была. Ну дай бог, чтобы там в месяц, допустим, я находила пять-шесть человек. Здорово, когда к концу месяца осталось хотя бы два. Один, ну, чаще всего. Вот, я в этом режиме поработала. Это было примерно сто... Я помню мои KPI, сто звонков в месяц я должна была делать. Ну, это минимум. Ну и живые собеседования, соответственно. Мне надоела текучесть, мне надоело, что я вроде как делаю работу, а люди утекают-утекают. Это забирает очень много моральных сил. Я такая, не, надо подумать про айтишку. У меня были друзья, которые там разрабы, кто-то тестировщик, кто-то PM и так далее и тому подобное. Я подумала, что я и так, в принципе, не сильно глупая. Могу разобраться, кто за что отвечает, ну и пойти в это направление. Ты сразу подумала пойти в айтишку именно в рекрутмент? Да. То есть просто у нас же тогда мулька такая была. Ну вот я бросаю свою работу и уйду в айтишку, например, тестировщиком. Не, ну то есть я прекрасно понимала, что я неплохой HR. Ну, по крайней мере, у меня есть перспектива стать хорошим HR-ом либо рекрутером. В айтишке, в принципе, больше денег, больше интеллигенции, меньше вот этих вот сложных задач, когда тебе нужно по каким-то странным критериям понять, что человек способен справиться с этой работой. Потому что, ну, все-таки, когда ты ищешь агента по недвижимости, ты ищешь, не выбираешь из того, что есть. То есть тебе там кто-то откликнулся, ты такой, так, ты пушистый, ты классный, я вас беру. Нет, ты наоборот, ты генерируешь эту воронку, чтобы из нее потом выбрать более-менее подходящих людей, и ты не можешь гарантировать, что они останутся у тебя. Тебе нужно постоянно вот обновлять, 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 это занимает много сил. Вот, а в айтишке все довольно понятно, казалось. Ну вот я пошла по собеседованиям, и тоже второй раз, я тоже не понимаю, почему меня наняли, потому что, опять же, эти большие глаза про то, что я хочу помогать людям, я хочу вот нанимать. Я вот, у меня уже есть опыт небольшой в Ичарне, вот, в агентстве недвижимости, с айтишкой я тоже разберусь. У меня было два собеса. Первый в собес я прошла, ну, просто базовый скрининг, и дальше должна была идти уже на финальное собеседование с SEO-компанией. А второй у меня было собеседование с директором компании, там маленький филиал большой компании в Минске был. Я сходила на первую встречу и почему-то поняла, что меня наймут. Я отменила все остальные собесы, собственно, так и произошло, меня наняли. Я там рассказывала, как я там буду применять психологию в работе, какая я замотивирована, и действительно это сработало. Первые, сколько там, первые полгода я прям дико стрессовала, хотя мне дико все нравилось. Я помню, что первое письмо в LinkedIn я писала, прямо у меня руки тряслись. Мне казалось, что все, сейчас я напишу, а мне там ответят, кто-то такая, иди нафиг. Но это был iOS-разработчик, и он нам подходил... Самый удивительный кейс, он сразу же нам подошел, но была лишь проблема в том, что он жил в Гродно, а нам нужно было в Минске, чтобы человек был. И мы на этом не сошлись. Но потом мы его все равно, по-моему, схантили. Спустя несколько лет в той же компании я работала, мы уже его схантили. Я так понимаю, что в айтишке, когда приходишь рекрутером, ты работаешь не только за проценты, да? Нет. То есть есть акват какой-то? За проценты работают фрилансеры, рекрутеры, и работают те, кто могут работать, те, кто работает в кадре. А ты пришла уже прямо в команду, в компанию? Да, я пришла сразу в компанию, я была первым HR в Минском офисе, и, по-моему, я была шестой вообще в компании. Потом уже выросли, там, спустя, наверное, год у меня был... Мне дали в подчинение еще одного рекрутера, спустя еще полгода второго рекрутера. Ну и вот у меня была маленькая команда, с которой мы работали. Дальше мы будем еще много разговаривать с Аленой про то, как стать рекрутером, какие инструменты они используют. Естественно, мы зацепим тему того, как работают HR-фильтры, как используется AI, и как Алена к нему вообще относится. У нее достаточно интересное мнение на этот счет. И в целом, знаете, кажется, будто бы рекрутмент сильно автоматизировался этим AI, и как-то не слишком честно по отношению к нам, к соискателям, потому что у нас таких инструментов вроде как нет или есть. На самом деле, такие инструменты появляются. Я не могу с вами просто сегодня не поделиться моим самым любимым из этих инструментов под названием Repples, тем более, что его делают ребята, которых я давно и хорошо знаю. Если кратко, то это стартап, который помогает полностью автоматизировать процесс поиска работы с помощью кучи AI под капотом. Вместо долгих рассказов словами, давайте я просто покажу вам, как это работает. Прям потыкаем ручками сервис Repples. Переходим на сайт repls.com. Здесь вы видите регистрацию для соискателей и регистрацию для рекрутеров. Нам нужно первое. После регистрации мы попадаем на главную страницу портала соискателя, где нужно загрузить CV и пройти небольшое интервью, в котором нужно будет на английском немножко рассказать про себя. Интервью, кстати, проводит и я, ассистент. Давайте загрузим CV. Я подготовил свое старое CV 2019 года, где я был еще сеньор дотнетчиком. После загрузки CV Repples обработает его и буквально в течение нескольких минут поместит всю информацию оттуда в наш профиль. Заходим в профайл, вкладочка CV, и тут мы видим загруженное резюмешка. Да, я еще был волосатый в 2019 году. Тут можно просмотреть наше CV и можно перезагрузить его. Дальше переходим в вкладку Skills и смотрим, какие основные скиллы были выписаны из CV. Экспертам меня обозначило как .NET Core разработчик AC Sharp, что правильно, Advanced Team Management MSQL Azure API Development Scrum. Тоже верно. И у меня был опыт с ингуляром, докером и немножко с реактом. Это пометило в Medium. В принципе, валидно. CV распарсилось. И я им хорошо. Следующим шагом нужно пройти небольшое интервью, где надо будет на английском, как я и говорил, рассказать про себя буквально несколько слов, после чего AI-агенты это интервью распарсят и также поместят информацию на страницу профайла, а HR-ам будет проще понимать, что мы из себя представляем. Плюс в HR-кабинете, который я покажу чуть попозже, они смогут просмотреть это видео и оценить, насколько человечно мы отвечали. Удобно. Сейчас будет небольшая нарезочка. Enable camera, enable microphone, check your speakers. И погнали. Hello, can you hear me well? Hello. Yes, I can hear you well. Great to hear that. Maybe you could share a bit about your journey. What brought you here and what's shaped your career so far? I'm registered here on Repples for finding some new job opportunity. Thanks for sharing that. Could you tell me more about your previous experiences or roles that have influenced your decision to pursue opportunities at Unity? Yeah, I started working in IT in 2011 as a junior programmer. And then I grew up until senior .NET developer and team lead. And I was working mostly on team management and also on architecture of this backend application. And also I programming a lot on this project. That's it. Thank you for sharing these details. Those are indeed valuable practices for maintaining both alignment and motivation within the team. Do you have any personal strategies or tips for staying motivated and energized during especially busy or stressful times? Yeah, first of all, life-work balance and also gym. Yeah, you need to physical practice will be healthy from the physical perspective and from mental perspective. So that's the main point. Yeah. Thank you for your insights. It's essential to maintain a healthy work-life balance and physical activity to stay energized. Now, as we wrap up this discussion, I want to express my gratitude for sharing your valuable insights today. I have no additional questions. How has your experience with this interview been? It was pretty interesting. It is like my first interview with AI assistant. And it was really interesting and a little bit motivated. You're welcome. Have a great day. Bye. После прохождения интервью мы можем посмотреть запись нашего интервью прямо в кабинете, в профайле. Можем его перезаписать, если нам что-то не понравилось. И дальше, через несколько минут, это интервью обработается и агентами, и дополнительная информация внесется в наш профиль. Пока видео обрабатывается, вы можете обратить внимание, что в домейнсах уже прописаны индустрии, в которых я работал. Эта информация собрана на основании моего резюме. Наше видео прогрузилось, обработалось. То есть тут его можно просмотреть, а также ниже появилось summary по видео. Интро-видео в реплсе сделано для того, чтобы познакомить вас с процессом прохождения интервью с AI, а также дать рекрутерам, на вакансии которых вы откликаетесь, возможность посмотреть, как вы отвечаете на general вопросы, а также быстренько глянуть в ваш summary, которое вот тут вот внизу появилось. Если вдруг вам что-то не понравилось в вашем видосе, вы можете его перезаписать. Оно перезальется, и summary тоже поменяется. Ну что, теперь перейдем на вкладку jobs и посмотрим, какие работы заматчились на наше CV. Ребята, в реплс агрегируют много работодателей, и, соответственно, все вакансии, которые есть в системе, сверяются с вашим CV, и на страничке jobs показывается списочек тех вакансий, которые, по мнению системы, релевантны для вас. Мы видим, тут есть три матча, и, скажем так, третий матч, он подходит мне 100%. Неудивительно, это вакансия, которую я подготовил заранее для того, чтобы показать всю возможную систему. Тут же можно сразу почитать описание вакансии, посмотреть, какие скиллы требуются у вакансии, где она находится, ремоут это либо фулл-тайм, регион, а также можно дизлайкнуть вакансию, и тогда она не будет больше рекомендоваться вам. Как мы видим, вакансия стала дисклард, то есть она нам больше рекомендоваться не будет. Data Scientist мне тоже не то, чтобы подходит, а вакансия .NET Senior Developer как раз то, что нужно. И у нас есть два варианта. Заплавится исключительно CV, тогда наше CV, наше интровидео и все, что у нас здесь написано в профиле, будет пошарено с HR. Либо пройти интервью сразу же. Давайте посмотрим, как это все выглядит в кабинете рекрутера. Вот так выглядит кабинет рекрутера, и здесь есть вакансии, собственно, моя предсозданная вакансия, и есть кандидаты, которые на нее замачились. Эта информация нужна вам просто, чтобы понимать, как работает система. Пока что здесь ничего нет. Давайте заоплавимся на эту вакансию, оплавимся с резюме, и вуаля, у нас появилась новая запись на странице Interviews. Тут необходимо подождать несколько минут, пока система попробует более детально смачить нас на эту позицию. И давайте глянем, что там в кабинете HR. Как мы видим, у HR появился новый аппликант. И что интересно, HR сразу видит score. Это автоматическая оценка того, насколько кандидатская CV матчится на саму вакансию. Давайте пройдем в детальное описание. Мы видим, что по ходу того, как AI проверяет матч моего резюме и этой вакансии, рейтинг чуть-чуть падает, потому что я не совсем полностью на нее матчусь. И тут же подсвечено, в чем мой опыт матчится, и в чем мои сильные стороны, и насколько они матчатся на эту вакансию. То есть для рекрутера вообще суперудобно. Cloud Platforms на 70%, Software Architect на 80%, микросервисы, про них я мало рассказывал, на 50%, знания в программировании матчатся на 80 и более процентов. Что круто. Давайте перейдем обратно в кабинет кандидата и посмотрим, что там изменилось после прохождения всех проверок на матч. Обновляем страницу и видим, что мы матчимся на 7,7 баллов. Да, эта оценка в том числе показывается и нам. Все по чесноку, все достаточно открыто для обоих сторон. И тут же мы тоже видим, насколько мы матчимся на конкретные скиллы. Заметьте, интерфейс одинаковый, что у рекрутера, что у нас, поэтому все максимально честно. Что интересно. Если мы видим, что что-то здесь не подсосалось, какие-то наши скиллы не были раскрыты, потому что не все всегда в Си можно написать. Поэтому мы можем прямо сейчас пройти для этой вакансии еще AI-интервью. По подобии того, как мы проходили интро-интервью. То есть прямо нас будет AI опрашивать подробнее по тем скиллам, в которых у нас малый матч. Чтобы выяснить, может быть, мы матчимся больше. И в итоге повысить наш скор. Для этого нам нужно просто сделать PES AI-интервью. Перед тем, как пройти дальше на этап собеседования уже на конкретную вакансию, давайте я вам еще немножко покажу, как выглядит сама вакансия в рекрутмент-кабинете. Здесь можно указать какие-то базовые настройки вакансии. Также прописывается полный description вакансии, который мы с вами видим. А еще здесь есть вкладка кастомных вопросов, которые нужно будет задать на интервью. И вкладка вопросов, на которые бот может ответить в процессе интервью. Давайте напишем, что name of our company is AIDA. Такую информацию сохраним. И прямо в процессе интервью я попробую спросить у системы VOTA, как называется компания. И он должен, по идее, ответить AIDA. Погнали делать интервью. Camera enable, mic enable. Check your speakers. Yeah, hello, Anna again. Yes, I can hear you well. Hello, and it's a pleasure to meet you. Thank you for being ready to take part in this interview. Before we begin, I'd like to express our gratitude for your openness to a new experience, such as an AI-led interview. Have you ever participated in an interview like this in the past? Yeah, I already finished the intro interview with you, so I know about all of the process. Thank you. Absolutely. This meeting is to help us understand more about your background. I'd like to discuss your achievements and go over your CV details. I'll also be happy to answer any questions you have about the position. Overall, this interview should take about 20 minutes. Are you ready to start? Yep. Great. Let's begin by discussing your achievements. Can you tell me about some key accomplishments in your career so far? I'm sorry, my English level not so good. Could you please explain what is accomplishments? I understand. Accomplishments means important things or successes that you have achieved. Okay, so I finished a lot of projects. I really work with a big amount of projects related to .NET backend development and also with frontend development. Thank you for sharing that information. Can you describe your experience with microservices architecture, particularly in the Pushka project? Yeah, there was different microservices. Microservices for working with calendars because our application, Pushka, was related to create schedule for our users based on some information from users. So we have separate microservices for business logic for generates a new schedule. Thank you for sharing that experience. It's important to have open communication between team leads and management to maintain a healthy team environment. First of all, I share my experience with my team regarding all of the meetings that included in Scrum management pipeline. Also, I try to not waste the time for a lot of meetings. We're trying to make meetings as short as possible because I know that every developer wants to develop, not want to be attendee of another one meeting, you know. Thank you for your insights about your Scrum implementation. It sounds like you fostered a productive environment for your developers. Cool, cool, thank you. I just have one question. What's the name of your company? No problem at all. The name of our company is Aida. If you have any other questions, feel free to ask. Thank you. That's it. Bye. И таким образом мы закончили кандидатское интервью. Как вы видите, оно длиннее того интервью, которое было в интро. Оно содержит технические вопросы, которые AI в соответствии с процентовкой вашего матча на конкретные топики генерирует для того, чтобы потом выдать эту информацию рекрутерам. Она не задавала никаких специализированных вопросов, поскольку рекрутер, точнее я в вакансии их не прописывал, но рекрутер в целом может дописать вопросы, на которые важно получить ответы, которые я и должен озвучить. И в конце, как вы увидели, она ответила на мой вопрос, как называется компания, взяв информацию, которую я до этого прописал. Ну круто, блин, я кайфую вообще. Класс. И теперь мы видим в нашем интерфейсе, что запустилась обработка видео, нужно подождать, может, десяток минут, и после этого мы увидим, насколько лучше, либо, возможно, хуже, мы матчимся на эту вакансию. И уже исходя из всей информации, полученной из CV и полученной из этого видео, которое мы только что записали, видеоинтервью, будет получен финальный мэч, и рекрутер сможет уже позвать нас на онсайт-интервью. И вы знаете, после такого подробного интервью, я думаю, вы сразу попадете на онсайт-интервью по техническим топикам, минуя вот эти вот всеми нелюбимые интервью с рекрутерами. Облегчили работу рекрутерам и свои нервы сберегли. Кроме того, очень крутая штука реплза в том, что на основании всех интервью, которые вы проходите на разные вакансии, они обновляют ваш профиль. Соответственно, вы не просто в воздух записываете эти интервью для рекрутеров, которые потом, может, вам и не дадут отклик, в смысле, не позовут на интервью, а эта информация сохраняется в профиле. После обработки видео здесь появятся новые скиллы. Чем больше вы интервью будете проходить, тем более детальным будет ваш профиль. То есть вам не нужно по факту тысячу раз перезаполнять CV. Вся информация будет автоматически обновляться по мере прохождения интервью. Я считаю, что это просто пушка-бомба. После того, как видео с нашим интервью обработалось, мы можем увидеть, насколько вырос наш рейтинг. И ура-ура, у меня он вырос аж на целый балл. Давайте пройдем в вакансию и посмотрим, что же изменилось. Replace предоставляет прям подробное описание того, в чем мы стали лучше после прохождения интервью по сравнению с нашим базовым резюме. Например, у меня вырос скор в клоуд-платформах с 70 до 80, потому что я рассказал про опыт работы Azure с AWS. Но так как в вакансии требовалось, наверное, еще и Google Cloud, не до соточки. А вот software architecture выросло аж до 100% с 80, поскольку я нормально так в интервью описал, как я делал здоровенный бэкэнд на микросервисах. Тут же сохранилась информация общая о том, как меня оценил AI. Сохранилась информация о зарплатных ожиданиях, о том, как скоро я могу выйти на работу. Также поменялись местами мои ключевые скиллы. Это то, как меня оценил AI по моему CV. Это то, как он меня переоценил по ходу собеседования. Также появилась вкладка интервью details, на которой можно увидеть запись самого интервью, плюс полную расшифровку, а также увидеть, как я отвечал на конкретные вопросы. И также тут сразу проставляется, за какой конкретно вопрос я получил повышение в какой-либо технологии. Отсюда можно собирать просто тону фидбэка по своему результату интервью, и не надо дожидаться месяцов ответа от HR. Система сразу выдаст вам качественный фидбэк. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в кабинете HR и что происходит дальше. В интерфейсе HR мы видим, что score тоже обновился. Также тут уменьшился credential balance. Это, собственно, одна из моделей монетизации Repples. Ребята просто закидывают на баланс кредиты, которые покупаются за денежку. Переходим в интервью и видим, что здесь, в принципе, все то же самое, что было у нас. Рекрутер может посмотреть, как все проходило, где система нас оценила больше, где меньше. Тут же есть те же самые интервью details, которые были у нас. И появилась кнопка share application, по нажатию на которую рекрутер может поделиться результатами интервью со своим начальством, либо с остальными людьми, которые должны просмотреть этот результат и решить, брать человек или нет. Просто копируется ссылка, выставляется expiration date. По умолчанию он два дня, то есть через два дня ссылка-то перестанет работать. И дальше человек открывает эту ссылку и может посмотреть summary по интервью. Соответственно, он видит все то же самое. Он видит сборную информацию по тому, как человек... В чем человек хорош, как он отвечал. Тут есть страничка все то же самое с деталями интервью, страничка с просмотром самого процесса интервью. Ну и также человек может посмотреть еще и CV-шку кандидата. И можно скачать всю информацию отсюда в удобном PDF-файлике и дальше уже с ним работать. Собственно, вот так работает Repples. И все это бесплатно для любого соискателя. Платит бизнес, который размещает вакансии. Более того, у ребят три уровня подписки для бизнеса и первый уровень бесплатный для индивидуальных рекрутеров. Так что ссылка на ребят будет в описании. Обязательно проходите по ней, регистрируйтесь, потому что за бесплатно вы просто автоматизируете кучу рутины по поиску работы. Ну и персонально мое вам будет за это спасибо, потому что вы поддержите моих хороших знакомых, ребят, за которых я держу кулачки. Надеюсь, что их стартап полетит, и мы еще не раз о них услышим. Ссылочка в описании. Можете прямо сейчас поставить на паузу, пройти. Ну а после возвращайтесь, чтобы послушать про тонкости найма от Алены. У меня когда-то был выпуск про HR, и я тогда, это давно было, типа лет шесть назад, в самом начале, я тогда не совсем отдавал себе отчет, что рекрутмент это что-то отдельное от HR. И я думаю, что у многих айтишников тоже в голове есть, что типа рекрутеры это HR, люди, которые отвечают за благоустройство офиса, тоже HR. Все это HR. Короче, все, кто не айтишники, кто не команда разработки, это там часто HR либо менеджеры. Расскажи, какое место рекрутеры, рекрутмен занимает в HR, почему это путают? Ну вообще, откуда путаница, могу сказать сначала. HR, сама сущность такая, пришла в СНГ сильно позже, чем во всем мире. И началось это просто с какой-то идеи о том, что нам нужны девочки, которые будут делать вот это вот. И порог входа, в принципе, это сохраняется до сих пор довольно низкий. Все называлось HR, неважно, что это именно. Ну то есть никто не хотел разбираться, и не было смысла в тот период разбираться. Вот эта часть HR называется Learning Development. Вот эта часть HR называется там компенсация и бенефит. Вот это рекрутинга, вот это админ, а вот это еще HR BP и так далее и тому подобное. Это просто привычный нейминг для СНГ. Мы привыкли, что у нас все, кто плюс-минус занимается персоналом в том или ином смысле, это все HR. Под капотом я не уверена, что все должны прямо разбираться, что вот это HR L&D, а это HR рекрутер. Это не меняет ничего вообще в принципе для людей. Это, наверное, может быть болезненно для моих коллег. Иногда мне может быть болезненно в зависимости от того, что мне говорят. Но вообще, ну да, рекрутмент – это часть работы с ресурсами человеческими. Разница может быть в том, что HR – это больше история про адаптацию, про жизнедеятельность человека, про его, возможно, развитие, про всякие компенсации, бонусные системы, бенефиты, там, не знаю. Вот все в этом плане. Рекрутмент все-таки это больше такая узкая история про то, как найти нужного специалиста, как его проверить и как его привезти в компанию и погрузить в работу. Вот ты озвучила мою крамольную мысль, не мою, а которую я хотел спроэцировать сегодня, то, что многие думают, что HR заниматься очень просто, низкий порог входа. На сегодняшний день это… Все так же остается. Все здесь, ну, нечего придумать. Это, правда, довольно легкая среда для того, чтобы зайти в него. То есть в том числе и рекрутмент как часть HR, он тоже достаточно легкий для входа? HR, в принципе, довольно легкий для входа. Вопросы начинаются, как только ты должен уже развиваться дальше. Чтобы начать работать с рекрутером, тебе нужно довольно узкое количество инструментов, которые ты должен освоить. То есть ты там должен уметь пользоваться поисковиками, там, X-Ray, Bolling Search и так далее. Ты должен понимать, как строится вообще воронка поиска. И я не уверена, что для этого нужно быть супер, там, развитым, суперумным и так далее, или иметь какие-то определенные скиллы. Да, там есть компания, в которой требуется английский язык, это дополнительный скилл, но это довольно простая история. Мне кажется, что все проблемы начинаются, когда ты проработал в рекрутменте уже, ну, допустим, там, в два года, и надо что-то делать дальше. Надо как-то развиваться, надо как-то облегчать свою работу, убирать ручник, искать новые пути. Убирать ручник? Да. В смысле, ручная работа? Да. Окей. Ну, в ручник. Вот, то есть когда мы доходим до того, что просто перебирать резюме, проводить скрининги по заготовленным вопросам, передавать руководителям уже становится недостаточно. Ну, и, соответственно, встает вопрос, а я хочу больше зарабатывать. Ну, все мы рано или поздно приходим к этому. И тогда тебе нужно понять, в чем твоя ценность. Вот там начинается самая такая интересная работа, потому что стартануть легко, развиваться довольно сложно. Давай обозначим сразу, чем твоя роль выделяется на фоне всех остальных HR-ских ролей. Ну, то есть, окей, ты нанимаешь людей, да? Ты помогаешь компании нанимать людей. Какие особенности здесь? Ты имеешь в виду хэда рекрутинга и адаптации вот в этом формате? Не-не-не, не хэда сейчас. Именно классический рекрутер, да, рекрутинг. Какие сложности. Много разных сложностей. Во-первых, ну, давай начну с современного мира. Какие сложности я получила два года назад, три года назад и так далее. Мне не хватает английского языка на таком уровне, чтобы я могла считывать человека. То есть, понимать, что он говорит, о чем он говорит. Сематическое поле я не могу снять. А ты сейчас говоришь про сегодняшний день? Да, про сегодняшний день. Я до сих пор не работаю с англоязычным рынком только по этой причине. Мне весь мой инструментарий, он на русском языке. Ну, смотри, ты уже много лет работаешь, и тебе это не мешало. Я работала всегда с русским рынком, ну, с русскоязычным. То есть, на сегодняшний день английский язык прям важен, потому что с англоязычным рынком замедрестуешь. Да. Ну, по крайней мере, вот из моего опыта мне некомфортно. Я без привычного способа коммуникации чувствую себя голой и бесполезной. То есть, да, я могу задать кучу вопросов на английском, получить ответы, записать там галочками, да, нет и так далее, но я не пойму, какой человек передо мной, о чем он со мной говорит. Возможно, я немножечко упората в этом плане в рекрутинге, потому что я слушаю, как человек говорит о том или ином. То есть, речевые модули, что он использует, как он говорит об одной вещи, как он ее описывает, насколько она важна для него. Я боюсь, что на английском я это считать не могу. А для чего тебе это считывать? Простая мысль. Ты человек, который должен, многие скажут, просто смачить человека на вакансию. Вот он знает Руби, класс, галочка. Вот он может разговаривать, в принципе, класс, галочка, все. А что еще нужно от разработчика? Не загнаешь, программировать умеешь. Пошел. Мне нравится делать свою работу хорошо. Ну, я могу действительно, я могу взять просто чек-лист, пройтись по чек-листу, позадавать вопросы, но мне это не сильно нравится. Это не добавляет удовольствия от работы. Я люблю получать удовольствие от работы. Это значит, что если я общаюсь с кандидатом, я искренне пытаюсь понять, что ты за человек. Я проверяю не только опыт, есть два года на Руби, нету, окей, ставлю, что нет. Мне хочется понять, что ему самому нравится. И будет ли вот этот вот мэч между запросами компании и того, чего хочет человек. Без мэча не работает ничего. Мэч, ты имеешь в виду какие-то культурные ценности, какое-то базовое качество человека? Ну, типа, может же быть мэч просто по твоим личным показателям. Например, человек должен быть этичным. Не должен быть мудаком. Вот если он не мудак, то вот он проходит. И я сижу и проверяю, что он еще не мудак, к тому же. Нет, это безусловно все проверяют, что человек не мудак. Ну, просто есть какие-то компании, где мудаки тоже нормально работают. Это ценности компании. Они могут быть и такими. Это тоже ок. То есть я работаю с компаниями, которые схожи с моими ценностями. И, соответственно, мне легче понимать, что вот этот человек, он мэчится с нами. То есть у него, допустим, не знаю, какой пример привести. Есть такое понятие, это локус контроля. Все люди так или иначе считают либо источником всего себя, либо кого-то другого. Люди, которые привыкли, что источником всего являются они, они очень часто говорят, вот я не сделал, я не обратил внимания. Ну, очень много про себя, даже про какие-то факапы в жизни. Люди, которые привыкли, что они ничего не контролируют, они очень часто говорят, ну так получилось, так со мной случилось. Вот я был не виноват, мне не рассказали. Вот в таком плане. И с такими людьми довольно сложно в некоторых моментах сотрудничать. Потому что все мы сталкивались с такими кейсами, когда нет инструкции, что делать в этой ситуации. Нужно взять и раскинуть мозгами, взять на себя ответственность и решить, что ты будешь делать в данной ситуации. Ребята с внешним контролем, они не будут включаться в эту ситуацию. У них привычка другая. Они не плохие, они просто не привыкли так. Это потом что-то там само. Там кто-то придет, сделает. Я не знал, я не обратил внимания. Вот все потом как-то само. Человек, который с внутренним контролем, он может такой, типа, так, я вижу проблему, давай попробую решить так-то, так-то, так-то. Посмотрим, что получится. То есть, исходя из своего мировоззрения, он готов быть источником любого решения. И это можно услышать, допустим, на собеседовании. Звучит как магия какая-то, наверное? Не, 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 не как магия. Особенно учитывая, что у тебя там нормальный такой фундаментальный психологический бэкграунд, вообще не как магия. Мы сегодня про психологию говорить не будем, кстати, выпуск отдельный есть, но в целом понятно. Мне непонятно, ты знаешь, что, откуда берутся вот эти вот критерии того, например, что человек должен быть вот по локус-контролю там инициативный. Может быть, компании нужны, не знаю, просто люди, которые будут монотонный код фигачить. То есть, у тебя, как у рекрутера, рекрутера, вначале прям компания приходит и говорит, что вот кроме вот этих технологий чел должен еще соответствовать там нам каким-то нашим культурным ценностям, и ты оттуда берешь вот это. Или это какой-то базовый образ, базовая настройка твоя, и ты знаешь, по чем проходить. Ну, во-первых, зависит все от культуры компании, в которой ты работаешь. Есть компании, где четко прописаны какие-то ценности. Есть компании, в которых корпоративная культура просто существует. Ну, вот она какая-то есть, мы ее не описываем, про ценности не думаем, мы просто работаем. В компании, в которой все описано, довольно просто. Ты прошелся, прочитал это все, понял там, так, вот это важно, это важно, это важно. Все. Ты можешь это, в принципе, проверять на собеседованиях. Можно собирать вот это вот требование к soft skill'ам прямо от нанимающего менеджера. Какой человек тебе нужен? Какие тебе задачи? Какие вы? С каким человеком тебе будет комфортно взаимодействовать? И довольно часто нанимающие менеджеры уже имеют свой какой-то портрет кандидата. Они говорят, вот, типа, мы не готовы работать с чуваком, который непроактивный. То есть мы вот все в команде, там, нам нравится колупаться, нам нравится поизучать, как это можно сделать по-другому. Но если к нам в команду придет чувак, который будет делать там, типа, от границы до границы, ну, вряд ли мы сработаемся. То есть все довольно такое, ситуативное. Если руководитель не знает, как это описать, что, ну, нет у него готового портрета, можно помочь его сформировать, ну, спросить там, тебе какое... А вот это тебе подошел бы такой человек, а вот такой бы человек. То есть мы тоже помогаем формировать вот этот вот запрос. Хорошо. Сразу закину, объясни тогда для тех ребят, которые посмотрят и скажут, а зачем нам рекрутер выделенный, если вот я там хороший инженер, я себе в команду самую лучшую найду человека. Пожалуйста. Все очень просто. Ну, к тому, что инженеры вроде как сами могут, знаешь, посидеть, поговорить там и оценить. И мы знаем, что в процессе интервью там обычно несколько этапов. Вот сначала с рекрутером, рекрутером, потом там с инженером еще. Ну, обычно всегда несколько этапов. То есть если бы было так, что ты только вот с тобой пообщался и сразу на работу попал, тогда понятно. А если я еще потом после тебя должен там с тремя инженерами пособеседоваться, то как бы а для чего мне с тобой собеседовать? Если и так меня инженеры потом там нормально так поспрашивают. Ну, если компания не хочет тратить деньги на рекрутинг, на найм, он хочет тратить время, которое инженеры могут тратить на разработку, вместо тратить на рекрутинг, пожалуйста. Это их желание, я, ну, как-то правильно-то сказать. Может быть абсолютно по-разному. Я знаю, например, когда стартапы начинают свою работу, у них нет рекрутеров и HR-ов, они могут прекрасно сами справляться с этим. Когда у тебя этих запросов становится много, тебе в какой-то момент приходит идея о том, что нужен выделенный человек, который в этом шарит и который возьмет на себя ответственность за этот кусок работы. То есть когда у вас пятеро, вы сидите в одном кабинете, и вам нужен один человек, ну, рекрутер нафиг не надо. У тебя маленький этот коллектив, короткие связи, все довольно понятно. Вы можете вот через стол поговорить друг с дружкой, договориться. Там очень простая ситуация. Но когда у тебя уже 150 человек, и они все в разных кусках даже офиса сидят, они все из разных миров, с разными профессиями, становится все сложнее. Уже как бы начинаешь считать денюжки. А сколько я потратил часов вот этого инженера дорогущего, вместо того, чтобы он писал код, на то, чтобы он перебирал резюме, собесил людей, причем не имея прям какого-то, не знаю, может быть, эмпатии. Такое бывает, что человек классный спец, но вот тяжело ему с людьми, социофобушек он. То есть ты причиняешь человеку еще неудобства, заставляя выполнять не свою работу. И при этом ты тратишь деньги, ну, человека часов, на какую-то работу, которая абсолютно не является его. Что тебе как рекрутеру приходит на вход, приходит на вход от бизнеса, и что ты отдаешь дальше на выходе? Все зависит от компании. Опять же, ну, допустим, мой последний опыт. Мне приходит заявка на подбор какого-то человека, я его согласую. Все, я иду собирать бриф дополнительно с руководителя. У нас есть небольшой звонок, в котором мы проходимся по требованиям. Что из этих требований must have, что из этого nice to have. Ну, вот как-то формируем вместе по хардам требования. То есть мы можем уточнять, потому что, допустим, есть вакансии, с которыми мы сталкиваемся время от времени. То есть это не первая, не новая для нас вакансия. Мы уже помним какие-то особенности с прошлого раза и уточняем, в этот раз мы их используем или нет. Мы говорим, грубо говоря, мы создаем такой чек-лист по хардам и по софтам. Вот. Обычно, ну, все зависит, опять же, от вакансии. Мы еще спрашиваем иногда, дай нам, пожалуйста, 10 вопросов, по ответам на которые ты поймешь, что человек точно наш или точно не наш. Ну, то есть банальные какие-то вещи. Из разряда, не знаю, там, что-то, может быть, господи, даже в голову не приходит. А бесплатно работать будешь? Ну, все, точно. Не, там, типа, знаешь, когда у тебя, допустим, вот, как у нас сейчас, у нас есть потребность в девопсе, который хорошо, ну, много, глубоко работал, не на уровне, там, просто покопаться рядом, пройти, а прямо настраивал этот кликхаус. Ну, вот, по этому вопросу есть опыт кликхаусе. Можно понять, что человек либо подходит, либо не подходит по одному из критерий. То есть какие-то 10 базовых вопросов. Иногда мы их, ну, не запрашиваем, потому что и так все понятно. Мы уже много работали с этой вакансией. У нас, во-первых, есть какая-то научность уже в процессе, и либо есть уже вопросы с прошлых разов. Вот. Вот. Дальше мы разворачиваем воронку. Это мы публикуем вакансию в разных источниках. По крайней мере, у нас сейчас есть контент-план под это. То есть моя команда, мы вот собрали контент-план, чтобы при появлении той или иной вакансии мы можем просто открыть, скопировать, ставить и все разместить. То есть убрать тот самый ручник или... Нам не надо принимать решения каждый раз, когда мы публикуем вакансию. У нас уже готовый план действий. Далее у нас генерируется какая-то воронка. Часть из нее условно горячая, то есть те, кто сам откликнулся на вакансию, и часть из них может быть холодной. То есть это то, что мы сами там, привет, как дела? Мы тут ищем специалиста такого, как ты, и так далее, и тому подобное. Скрининги. Тут в зависимости от рекрутера. Я не люблю короткие скрининги. Скрининг — это что такое? Ну, это первичный звонок, когда мы собираем инфу по опыту человека, по важным нам каким-то секторам. Безусловно, очень многое становится понятным из резюме, но некоторые вещи требуют какого-то уточнения. Общаемся, пишем такой какой-то summary, отдаем нанимающему менеджеру вместе с резюме, если нужна ссылка на GitHub, либо что-то еще, в зависимости от потребностей. Ну и, собственно, участвуем в обсуждении. Готовы мы идти дальше с этим кандидатом или нет? Если готовы, то, соответственно, мы зовем его на техническое собеседование. В некоторых случаях оно и есть, последний этап. У нас в компании, в которой я работаю, короткие этапы найма. Если нет, у нас еще есть там третий этап, финальный с SEO, либо с, не знаю, там, с каким-то ходом. Вот. Как-то так это работает. Ты можешь полностью зарезать человека на входе? В смысле? Да, могу. То есть сказать, что он точно не подходит, и тебе доверяют в этом плане? Да. Окей. Это к вопросу о том, насколько HR-рекрутеры влияют на твою дальнейшую жизнь. Ну, тут важно помнить одну вещь, что рекрутер, в принципе, заинтересован больше всех закрыть вакансию быстрее. Потому что проценты? Нет, просто это часть моей работы. Потому что часть работы. То есть это твой показатель того, как ты работаешь? Да. Ну, то есть моя задача какая в моей профессии? Найти человека, максимально подходящий по критериям, в максимально короткие сроки. Вот. Вот моя задача. А как ты тут баланс находишь? Ты, по факту, работаешь в компании, то есть ты представитель компании. С другой стороны, ты, наверное... На чьей стороне? Не, на чьей ты стороне? Это, кстати, тоже хороший вопрос. Мы о нем еще поговорим. Ведь можно упороться и искать идеального кандидата просто до бесконечности. Да? А можно первого сразу же попавшегося отправить в команду на дальнейшее собеседование, просто потому что там супергорячая вакансия, и кандидатов там раз-два я обчелся. Ну, ты правильно сказала. Здесь нужно искать баланс, во-первых, потому что, опять же, могу говорить про себя. Я терпеть не могу, переделывать работу. Я очень ленивая, мне дико не нравится переискивать человека, как я говорю. То есть когда человек принял оффер, вышел, поработал какой-то короткий период времени, и мы осознали, что мы сделали ошибку найма. А там человеку не подошло, нам не подошло и так далее. Это значит, что мне нужно снова разворачивать воронку, переделывать то, что я сделала. Я очень это не люблю. Поэтому пропихивать кандидатов такое себе. Но тут важный баланс. Не пропихивать кандидата, если он не подходит, но при этом, если человек подходит более-менее, как я люблю говорить, ну, то есть ты понимаешь, что будет win-win, можно здесь немножко и поддушить насчет оффера. Типа, ну, давай, давай к нам. Но нужен этот баланс. Не заставлять людей идти туда, где им будет нехорошо. В конечном итоге это будет еще одной проблемой для тебя же. Ну, это хорошая мысль. Не совсем очевидно, что ты думаешь на будущее, чтобы не переделать работу. Вот, поэтому и матч надо находить прямо с культурой компании. Так и у рекрутинга задача не на сегодня, не на сейчас. Мы строим команды. По крайней мере, у меня сейчас отдел рекрутинга и адаптации. Мы отвечаем не только за рекрутинг, мы еще за анбординг, адаптацию, что с человеком происходит далее. Ну, знаешь, дофига фрилансеров-рекрутеров, да? И кажется, будто бы вот им вообще фиолетово, что там в команде происходит. Они нашли кандидата, его заоферили, все, мы идем дальше. Ну, нет, для этого есть у фрилансеров-рекрутеров такая часть договора обычно, что мы закрываем вам вакансию, человек выходит, часть оплаты я получаю в первый день как фрилансер, и вторую часть оплаты я получаю, когда он только закончил испытательный срок. То есть в конце того, что мы убедились, что человек нам подходит. Если человек не подходит на периоде испытательного срока, обычно фрилансер-рекрутер заменяет этого человека бесплатно. А, вот так вот. Ну, то есть за ту же цену. То есть ты получил часть суммы, вот эту часть суммы тебе, ну, все, ты должен поменять его. А почему вообще много рекрутеров на фрилансе работают? Какая разница работать в компании либо на фрилансе? Я люблю работать в компании. Разница в том, что насколько ты погружен в команду, насколько ты можешь влиять на дальнейшую судьбу человека, которого ты привел. То есть, допустим, я как внутренний рекрутер очень много знаю про внутренние продукты, я очень много могу рассказать про ситуацию в команде, на каком этапе у нас продукт, в чем мы там последнее зарелизили, в чем особенность, в чем большая боль той или иной команды, для чего нам нужен специалист. Рекрутеры и фрилансеры имеют сильно меньше информации, значит, они сильно меньше могут презентовать кандидату. И второй момент, что я слежу за адаптацией человека на новом рабочем месте. То есть я провожу сама ему анбординг, у меня встреча с ним на всем протяжении испытательного срока, и не только с ним, с его командой, с его руководителем. Я собираю фидбэки. Если нужно что-то подкорректировать, я с ним созваниваюсь и говорю, чувак, смотри, вот здесь вот все круто, но вот здесь нужно подтянуться. То есть у нас в компании принята обратная связь высокого качества. То есть критикуем мы тоже в глаза, но так, чтобы не обидеть человека. У меня даже есть любимая фраза, что фидбэк – это подарок, его дарят, а не кидают в лицо. Вот в этом плане. Ну, имеет смысл сказать сразу, что что-то идет не так, чем потом чувака увольнять только потому, что, ой, он не сделал так, как я думал. Но при этом чуваку забыли сказать об этом. Блин, у тебя сложная работа. Я вот… Я работал в управляющих должностях в разработке, и самое сложное в них было, там, откидывая какой-то микроменеджмент, еще что-то, самое сложное было не комплементарные диалоги вести. Там просадка перформанса, не дай бог увольнения. Ты сидишь такой и думаешь, блин, вот ты сейчас будешь что-то совершить судьбу этого человека и рассказывать ему, потому что его там уволили за что-то. У тебя же таких, наверное, разговоров прям сильно много вот в отдаче этого фидбэка. Вы там не подошли или подтяни то и то. Да. Как с этим… В смысле, как с этим… Это норма? Да. То, что мне это не нравилось, это просто потому, что я… Это тоже часть заботы о человеке. Ага. Ты… Человек тогда имеет более ясную картинку, более правдивую картинку. От него ничего не скрывать. Он сам может понять, что происходит. Это как минимум очень честно, ну, и справедливо выдавать человеку обратную связь. Про увольнение. Я когда-то очень сильно переживала за каждое увольнение. Для меня это был огромный стресс. Особенно если мне приходилось увольнять кого-то из своих. Ну, либо… Это мы уже перешли в линейное руководство командами рекрутингов. Да. То есть любое увольнение для меня было стрессом. Потом в какой-то момент я поняла, что если человек не справляется, ему так или иначе плохо. Он начинает там себе сомневаться, копаться и так далее. Причина этому может быть миллион. Но заставлять человека, оставлять человека удерживать его, работать, когда у него что-то не получается, ему не нравится, это издевательство. И в какой-то момент до меня дошло, что есть такая тема, что иногда человеку просто нужно отпустить. Пусть он идет и ищет то место, где ему будет кайфово, где ему будет классно перформить, где он будет полезен и от этого чувствует свою какую-то самоценность. То есть я перестала воспринимать увольнение как конец жизни. Типа, блин, мы его уволили, какой ужас. Для меня теперь это чувак найдет новое классное рабочее место, где ему будет хорошо, лучше, чем здесь. Он будет получать удовольствие от того, что он делает, то, что у него хорошо получается. Это хорошо работает, например, когда вас сокращают, и тебе надо уволить людей, которые работают. А если люди не работают? То же самое. Он не работает не потому... Ну, чаще всего люди, ну, крайне редко попадаются люди, которые просто нафиг забивают. Скажем так, не искренне приходят работать, приходят отсидеть, занять денежек и уйти. Кейсов сильно меньше таких. То есть чаще всего человек не справляется, потому что у него не хватает опыта, скиллов, что-то еще. И это не всегда плохо увольнять этих людей. Им просто нужно найти место, где им будет, ну, не знаю, их скиллов будет достаточно. Они будут кайфовать от того, что у них получается. Это не значит, что он плохой, это не значит, что он хреновый специалист. У него просто не хватает скиллов по твоей задаче. Окей. Хорошо. Выныриваемо. А то вы в топик ушли. Самый, возможно, наболевший вопрос у программистов. Какого фига меня оценивает человек, который вообще не шарит в том, что у меня написано резюме? Это сейчас не мое мнение, это все озвучивает. Нет, я согласна. Это звучит очень правильно. Это звучит, наверное, это обидно должно звучать, нет? Нет, почему? А почему меня это должно обижать? Ну, кого-то это обижается. Слушай, я... У меня нету комплекса бога, я не считаю, что я разбираюсь во всем, но я немного разбираюсь везде по чуть-чуть до какого-то уровня погружения. Я всегда на собесах проговариваюсь с техническим специалистом, что есть вопрос, в который я не могу понять и я не могу тебе ответить на них. Давай мы их оставим до технической части. То есть я до какой-то степени могу рассказать, погрузиться, до какой-то нет. Моя задача снять опыт с человека. То есть я не собешу по техническим направлениям, типа там, какое бы ты решение выбрал в этой ситуации или в этой. Я прошу рассказывать кейсы. Расскажи мне кейс, которым ты гордишься, который тебе показывает как крутого разработчика. Пусть это не было на последнем месте работы, расскажи мне про это. Я могу оценить, кто, как человек рассказывает про те или иные вещи. Есть большая классная взаимосвязь в том, что если человек в чем-то разбирается, он от этого кайфует, он и рассказывает ровно так же. Он начинает спускаться в какие-то детали мелкие. Он прям смакует то, что он рассказывает, потому что у него это хорошо получается. Есть второй момент, по которому я могу понять, что специалист действительно понимает, о чем он говорит. Я прошу, объясни мне, пожалуйста, что это такое. Вот я говорю, рекрутер, вот ребята мне попросили уточнить вот этот вот момент. Говорю, я еще пока не понимаю. Объясни мне простым языком, что это такое. И мне объясняют ребята на собесах, что это такое. Если человек что-то хорошо понимает, он может это объяснить. Например, что я не буду тебе объяснять. Мне на работе не надо будет объяснять вещи, которые и так всем очевидны. Без проблем. То есть такую, знаешь, агрессию легкую проявят к этому. Это будет скорее минус для человека? Нет. Это вполне себе нормальная реакция. Он действительно не должен этого делать. Но мне еще ни разу не говорили такого. Окей, окей. Ну тогда получается, что тебе как рекрутеру не нужно в принципе разбираться в технологических вещах, да? Нужно все-таки разбираться, но до определенного какого-то уровня. Я всегда говорю, что я не разработчик, я код не пишу, я не понимаю большинство из того, что творится под колпотом в тех или иных командах, в тех или иных продуктах. Но я понимаю уровень сложности тех или иных задач. Я понимаю какие-то базовые вещи общеобразовательные в той или иной сфере. Допустим, если я иду искать... Ну давай отойдем от разработчиков немножко, да? Если я иду искать какого-то маркетолога, например, мне нужно разобраться, в чем разница. Ну то есть почему именно этот инструмент мы требуем у кандидата знаний этого инструмента. Вот, допустим, если вернуться обратно к разработчикам, вот я недавно искала го-разработчика, у нас применяется вот ClickHouse база. Я задавала реально, спрашивала, искала инфу, почему у нас ClickHouse, если есть аналоги, ну, более мощные, другие, почему специалистов с ClickHouse сильно меньше, чем всех остальных, почему MongoDB чаще всплывает в резюмешках, чем ClickHouse. То есть на таком уровне я могу разобраться. Сложности технических задач нет. Но в IT-шке вещи достаточно сложные бывают, да, особенно если ты там не работаешь каждый день с этими вещами, или часто ли случается, что ты вроде как разобралась, а потом оказалось, что ты просто кринжанула, знаешь. Ну вот, бывает, слушай, бывает такое. И там перепутала язык с программированием, не знаю, с чем-то совершенно остранено. Не, ну Java и JavaScript я не путаю. Например, да. Не путаю только потому, что я видела эти мемы и очень прекрасно запомнила. Бывает. Слушай, это нормально. Ну, то есть если я понимаю, что я ошиблась, мне говорит мой там собеседник, кандидат говорит, слушай, какую-то херню сказала. Говорю, да. Слушай, сорян. Объясни как. Как правильно. У меня нету какой-то проблемы признать то, что я где-то могу ошибаться. Я не специалист в разработке. Я специалист в рекрутинге. Ну, это нужно признать. Я могу, да, делать какие-то вещи, которые кажутся за пределами рекрутинга. Там чуть больше, глубже разбираться. Но я не обязана это знать. Это мой выбор это знать. И признать, что я чего-то не знаю, это вообще без проблем. Почему нельзя тогда поступить следующим образом, да? Вот тебе дает твой начальник, не начальник. Заказчик. Заказчик, да. Твой заказчик дает тебе вот эту вот бумажку с фитом на вакансию. Там куча технической херни в том числе. Почему нельзя вот этот фит на вакансию сразу кандидату давать и говорить, чел, ты поставь галочки, где ты полностью согласен, а я тебя спрошу по общебазовым вещам, которые там фитятся на культуру компании, и все, и дальше мы расскажем. Можно. Прекрасно. Если это ускоряет твою работу. Если при этом качество рекрутинга не страдает, то вполне себе можно. Если это идеально составленный чек-лист, который действительно отвечает тому, что тебе реально требуется. Есть, допустим, такая частая история, что при составлении заявки на поиск, на подбор не учитываются, ну, просто руководители забывают поставить какую-то там, ну, написать, что нужно еще вот это требуется, да, а вот это не обязательно. Ну, вот эти, это нивелирование такое. Ну, типа, соотношение реальности и ожиданий, да. Потом иногда были кейсы, когда внезапно мы понимали, что у нас слишком офигевший запрос, типа, мы сильно много чего хотим, и таких людей крайне мало, а если они есть, они сильно не в нашей вилке. То есть мы немножко успокаиваем свои хотелки, но в любом случае я не могу и не имею права сразу зарубить, допустим, вопросы, пожелания у нанимающего менеджера, потому что я так считаю. Я сначала пойду, проверю свою гипотезу на рынке, действительно ли это так, действительно ли я не ошибаюсь. Это не мой стереотип, а реальное положение рынка. Возвращаясь, мы корректируем. И действительно, можно прекрасно отсеивать кандидатов по таким чек-листам. Это тоже ок. Когда-то я, когда я начинала искать iOS-разработчик, я так и делала. У меня были 10 вопросиков вот этих стандартных по технологии, типа, сколько ли в разработке, есть ли опыт с Objective-C, там, что там было еще, а, какими паттернами проектирования ты работал, вот такие вот вещи всякие. Это помогало мне отсеять на первых порах. Со временем тебе этого, ну, тебе не нужно задавать вопросы, ты это видишь через резюме, ну, из резюме, ведь в том же самом LinkedIn можно даже посмотреть, там же указано, место работает. И довольно часто это продуктовая компания. Залез, посмотрел продуктовую компанию, что они за продукт делают. Если он сме... Ну, ты примерно можешь понять, это похож на твой продукт, не похож. Почитать, порыскать, поискать. Я вообще первый раз, первую схему рассматривания резюме показал мой директор на первой этишной работе. Он со мной сел, говорит, смотри, как мы будем смотреть, ну, как он смотрит. Он мне показал, вот, смотришь места работы, открываешь места работы, читаешь, смотришь, чем они там занимались, возвращаешься, проверяешь по этим, по языкам, которые указаны, смотри, какое образование. И мне это очень хорошо запомнилось, я стала резюме внимательнее читать. Ну, то есть, я прям проверяю, все ли совпадает в резюме, то, что, ну, мне рассказали, либо я увидела, я могу задавать уже дополнительные вопросы. Основные вопросы я не задаю. Все, что было понятно из резюме, не имеет смысла спрашивать. Часто разработчик, когда приходит на собеседование, он воспринимает рекрутера, как евангелист компании. Насколько это правда? То есть, правда ли, что ты будешь любыми способами защищать там интересы компании? Например, с лета аутсорста, есть такое мнение, что вот нанять разработчиков можно дешевле, к примеру. Ты имеешь в виду, я поняла, про что ты говоришь. Не договаривать чего-нибудь, например. Я не вижу смысла не договаривать, потому что это в любом случае вскроется, и мне придется переискивать. Я не вижу смысла. У меня был кейс, когда мне нужно было в разрушенную команду найти тем ли да еще часть команды. И я честно ходила, ну, приходила на скрининг и говорю, чувак, у нас жопа. Говорю, вот прям, как я сказала, так и, ну, прям жопа. Я реально говорила жопа. Вот, он говорит, а в чем жопа? Я говорю, смотри, у меня развалилась команда, мне нужно вот здесь вот, вот здесь вот спецы. Ты придешь, у тебя будет два чувака в подчинении, но нам нужно еще дорастить. Продукт суперсложный, ну, прям адово сложный. Тебе нужно будет разобраться в нем, погрузиться, да еще и выбрать чувака себе в команду и помочь ему адаптироваться. Это жопа, а не вакансия, реально. Но моя задача найти человека, у которого эта жопа будет понятной и знакомой, он будет иметь скиллы, чтобы с ней работать, и он должен быть согласен на эту жопу. Потому что, когда ты согласен на эту жопу... Да, прекрасно. Ну, то есть он должен понимать, куда он вписывается и принять свое внутреннее решение, что да, я готов, мне это интересная жопа. Блин, ты очень классно сказала, что вы смотрите в будущее и вам вы заинтересованы в том, чтобы люди оставались в командах, потому что это вот прям сразу кучу вопросов снимает. Типа вопрос при украшивании вакансии, как бы... Оно не имеет смысла. Все отбивается. Потому что получается, что человек для тебя уже тоже потенциально рассматривается как... Но я заинтересована, чтобы он остался подольше в компании. Я сама попадала в ситуацию, у меня был опыт работы HR-директором в одной из компаний. Они, когда я уже потом узнала, они искали HR-директора порядка девяти месяцев, не могли найти. Нашли меня, я согласилась, вроде как показалось, да, там были проблемки, но вроде ок. И тут спустя два месяца я осознаю, что это просто какой-то ад. Там столько проблем, вот прям совсем глупых, но совсем несочевидным каким-то решением. Там было кумовство бесконечное, там нельзя было просто так уволить человека, потому что там кум братсфат какого-то другого. Там была история про то, что да, мы хотим меняться, но как только ты заставляешь их меняться, там дикое сопротивление. Все левелы вообще не дружат друг с другом, они борются за зону ответственности, они не понимают, где заканчивается их зона ответственности, где начинается другого человека. У них было несколько систем трекинга, разработчики работали в джире, маркетинг в Асане, в Силзы сидели в Скайпе, и это просто был дикий ужас. И когда их пыталась собрать в одну кучку, они все пугались. Вот. И когда я так говорю, блин, ребят, что за херня? Почему они об этом не говорили? И мне такое SEO говорит, а мы специально тебе не говорили, потому что ты бы не согласилась. Я такая, ну охренеть. Ну, собственно, я за эту компанию ушла через полгода, потому что, ну, это было невозможно, потому что это была манифестация изменений, но ни в каком случае не мотивация. Слушай, я очень хотел пойти по вопросам сначала техническим, по вакансиям, по профессии, а потом уже по своим вопросам наболевшим, но не получается. Если все так хорошо с вот этим фловом выбора кандидатов, и кандидаты должны быть подходящие, и ты им, ну, все это рассказываешь, потому что ты заинтересована в том, чтобы они остались подольше, почему в этой системе так сложно назвать, блин, вилку за зарплатной платой? Ну, это очень легко, это очень легкий вопрос. Это как торги любые, кто назвал первую цену, тот и проиграл. Серьезно? Ну, в смысле? Подход такой. Ну, все довольно просто. У компании всегда... Я как представитель компании буду стараться найти максимально подходящего человека за максимально низкую цену. Это ок. Оу. Это рынок. Ну, то есть... Но при этом ты за кадром мне рассказывала, что ты можешь и накинуть человеку, если видишь, что он суперкрутой, и дать ему попросить, чтобы ему дали больше. Я могу накинуть, только есть определенное количество случаев, когда я это делаю. Когда я вижу, что человек действительно может от меня ускакать через два месяца, как только на фоне появится рекрутер, который скажет, дорогой, тебя тут недооценивают, на тебе еще штукарь сверху и унесет его. То есть я понимаю, что ты такой специалист, на рынке стоят три штуки, а он приходит и мне говорит, я тысячу хочу. Я понимаю, что следующий рекрутер его тупо заберет. Но в целом ты заинтересована экономить деньги компанией. Я заинтересована создать win-win, чтобы человек получал зарплату, которая соответствует его способностям, закрывал его потребности, и он был согласен на нее, но при этом не сильно разрастая расходы компании. Так почему не дать человеку максимальную зарплату, которую никто не перебьет? Или просто компания такие вилки не дает? Компания может... Блин, ты говоришь, как будто бы вилки эти берутся с неба. Ну, фиг его знает. Я не знаю, откуда они берутся. Подожди, ты идешь в магазин, у тебя пять тысяч рублей. Не знаю, каких, любых рублей. Так. И вот у тебя стоит вот, не знаю, творожок, решил купить. И вот этот творожок стоит четыре с половиной. Он такой же хороший, как творожок, который стоит четыре. Ну, за четыре возьму, конечно. Ну, вот здесь примерно та же самая штука. Ну, понимаешь, нам, как разработчикам, когда мы совесимся, когда у нас первых спрашивают, сколько вы хотите, это всегда психологически сложный вопрос. Потому что ты к этому сколько бы готовился, ты не готов. А я знаю, в чем появилась вот эта вся фигня, с чего? Был довольно большой период, когда вилок было сильно больше видно. Ну, то есть чаще показывали вилки. Я вилки показываю, когда я уверена, что моя вилка сильно выше рынка, либо на верхних позициях рынка, это позволяет мне больше забрать людей. Если я понимаю, что я плюс-минус в рынке, то я вряд ли буду публиковать вилки, потому что, ну, и так понятно. Либо, когда у меня очень жесткий запрос, и вилка низкая, ну, или ниже общеперинятая. И мне нужно действительно найти людей согласно на такую зарплату. Вся история с этими вилками, она разрастает из-за того, что разработчик боится назвать свою цену, потому что боится, что вилка сильно выше, чем он назвал, и он потерял возможность заработать больше. А рекрутеры и компании боятся называть, потому что, если они назовут вилку сильно больше, чем разработчик раньше зарабатывал за эту же работу, то мы как бы потратим больше денег, чем могли бы. То есть, по сути, это история с двух сторон. Серьезно это так работает? Ну, конечно. Потому что у меня опыт, видимо, какой-то совершенно искаженный, потому что для меня называть вилку со своей стороны, цену свою, называть было не потому, что я боюсь продешеветь, а потому что я боюсь, что мне скажут ниже, и мне придется торговаться. А я не торговаться пришел, а я хочу просто работать, блин, я не хочу торговаться. Нет, подожди. А мне обязательно предложат ниже. В любом случае, деньги — это вопрос, который нужно обсуждать на берегу. Если ты при первом контакте с рекрутером вы не договариваетесь по цене, ты не теряешь время. Ты не идешь разговаривать дальше с людьми, которые в конечном итоге тебе откажут из-за вилки. И рекрутер не тратит время на то, чтобы собеседовать с человеком, который в конечном итоге откажется от оффера. Вот и все. Ты можешь... Ну, я обычно, как работаю с этими вещами, я прошу назвать комфортный уровень зарплаты, при котором он бы спокойно жил, ну, и это как бы не унижало его достоинства как специалист. Говорю, минимально комфортная цена. Вот какая? Вот откуда ты готов рассматривать офферы? И это тоже ок. Есть истории, когда у меня нет определенной вилки. Бывают вакансии, когда мы не знаем, ну, сколько этих людей на рынке, мы не знаем, сколько они стоят, мы готовы на любую цену. Либо нам так болит эта проблема, и такой специалист нам нужен, чтобы решил как можно быстрее, что мы готовы платить больше. Хорошо. А насколько будет правильным указывать специалисту в резюме прям вилку, которую он хочет? Тоже ок. Ну, то есть названная вилка существенно упрощает поиск. То есть я, если я ищу разрабы за 5 тысяч, а у тебя стоит 7, ну, явно ты не пойдешь со мной на переговоры и не снижешься до 5. Ну, и ты не будешь меня условно звать на интервью и там уговаривать на 5. Я не вижу смысла. Окей. Человек честно назвал, я хочу вот столько. Я столько не могу себе позволить, да, например, в магазине. Нет у меня столько денег, чтобы купить этот творожок. Ну, короче, вилки в резюме ставить можно нормально. Да. Класс. Кстати, не знаю, почему мало кто ставит. Какие вакансии, я считаю? Ну, я в последнее время начала вакансиях указывать вилки, потому что мне стало существенно проще работать. Ну, ты же для себя противоречишь, потому что чел придет и скажет по верху. Скажет, вот у вас вилка, я хочу вот столько. У меня вилки в рынке. Выше рынка, они не придут ко мне, потому что у меня вилка уже обозначенная. Ну, то есть, вы себе позволите это указать. Если я знаю, что у меня вилка выше стандартного рынка, я тем более укажу, потому что будет более большая воронка. Все, да, все ясно. То есть, это, во-первых, связано с политикой внутри компании, насколько это история под НДА, потому что есть еще обратная сторона, почему не публикуют вилки, потому что зарплаты внутри компании могут не соответствовать вилке. Ситуация поменялась. Допустим, тот же самый разработчик будет стоить у меня внутри компании 4 тысячи. Я понимаю, что повысить ему я не сильно могу уже. Ну, то есть, есть какой-то предел у этого всего, да. Но мне нужен такой же еще один специалист. Но на рынке я не могу найти его за ту же самую сумму. Тогда мне нужно повышать вилку. Но если об этом увидит и узнает мой сотрудник, у меня будут проблемы, потому что сотрудник абсолютно справедливый придет и спросит, а почему мне нет? Почему здесь вот ты публикуешь вилку в 5 штук, а я 4 зарабатываю? Неужели я настолько плох? И чтобы не создавать вот эти вот истории, тоже не публикуют вилки. Это не способ помануть своего сотрудника. Просто есть такая ситуация на рынке. Тебе очень нужен сейчас этот специалист. Без этого ты там сильно большие потери понесешь по бизнесу, да, по деньгам. И тебе приходится повышать вилку. Не потому, что ты не любишь этого разработчика и хочешь найти себе нового, любимого разработчика. Ситуация финансовая такая и на рынке, что тебе нужно больше заплатить за ту же самую работу. Хорошо. Пока денег далеко не отошли, есть же рекомендательная система в компаниях, когда ты как разработчик, там рекомендуешь кого-то и получаешь там ползарплаты. Реферальная система. Реферальная, да. Там обычно все привязано к процентам, ну, часто привязано к процентам от зарплаты сотрудника, какого ты нанимаешь, либо левел ставят. Не, по-разному. Есть, которые привязаны к проценту от зарплаты, есть рефералки, которые с фиксированной суммой. Вот как это у вас? Фиксированная сумма на любого человека. То есть такого, что ты чела на большую сумму наняла и получила больше, такого не бывает? Я вообще не получаю бонусы за найм. У меня просто есть фикс зарплаты. Я работаю за фиксированную зарплату. Да, в твоем случае. И мои рекрутеры тоже. Окей. Но есть же такое, что рекрутеры нанимают за проценты. Есть, есть. У меня когда-то была команда рекрутеров, которые работали за фиксы и за бонусную систему. То есть у них были там стандартные фикс какой-то, при котором можно жить спокойно. То есть хоть там заплатить за квартиру, купить, покушать, но не шикуешь. А все остальное они могли заработать за счет того, что закрывают вакансии. У меня была прогрессивная система. Сумма бонуса зависела от уровня специалиста, которого ты закрыл, от количества вообще вакансий закрыты тобой за месяц. Базовая это 4. Закрыл 8, молодец, на тебе большой бонус. То есть был какой-то уровень бонуса, который ты начинаешь получать только если ты нанимаешь больше, чем базовая сумма. Ну и ребята нормальную зарплату получали. А сейчас фикса получается? Это другая команда, другие условия у нас еще сейчас на фиксе. Как тогда расти в заработной плате рекрутеру? Ну типа в разработке там понятно у нас есть градации, их там миллион. Джун, сеньор. Так у рекрутеров тоже такая же градация есть. Еще и бла-бла-бла. Но у нас-то измеряется задачами, сложностью задачи, которые на тебя кладут. А тут вроде как задача плюс-минус в широком диапазоне одна, искать специалистов, нет? Плюс-минус одна, но все равно скорость, качество и уровень того, как ты исполняешь эту работу, сильно отличается. Уровень специалистов, которых ты можешь закрыть. Я, допустим, могу спокойно пойти работать с C-левелом, меня это никак не будет пугать. Ну вот у меня недавно кейс был, я схантилась с SEO. Ну, на один из продуктов. И мне абсолютно вообще ни капли не страшно было общаться спокойно. Вот передо мной SEO, привет, как дела? Расскажи про свой последний опыт, а что ты такого сделал? В зависимости от опыта вы в команде разделяете качественно какие-то вакансии на людей? Немножко не так. Допустим, у джинов-рекрутеров есть большой страх перед тем, как нанимать руководителей. Любого уровня. У ребят, которые поопытнее, уже нет. У этого страха они делают работу более качественно. И чем больше ты работаешь с вакансией, тем быстрее ты можешь их найти. Ты точно знаешь, где их искать, ты точно знаешь уже, как их оценивать, какие они бывают, какие вопросы стоит задавать. Ты точно знаешь, где разместиться, чтобы сформировать большую воронку, такую, чтобы тебе подошло. И чаще всего сеньоры закрывают большую часть вакансии в более короткие сроки и более качественно. То есть они действительно приносят кандидата, который максимально похож на того, кто нам нужен. То есть тогда у них и собесов финальные, ну, отсев после скринингов сильно меньше для руководителя. То есть я, допустим, не люблю работать с большими объемами кандидатов, я работаю точно. Но каждый мой кандидат, которого я приношу, они идут на финальное собеседование, и после этого мы принимаем решение, кого же из этого пула мы выберем. Ну вот, а джуны, они хватают все, что хватается, со всеми общаются, таскают более-менее подходящих, более-менее похожих на того, что нам нужно. Здесь больше вопрос про насмотренность профессиональную, про уровень переговоров, которые ты можешь вести, можешь выдержать напряжение, про то, как ты понимаешь, как работают пасковики, как ты умеешь писать запросы, насколько глубоко ты разбираешься в той или иной теме, чтобы задать эти вопросы специалисту, которого ты ищешь, вот про это. Ну, это я имею в виду про внешнюю историю, там под капотом довольно много всего у нас остального. Насколько сложный айтишник и кандидат? Вот психологически, морально? Мне вообще просто. Или нет разницы? Ой, мне недавно была вакансия в работе с казначей. Казначей? Да. В айти? Да. Ну, это же... Все компании работают с финансами, так или иначе. Это просто один вид специализации человека, который работает с деньгами. Он заведует кэшфлоу в компании, он заведует платежами, он отправляет все возможные платежи. Какая специфика айтишная может быть? Он работает внутри айтишной компании. Он обеспечивает пополнение, не знаю, нужно тебе, большая у тебя компания, у тебя много выплат партнерам, заказчикам и так далее, либо тебе нужно покупать разные инструменты, оплачивать подрядчикам и так далее. Это просто этими платежами заведует казначейство. Они следят, чтобы в нужное время на нужном счете было достаточно средств, например, выплатить зарплату всем. Так это ж, это кажется вообще дженерал профессия. Да, это дженерал профессия, но она в айтишке. А ты и человек, который дофига лет айтишников хайришь. Да, я хайрю всех. Я работаю со всеми вакансиями, но казначей меня чуть не убил. У меня столько собесов давным-давно не было. Мне так тяжело давным-давно не было, потому что у меня были определенные требования к этому человеку и по софтам, и по хардам, и там большая часть требований сложных было именно в софтах, потому что нужно работать целый день с платежами, просто отправлять платежи из разных систем, из разных платежных систем. Но быть супер внимательным и, блин, резистентным к тому, что ты просто делаешь монотонную рутинную работу. И откликов было просто сумасшедшее количество. Ты не можешь их отсеять по хардам, потому что харды плюс-минус у всех одинаковые. И у тебя самая большая проблема это софты. А софты ты в резюме не пропишешь. Из резюме либо из вакансии ты не можешь их достать. Тебе нужно общаться с этими людьми. Тебе нужно понять, подходит он или не подходит. Я думала, я повешусь. Ну нет, я справилась. Поэтому айтишники это очень простые ребята. Тебе понятно, кто они. Ты можешь оцифровать их опыт. Ты их действительно чаще всего отбираешь по хардам, а потом уже по софтам. С такими вакансиями, как казначей, как бухгалтер, ты чаще всего отбираешь по софтам. Ну, хорошо, но есть такая тоже миф или не миф. Вот ты скажи, что айтишники приходят с небольшой короной на голове, чувствуют себя слишком вольготно, ведут себя неподобающим образом. То есть они не работу пришли искать, а пришли как бы выбирать. Самоутвердиться. Выбирать. Айтишник приходит не искать работу, а выбирать из спектра работы. Сейчас уже это нет. Мне кажется, сейчас наконец-таки это плюс-минус поменялось, изменилось. У меня были кейсы, когда человек себя странно вел на собеседовании, но мне кажется, у меня достаточно опыта, чтобы это обойти и как-то про это поговорить. Я не побоюсь сказать человеку, слушай, мне неприятно, не делай так, пожалуйста. У меня нету с этим проблем. Ну, то есть, возможно, когда-то, раньше я бы там испугалась, делала вид, что ничего не происходит. У меня был случай, мне пришел на собес разработчик, классный по техничке, но он сидел прям в кадре, во-первых, развалившись, во-вторых, в майке алкоголички. Очень странно было. У него где-то здесь стояла пепельница, и он сигарету за сигаретой прям мне на собесе прокуривал. Я говорю, слушай, ты сюда прям вот так вот куришь на звонках? Он говорит, да, а что тут такого? Я же у себя дома, не у тебя. Я такая, ну, в принципе, В принципе, логично, но есть же какие-то правила поведения, когда ты там, вот собеседование-то все прекрасно понимают, что на собеседование это недопустимо. А если бы он поинтересовался у тебя изначально, спросил бы, можно я закурю? У меня были такие ребята, которые, можно я закурю? Это была электронная сигарета. Он спросил, я говорю, слушай, ну, давай мы быстренько разберемся, я говорю, я тебя долго мучить не буду, и пойдем. Я не хочу приучать людей, что вот это, ну, мне-то пофиг по большей степени, ну, как человеку. Но я понимаю, что если человек не чувствует границ даже на собеседовании, с Хирали он будет чувствовать эти границы потом со своими коллегами. Тем более... Нет, ну, тут он спросил в нашем потенциальном случае. Ну, здесь он спросил, я ответила. То есть у меня проблем с этим нет. У меня был чувак, который отказывался включать камеру на собеседование. У меня в компании принято на колы заходить вот именно с лицом, все прочее. Мы все-таки на удаленке, да, но все равно хочется видеть, с кем ты говоришь, с кем ты общаешься, хоть какой-то контакт. Ну, я попросил включить камеру. Он отказался. Потом сказал, что... Ну, я немножко его поспрашивала. И в какой-то момент говорю, слушай, а ты... Наверное, будет проблемно, потому что у нас есть какая-то корп-культура внутри. У нас есть договоренность, что мы все ходим на звонки с камерой. Мы хотим видеть друг друга, с кем мы общаемся, с кем мы говорим. А что чувак мне сказал? Мне вас видеть не надо. Я вас и так вижу внутренним взором. Это мой любимый кандидат был. Прекрасный просто. Я такая, ну, в принципе, да. Ну, что я могу еще сказать? Подходит. Да. Ну, бывают разные кейсы. У меня был кейс, когда не на собеседовании, после собеседования случилась странная штука. Я собеседовала чувака, разраба. У нас все было хорошо, весь этот... весь скрининг, все хорошо. Мы его обсудили, поговорили. Единственное, что меня смутило, когда я начала спрашивать про предыдущий опыт, он там замялся, сказал, ну, вот там всех уводили, сократили. Говорю, а как так получилось? Вас там выкупили, уводили, сократили? Это же прям, ну, должна быть причина этому. Или вы не оправдали каких-то ожиданий, либо поменялось какое-то направление в компании. Решили, что эта команда больше не нужна, мы переписываем на другой язык, идите нахер. Он поелзал, поелзал. Я думаю, ладно, я потом поресерчу, поищу, в чем там проблема. Ну, видно, что он не может об этом рассказать, не может позволить себе. Я все, кладем трубку, я иду к своим менеджерам, говорю, ребят, вот такой чувак с нашего похожего продукта. Говорю, ну, там есть такая особенность, говорит, что закрыли, распустили команду. Говорю, вы что-то слышали? И пока мы там ковырялись туда-сюда, видно, чувак осознал, что я, ну, что так или иначе это всплывет. Он мне просто пишет, отметьте, пожалуйста, мое техническое собеседование. А я ему как бы еще ничего не обещала, мы не договаривались. Я говорю, ну, я пишу, блин, а что случилось? Нормально же было, мы же только что с тобой общались, все хорошо. Говорю, что тебя испугало, что напрягло, что не понравилось? Он молчит. Я пишу, говорю, ну, дай, пожалуйста, фидбэк. Ну, мы потратили время друг на друга и так далее. И я, когда печатала, я, короче, сделала печатку, и мне вместо дать фидбэк, жесть, ну, кто-то очень справился. На что чувак мне там начал хамить про то, что сначала русский язык выучит, тыры-пыры, я подумала, о, как здорово, боженька жаловала. Да, прекрасно, все теперь понятно. Я вообще не расстраиваюсь от того, что там бывают неадекватные кандидаты, там грубят, странно отвечают. Класс, мы сразу на старте поняли, что мы не сработаемся. Мы не потратили время, я не потратила ни свое время, ни команды, ни руководителей. Все прекрасно, все замечательно. Классно, что мы, я его не завела в компанию, уже хорошо. Слушай, а насколько вообще это этично рассказывать ситуации с работой? То есть, может, там вот этот чел сейчас нас посмотрит и подумает, ну вот, я был прав, сейчас сидит и рассказывает. Пусть он мне напишет, мы с ним поговорим. Просто есть такое, что ты, когда приходишь на собеседование, ты почему-то думаешь, что все здесь и останется обязательно всегда, навсегда. Слушай, я, во-первых, действительно не называю имен, во-вторых, это часть моего опыта, я им делюсь как вот со стороны рекрутера. Возможно, человек просто что-то там испугался, может, ему не понравилось, нет, сделала выводы вот такие. Если он узнает себя, напишет, пусть мы поговорим. А может, фидбэк услышал и изменит вообще свое мнение. Ну, возможно, не знаю. И пойдет пасеку делать. Слушай, я давно приняла то, что я такой же человек, как и все, и я могу делать очень много разных ошибок и так далее и тому подобное. Просто есть действительно какие-то забавные, странные случаи. У меня был тоже кандидат, который в выходной день мне написал сообщение, я не ответила, и он мне начал трезвонить. Я логична, что я не отвечала, ну, что не хочу на это тратить свой выходной день. И он мне в течение выходных дней прекрасно наяривал каждый день. Ну, согласись, что бывает такое, что HR достаточно неповоротливые относительно всего, что не касается вакансии. Например, когда ты прошел САБЕС, и ты его прошел плохо, но ты все равно хочешь получить фидбэк. И ты проешь этот фидбэк, и тебе этот фидбэк годами шлют. Да, ни один рекрутер не будет тормозить делать оффер из офферного кандидата, тащить, потому что в этом сама суть. И тут вторая сторона. Да, я тоже иногда забываю давать фидбэки, это ок. Я, по крайней мере, себя приняла в этом, и я предупреждаю обычно на первичном скрининге, что у меня есть эта особенность. Я прям проговариваю, у меня есть такая особенность. Я человек, я живая, у меня бывает такое, что у меня выпадают кандидаты из внимания. Ну, потому что по разным причинам. Я прошу, если такое произойдет, пингони меня еще раз, верни меня к себе, я тебе отвечу. Я живой человек, у меня много кандидатов, много задач, не все удерживается. По поводу рекрутера не хотят идти с фидбэком, много разных причин есть. Ну, с одной стороны, я просто сразу закину, чтобы расставить точки над «д». Можно подумать, что, ну, это же не твоя работа, типа, какого фига ты вообще должна этот фидбэк давать? Ты сказала, да, нет. А с другой стороны, ну, как бы по-человечески, чтобы этот человек потом к тебе опять пришел, если вдруг... Это зависит от коммуникации. Раз, во-вторых, кандидат... Ну, вообще во взрослом мире ты не можешь требовать человека то, о чем вы не договорились. Если у меня попросил... Ну, мы в ходе разговора, скрининга, человеком обсуждаем, что я вернусь и дам фидбэк, или он говорит, дай мне, пожалуйста, развернутый фидбэк по итогу, какое решение бы не было. Мы договорились, у нас есть договоренность, если я этого не сделаю, я ее нарушу. Но если мы при этом с тобой не договаривались, то есть мы не говорили о том, что я должна вернуться к тебе с фидбэка, ты сам себе придумал какую-то договоренность, ну, как я могу ее, ну, как бы соблюсти, если я ее не знаю. Ты должна ему хотя бы сказать да или нет, да? Ну, да. Это по умолчанию. Ну, типа да. Я просто встречал таких HR-ов, которые просто собеседуют и уходят на полгода вообще. Это... Я бываю такой иногда. В смысле? Ну, а как? Я сижу тут трясусь, понимаешь ли, уже вторую работу сменил, а вдруг вы мне еще ответите? Вот тут, знаешь, возможно, здесь играет моя профдеформация. Отсутствие ответа тоже ответ. А, окей, окей. Ну, взрослые люди. Если ты стучишься в дверь, там не открывают, там никого нет. Тебя там не ждут. Иди к следующей двери. Совсем недавно был вообще какой-то противоположный кейс очень странный. У меня знакомая проходила собеседование, вроде прошла нормально, и на три месяца HR пропал. Она, естественно, думала, что ей отказали. Мы сказали, типа, да напиши, все равно спроси. Она написала, ее взяли на работу. Потому что, скорее всего, поменялась ситуация, поменялась вакансия, она как раз подошла под новые требования и так далее. Рекрутер никогда не откажет человеку или не забьет на человека, который им нужен. Это наш хлеб. С другой стороны, да, это есть какой-то такой, не знаю, это не хорошо, не плохо, но есть такое восприятие, что рекрутинг это сервис почти такой же, как сервис в магазине либо в салоне красоты. То есть, тебя должны приветствовать, облизывать от начала и до конца. С одной стороны, это верно. Мы лицо компании, мы те, с кем контактируют, то кандидаты, первая точка контакта. Ну и на кандидатском рынке это само собой. Да, репутация нужно сохранять, нужно вот в этом держать какой-то уровень. Но с другой стороны, становиться в позицию беспомощного человека, вот мне не ответили, это тоже плохо. Ну, это я не говорю сейчас про профессию, это про общий подход к жизни. У меня тоже точно так же, я точно так же, как и все, прохожу собеседование время от времени. Точно так же мне не возвращаются с фидбэком. И каждый раз, когда мне вот не возвращаются с фидбэком, я прекрасно понимаю, что меня не выбрали. Я не хочу тратить на это время, я не хочу сидеть, рвать себе волосы на голове с мыслями о том же, боже, боже, мне, ну, да забью я. Я пойду и потрачу эту силу, вот эту энергию свою на то, чтобы найти новую вакансию и там пройти собеседование. А еще один момент, кстати, я говорил про фидбэки. Довольно часто нанимающие менеджера не дают фидбэк технически глубокий. Они просто пишут, не подходят, отказываемся. Нет. Ну, ответьте, что он так написал, это тоже фидбэк, понятное дело. У меня были несколько кейсов, когда мне нужно было требовать от руководителя, прям напиши, пожалуйста, большой нормальный фидбэк полный. Говорю, там кандидат важный. Ну, по крайней мере, мы сейчас не готовы его нанять, но сохраним его. А во-вторых, мы договаривались с ним про фидбэк. А, то есть бывают случаи, когда ты прям идешь на, прям вот этот шаг, чтобы человека сохранить. Потому что, может, не подошел, но чел. Есть еще просто человеческий, я понимаю, что человек очень тревожный, очень нервный, и для него эта обратная связь очень важна. Плюс это могут какие-то репутационные потери в том плане, что человек может просто бегать по рынку и кричать, что все вокруг козлы, а вот эти козлы еще больше. Ну, то есть ему нужно дать все-таки этот фидбэк. А еще, не дай бог, блогера, кого-нибудь нанимаете, а потом ему отказали и понеслось. И не страшно. Пять стримов. Не, не страшно. Не страшно. Ну, блин, это же... Конечно, можно сидеть в белом пальто и говорить, что рекрутеры обязаны круглосуточно отвечать всем кандидатам, фидбэки обязательно давать в развернутом виде, ни в коем случае не приходить на скринник не в той одежде, в очках, либо без очков, там, с расчесанными волосами, не расчесанными волосами и так далее. Мы все живые люди. Цель рекрутера найти подходящего человека. Цель кандидата найти компанию, которая ему подходит. Если в этой компании работает рекрутер, который тебе совсем не откликается, скорее всего, и в компании тебе тоже будет не очень комфортно. Хорошо. Ты упомянула, что камеры выключают люди. Насколько вообще сильно изменился процесс рекрутмента в пору постковидную? Типа, сильно сложнее? Обожаю. Обожаешь? Я обожаю. Да, потому что у меня стало сильно больше времени. У меня получается лучше менеджерить время. То есть у меня на звонок есть четко отведенная графа в календаре. Да, но ты же человека не чувствуешь. Ты же не видишь, как он себя ведет. Что, я вижу? Запах, вот это вот все. Ну, вторичное. А зачем мне запах, если мы все на удаленке? Скажи мне, пожалуйста. Я его нюхать должна. Зачем я нюхать человека на удаленке? То есть нет такого, что в оффлайне ты больше понимаешь о человеке, чем в онлайне? Мне кажется, наоборот уже даже в какой-то степени стало. Я привыкла настолько к удаленке, что я недавно сидела и думала, а если у меня снова будут собеседования оффлайн? Боже, как это ужасно. Это меня, я прям, меня это пугает. Ну, кстати, это случай с чуваком, который курил, сидел, вот навряд ли же он в очном собеседовании так бы себя вел. А потом показалось, что он на самом деле такой. То есть кажется, что в онлайн-собеседовании даже больше люди вскрывают вот таких вещей, которые нежданчики. Нет, я не знаю. Мне кажется, в онлайне ты в большей, я в большей безопасности. Ну, я имею в виду моего внутреннего мира, моих ресурсов и так далее. Я могу в любой момент, если что-то пойдет не так, просто закрыть ноутбук. А, окей. С точки зрения моей психологической безопасности. Да, если мне там вдруг станет страшно, плохо, невозможно и так далее, меня обидели, оскорбили, я не могу это вынести. Я защищена базово, потому что этот человек всего лишь в компьютере. Второй момент, это стало, я стала более продуктивной. Если ты проводишь собесы вживую, это долгая подготовка к тому, что человек придет к тебе в офис. Тебе нужно подумать, как он там, чтобы срача не было в офисе. Ну, за менеджерский, ну, там куча-куча всяких менеджерских историй. Плюс, когда ты живой все это делаешь, это, ну, короче, занимает много времени и очень часто люди забалтываются. Плюс, когда ты работаешь в офисе с коллегами, ты все-таки чаще встаешь за кофечком, чтобы посидеть, поболтать. Когда ты сидишь дома у компа, ты знаешь четко, что у тебя есть вот это расписание, что тебе никто внезапно не подойдет и не задаст вопрос, не отвлечет тебя от работы. Ну, и чарни, это такая история, которая, ну, тебя всегда отвлекают изживую. Если ты сидишь где-то рядом, тебе всегда что-то рассказывают, к тебе как-то взаимодействуют с тобой. А с другой стороны, онлайн дает дофигище пространства, чтобы читерить. Да. Это большая боль или это переоцененно? Типа, там, меньше процента, условно, из всех. Люди боятся, на самом деле, сильно врать на собеседование. Нужно иметь определенный уровень смелости, чтобы пойти на собеседование и не спалиться. Не знаю, мне крайне редко попадаются такие истории, когда я понимаю, что меня там пытаются обмануть, где-то что-то подкрутили и так далее. Не знаю. Я бы не сказала, что это огромная эпидемия. Сейчас не про накрутку речь, мы про накрутку еще поговорим. Сейчас речь про чисто машинальные вещи, которые в оффлайне были невозможны. Например, там, не знаю, кто-то сидит за камерой и там вместо тебя ищет и тебе подсказывает, ты с экрана читаешь. Это вообще на самом деле хорошо очень видно на собесах. Если люди думают, что не видно, как они печатают, сидят вот так вот, то они очень сильно ошибаются. Либо когда им подсказывают и так далее. Есть такая тема, называется задержка в общении. Мы же разговариваем, ну, сначала small talk, про то, что ты делаешь, что ты умеешь, что ты такой и так далее, и ты понимаешь, как разговаривает человек... С каким темпом, да? С каким темпом. У меня был кейс, когда чувак гуглил, и потом он признался, что он действительно гуглил, он просто в какой-то момент он нормально говорил, объяснял, рассказывал, а потом в какой-то момент, ну, да, надо подумать, сейчас подумаю. И он вот эту паузу, пока он гуглил, он заполнял вот этими странными междометиями. И это стало понятно. И это чаще всего понятно, когда человек общается с разной скоростью. Действительно видно, когда человек думает, вспоминает, а не просто смотрит в экран и молчит такой, типа, сейчас подумаю. Это правда жутко выглядит. Правда жутко. Но обычно человек, когда думают, у него там глазки бегают, он там куда-то смотрит, и так далее, и тому подобное. Да более того, на самом деле, чаще всего не страшно сказать, а можно я загуглю? Это тоже ок. У меня был какой-то период, когда была такая позиция довольно странненькая в работе, ну, для меня странненькая. Казначей. Ну, да, мы помним. Вот. И мы на этом собесе разрешали, ну, можешь погуглить, все ок. Все знать невозможно, и это отлично, но если ты прям в моменте можешь показать, как ты оперируешь информацией, как ты вот как-то соединяешь со своим опытом, это тоже ок. Нормальное собеседование сказать, я не знаю, но давайте предположу. Вот как раз таки, если чувак говорит постоянно, я не знаю, я не знаю, я не знаю, это очень плохо. Невозможно все знать. Покажи, как ты мыслишь, покажи, как ты размышляешь. Ты можешь даже в процессе своих размышлений даже неправильно ответить, но твою механику размышлений это тоже показывает тебя как специалиста, и это тоже может подкупить там Тим Лида, потому что ему нравится, как ты размышляешь. Слушай, а ты бы могла пройти HR-фильтр, пройти собеседование на айтишника вот прямо сейчас у какого-нибудь рандомного рекрутера? Да, вряд ли. Это вопрос к тому, что насколько ты вот супер погружена с той стороны, и можешь ли ты этот опыт принять, чтобы... Смотря на какую позицию. Ну, не знаю, там middle, go разработчик. Нет, не прошла бы. Ну, я очень... Ну, это все еще глубже, чем с любой другой человек, но все еще не разработчик. Я думаю, что я бы прошла на какого-нибудь junior product менеджера. Я бы, может быть, прошла на project довольно просто. Я больше по менеджерским. Ну, то есть к тому, что дальше бы, наверное, ты завалилась на технической части, но вот это... Окей, хорошо. Ну, на product и на project, мне кажется, да. Я бы прошла, потому что у меня довольно много было вакансий с этим всем. Я там сильно пыталась погрузиться. Расскажи, что такое offer negotiation, насколько это для вас больно? А, не, нормально. Это же тоже самая история. Ну, мы уже поговорили с тобой про вилки. Это часть, да? Я имею в виду чуть более широкую историю, когда ты прям ждешь, что кандидат там поотвечает всем остальным. Наверняка они вам это еще, может, даже скажут. Ну, я не знаю. У меня обычно... У меня на самом деле очень маленькое количество отказов от офферов, и они обычно воспринимаются очень болезненно. Может быть, потому что я не офферю тех... Не тащу на оффер тех, кого я понимаю, что он не примет оффер. То есть я не проскакиваю на авось. То есть если мне говорит чувак изначально, что я готов за шесть штук, я на четыре тысячи оффер ему делать не буду, просто принципиально. А если тебе чувак говорит, что я готов на четыре, но у меня еще там четыре собеседования за эту неделю, можно мне, пожалуйста, недельку подождать? Так никто не говорит. Но это же прямо в корпоративной культуре фанга есть, я знаю. Нет. Например, фанга. Ну, не знаю. У меня в таких кейсах редко очень бывает. Обычно чувак говорит, берет оффер, говорит, мне нужно подумать. Либо говорит, у меня еще вот идут финальные собеседования, я через недельку дам вам ответ. Это тоже ок. Это ок. Но я, допустим, еще часто спрашиваю, говорю, чего не хватает в оффере, чтобы ты его прямо сейчас принял? Ну, а если... Ну, как чего? Я там уже сказал, что тоже буду проходить. Я же не могу к ним прийти и отказаться. Это просто еще один способ появить, что мешает согласиться. Хорошо. А если этот человек потом приходит в итоге и говорит, слушайте, все классно, но вот там чуть-чуть больше предложили. Это тоже... Это переговоры. Все еще переговоры. Это ок. Но ты же никак не можешь узнать, что там реально предложили. Да, мне без разницы, предложили там или нет. Он приходит ко мне запросом. Для меня данность реальна, что он требует больше. И я могу пойти договориться, спросить, вот смотри, мы готовы этому чуваку делать оффер чуть больше? Нам настолько он интересен? Если мне говорят, да, давай, но мы готовы вот только на 100. Допустим, я хочу... Было 4, я хочу 5. Я иду разговаривать, говорит, блин, алё, 4,5 и вот больше не выжмем. Нету денег на... Ну, не то чтобы денег вообще в компании. Нету выделенных средств на вот этого такого специалиста. Я говорю, окей, я возвращаюсь в чуваку, говорю, смотри, мы, в принципе, готовы чуть больше, но не такая сумма, как ты хотел. 4,5. Ты согласен? Но это же очевидный лайфхак. Ты можешь вообще... Ну, типа... Мне могут вообще сказать, мы не готовы 4 и 4. Я к тому, что ты, как человек, который приходит на собеседование, с такой точки зрения, должен всегда просить подождать, потому что потенциально ты ещё будешь проходить собеседование. Ты можешь даже не приходить, просто через неделю вернуться и сказать больше. Ты не соврал и как бы больше получил. Да нет, всё просто. Для рекрутеров всё намного проще. Пока оффер не принят, и человек не вышел на работу, мы продолжаем поиск. А, то есть ты рискуешь. Потому что кто-то другой может ухватить ту оффер. Никто не рискует. Это просто... Я рискую, как человек, который пришёл, как делает. Потому что меня могут не забрать. Я не понимаю вообще, откуда вот это желание читерить везде, где только можно. Ну, кто-то хочет больше денег, правильно? Ну, он тогда идёт по рынку, собирает офферы. Получает оффер, который ему нравится, он его принимает. А вот эти вот истории... Ой, а могу ли я этим воспользоваться, чтобы больше денежек получить? Нет, да, блядь, мы же все взрослые люди. Приди и скажи, я хочу вот столько-то денег, на меньшее я не согласен. Я могу делать то-то, то-то, то-то. И приходит рекрутер, представитель компании, говорит, мы готовы платить. Вот столько. Нужно делать то-то, то-то, то-то. И мы смотрим, сходимся мы или нет. Ты же не приходишь в магазин, не начинаешь... Слушайте, у меня только 5 тысяч, дайте мне, пожалуйста, вот то классное виски дорогое. Но вы не магазин, у вас нету ценников. У нас не магазин, но мы в начале разговора, когда мы знакомимся с кандидатами, так или иначе, мы обсуждаем зарплаты. Я не могу, не могу позволить себе непрофессиональный, не так построенный процесс, что я не могу принести кандидата без зарплатной вилки на оценку. Оценка не имеет тогда смысла. Когда-то, когда у нас был рынок прям суперпринасыщен вакансиями, называется кандидатский рынок, образовалась такая культура походки по собеседованию у айтишников для того, чтобы не терять скилл. Ты как рекрутер, как к такому относилась бы? К тебе приходит человек и говорит, ну, я не сильно хочу, я просто пришел посмотреть, что по рыночку есть. Ну, если дадите больше, ну, вот, брошусь в работу, приду к вам. Все зависит. Ну, зависит от моей ситуации и так далее. У меня было, опять же, мало таких кейсов. Были наоборот кейсы, когда чувак говорил, что вот у вас, конечно, интереснее проект, но я вот на контракте и не могу уйти. Я все равно общалась с этими ребятами, потому что так или иначе это мой контакт на будущее. То есть у меня бывает даже сейчас с обвеса, когда мы в самом начале скрининга понимаем, что мы не подходим друг к другу по разным причинам. Но я все равно провожу этот скрининг целиком, я их сохраняю, у меня есть информация на будущее. То есть когда в какой-то момент у меня появится вакансия подходящая, я точно уже знаю, что и нужно идти к нему. То же самое с этими ребятами. От меня не убудет, у меня будет контакт, ну, какой-то живой. Ну, вот насчет мотивации только лишь денег меня немножко напрягает. То есть мотивация могут в вопросике возникнуть. Ну, да. На самом деле мне не как-то, по моему опыту, вообще в жизни довольно сложно работать с людьми, которых мотивируют только бабки. Ну, вот это же вульгарная фраза, даже сейчас. Она прозвучала слегка вульгарно. Ты говоришь, только бабки. Я говорю, если только бабки, а если человек... получают деньги, потому что у него семья, если это только деньги, ему при этом без разницы, над чем работать, мне бы не хотелось. При этом он хороший сотрудник, может оказаться. Прекрасно. Я же не говорю, что он плохой сотрудник. Не говорю, мне лично, как человеку, я бы не хотела работать рядом с этим человеком. Как представитель компании, ищу человека, у которого горят глаза. Нет, как представитель компании я ищу ровно тех людей, которых у меня просят найти. Если это сейлс, ну, я ищу, которых жалко не до денег. Значит, тебя просят людей, разработчиков искать, которые не за деньги будут работать. Я просто понимаю, что если человек будет мотивировать только лишь деньги, это будет очень неуютно, некомфортно, потому что рано или поздно, точнее, раньше, чем все остальные, он начнет требовать больше повышения, он будет думать, где бы ему еще получить больше денежек. Есть шанс, что он скоро уйдет. Есть шанс, что с ним будет довольно тяжело договориться на какие-то новые задачи. Есть шанс того, что он не будет вовлекаться и включаться в то, что он делает и в работу команды. Это неплохо, но есть какие-то усложнения с его приходом. Ну, понятно. То есть ты выберешь человека, у которого не только денежная мотивация. Ну, да. В принципе, достаточно логично с точки зрения. Если сравнивать. Да. Там человек, который только хочет денег и человек, который знает себе цену, хочет денег, но при этом ему важно, чем он занимается и как он делает. При этом я понимаю твои слова о том риске, что этот человек, если у него только денежная мотивация, может, увидев другой оффер, пожирнее уйти. Да. Ну, хотя это тоже такая довольно странная штука. Я сейчас в последнее время встречаю ребят, которые говорят, вот я хочу денег, но при этом стабильности и какого-то понятного продукта. Для многих деньги это просто стабильность. Они не гонятся за карьерной лестнице. Не, не, не. Для многих. Есть чуваки, которые реально просто за деньгами бегают. Ну, ты понятно. Мы проехали еще поговорим. А тофера-кофера, а тофера-кофера. Вот здесь у меня человек говорит, мне важна стабильность, вот такой это уровень дохода. Ну, у меня есть ребята, блин, из Абьеса, которые говорили, что мне вот столько-то денег нужно, чтобы моя семья жила комфортно. Мне нужна стабильность. Особенно, когда все переезжают. Да, чтобы я мог планировать свою жизнь. И это классная мотивация, это все хорошо. Но когда чувак... Это же денежная мотивация. Да, денежная, но при этом не только, на самом деле. Она же скрытая. Я хочу стабильности. Я хочу предсказуемости. Давай еще поясню, может быть, чтобы внести контекст, а почему для меня этот вопрос, вот, про то, что деньги — это слабая мотивация, тоже звучит жестко от представителей компании. Потому что представители компании нанимают меня для того, чтобы я зарабатывал деньги этой компании исключительно. Бизнес хочет от меня только для того, чтобы я зарабатывал деньги. Бизнес зарабатывает деньги на меня. Так и ты на бизнесе зарабатываешь денег. Я зарабатываю на бизнесе денег. Так почему от меня хотят, чтобы я был еще с каким-то азартом в глазах? Наверняка, чтобы я делал чуть больше, чтобы вы зарабатывали еще больше денег. Не знаю, смотри, я на это смотрю по-другому. Вы бабки на мне зарабатываете только ради бабок? Так и ты на них зарабатывай бабки, все очень просто. А я когда говорю, что я тоже хочу просто на вас бабок зарабатывать, мне говорят, не, ну чел, ну ты как-то не мотивированный. Есть разные оттенки мотивации, и на самом деле есть такая классная фраза, что ни один бизнес не будет выживать только ради бабок. Должна быть еще какая-то миссия, какая-то цель, иначе оно теряет смысл. Ну, оно не развивается так быстро, ну, людям неинтересно там работать и так далее. Я говорю, что кандидаты только с денежной мотивацией, которую довольно грубо, довольно узко ставили. Вот я хочу только бабки, зарабатывать бабки. Или как любимая фраза, если бы была моя воля, я бы вообще не работал. Я бы заработал бабок и сидел бы, ни хера не делал. Ну, такое себе, да. Нам всем нравится общаться с людьми, которым интересно то, чем они занимаются. Тебе хочется с ними что-то обсудить, ты что-то новое нашел, ты можешь... Блин, ну с сейлзами так не работает. С сейлзами точно так же работает. Нет, типа, если сейлз приходит и говорит, что я хочу бабок, то только потому, что у него процентная ставка, его забирают с руками и ногами, потому что все понимают, у него прямая зависимость. Больше бабок, больше работы делает. Так у них работа другая. Ага, окей. А почему программистам так не сделают? Сделали больше работы, получили больше денег? Почасовая ставка. Ладно, хорошо. Ладно, это я уже к тебе начал докапываться, как владельца бизнеса. На почасовой ставке можно больше зарабатывать. Больше поработал времени, больше получил денюжек. Просто у сейлзов другой мир. У них, извини меня, и оклады совсем другие. Ну да, согласен. Ну вот, да. Взгрустнули оба. Хорошо, слушай, а для тебя является редфлагом, как для рекрутера, то, что человек выбирает вашу работу как вторую, например? Он может об этом не говорить, но у него, например, в LinkedIn указано, что он уже где-то работает. Зависит очень сильно от профессии, от... Ну, разработки, разработки. Очень-очень много от всего. Мы иногда привлекаем... Ну, не было бы там на партайм чуваков, которые уже работают на фрилансе и так далее. Чел приходит на фуллтайм, и при этом ты видишь, что у него там есть партайм какой-нибудь. А может даже фуллтайм. Если партайм, и он об этом говорит, если это не конкуренты в бизнесе, если это не мешает выполнению основной работы, не абсолютно по барабану, как и любой компании, про то, чем он занимается в свободное время. А если это фуллтайм? Это меня не касается. То есть это тоже как бы в свободное время? Если он выполняет, ну... Ну, как бы у него свободного времени за рамками работы еще сколько? 16 часов. Пусть занимается чем хочет. Слушай, есть вопрос именно ко мне как к человеку. Мне по барабану. У меня нету ревности в этом вопросе. А к тебе как к нанимающему специалисту? Зависит от культуры компании. Есть компании, которые прямо в NDA прописывают запрет на любую работу, кроме как вот этого вот. То есть ты работаешь только с этими ребятами. Чем это мотивировано? Тем, что человек может выгореть условно. Есть свои какие-то истории, я не знаю. То есть у меня такого не было. Ну, в смысле, понятно. У нас, допустим, у меня сейчас есть строчка в контракте, что я не работаю с конкурентами. Это вполне себе логично. Логично, да. То есть а все остальное время я могу делать все, что хочу. Хоть консультировать там по поиску работы людей, хоть резюме за деньги писать и так далее, тому подобное. Просто в последнее время началась мода у ребят работать на нескольких работах подряд, и это возводят там где-то даже в абсолют. Я видела такое, да. И у рекрутеров в том числе часто подыграет от того, что люди работают на двух работах, мотивируются тем, что человек якобы не может работать на двух работах одинаково качественно. Не, у меня все очень просто. Если качество не страдает, в обоих случаях договоренности соблюдаются и там, и там, пусть работает. Он же решает, на что тратить. Если человек... А если человек... Сейчас мы уже уйдем немножко в области разработки, отойдем от рекрутинга. Ну, твое личное мнение. Если человек, приходя в команду, может свои 8 часов закрывать за 3 часа, в остальное, в рабочее время он будет заниматься чем угодно, это норм? Или он должен... А у меня вопросы к тому... Это уже этика пошла. Или он должен 5 часов на работу отработать? Это вопрос менеджмента. Почему у вас человек, который должен работать 8 часов, делать свою работу за 3 часа? Ты что-то неправильно запланировал, ты что-то неправильно нарезал, у тебя неправильно... Ну, что-то пошло не так. Ты неправильно спрогнозировал. Ты неправильно нарезал сприт, ты неправильно что-то оценил. Человек, может, просто оказался суперэффективным, на фоне в основной команды он оказался просто вот супер-супер. Тогда этим нужно и заняться. Тогда нужно там PM-у либо темледу обратить на это внимание. И что, и дать еще больше часов работы этому челу? Это уже не твоя профессиональная штука, а не моя? Нет, это все очень понятно, потому что ты... Смотри, тут вопрос того, на что вы договариваетесь, как вы меряете работу человека. Если вы договариваетесь на таски, количество тасок закрытых, количество проектов закрытых, то тут как бы все понятно. Чувак сделал быстрее, это его проблема, он получил свои денежки, дальше отдыхает. Но чаще всего контракты заключаются на рабочее время. Факт. Вот, если ты сделал, если твой разраб сделал работу, которую ты планировал, что он сделает за 8 часов и сидит 3 часа, ну, за 3 часа и сидит все остальное время... Что-то там делает. Что-то там делает, вот. Смотрит на... читает следующую задачу. Если, возможно, не знаю, чем-то занимается, то у меня вопрос тогда к тому, кто нарезал спринт. Ну, если ты... значит, ты неправильно что-то спланировал. Если это первый раз, ну, окей, ты принял во внимание, что вот эти задачи вот этот чел делает быстрее. Так что если в следующем спринте будут такие задачи, и имеет смысл его поставить на этого чувака. Это потенциальный вопрос на тему для тех ребят, которые... ну, есть куча молодых ребят, которые действительно шарят, и они не доводятся за карьерой, за карьерным ростом, за деньгами в том числе. И они приходят на работу, четко знаю, что среди там этой команды они будут задачи быстрее делать. И они сразу же идут на работу, рассчитывая на то, что они здесь будут работать не 8 часов, а там 5, а остальное время будут работать на второй работе. И как бы с точки зрения выполнения задачи, то ок, кажется, будто бы. А с другой стороны, ну, как-то странно. Ты на 8 часов закоммитился, работаешь 5. Ну, я же говорю, вопрос о том, о чем вы договаривались. Если вы договариваете, что человек работает фулл-тайм, то есть 8 часов в день, значит, 8 часов в день он должен работать. Ну, это же договоренность. Если вы с ним договариваете про проектную деятельность, то это совсем другие истории. Если вы с ним договариваете на подчасовку, то тоже другая история. Но здесь вот эти вот истории, ну, блин, это не знаю. Я не могу это оценить, не могу сказать, что это неэтично, потому что вроде бы как аналогично, с одной стороны. Но с другой стороны, договоренность это не соблюдается, потому что нанимался ты на фулл-тайм. Вы говорили про то, что у тебя рабочий день 8 часов, там, или 9 часов, плюс, ну, минус обеду из этих 9. То есть, получается, человек подюзывает менеджмент неправильный. Да. Вернемся к технической части реализации рекрутмента. Ты говорила, что вы ищете людей, да, используете какие-то странные поисковики, не просто Google. Расскажи вот про инструменты, которые вы используете для того, чтобы искать людей. Ой, я из староверов. Я редко использую, блин, Search.exe. Это просто формирование запроса, которое позволяет из всей ленты, там, просто в Google можно забить, есть расширение для Google Chrome и так далее. Куда ты сформируешь определенным образом запрос, и тебе выдают ссылки на странички тех или иных специалистов, которые жестко подходят только по твой запрос. Search.exe. Ну, типа того, да. Это какая-то программа? Нет. Это есть расширение специальное для этого, есть специальные сайты, которые для тебя создают эти, блин, Search, X-Ray и так далее, вот сам запрос. Я этим крайне редко пользуюсь. Я старовер, я довольно легко ищу руками, то есть у меня есть LinkedIn с довольно большой количеством контактов, и плюс-минус я-то могу найти нужного мне специалиста довольно быстрым способом. А какие основные платформы сегодня, чтобы искать русскоязычных ребят на европейской рынке? Ой, это, блин, так тяжко сейчас на самом деле. Ну, в смысле, тут надо ремарочку додать, что ты работаешь в основном с русскоязычными ребятами, да, которые ищут работу по всему миру. Да, тут довольно сложно, потому что ты вроде бы как переехал, ты вроде бы как должен искать работу в других местах, да, не в привычных. Но на самом деле продолжается работать на старых дорожжах, и при этом получается такой небольшой хаос. Я вроде бы как уехал, и я должен искать работу где-то в другом месте. Но я не понимаю где, потому что эти инструменты мне непривычные, и очень много, казалось бы, как будто бы, джоббордов, где это все еще можно по привычке делать на русском. Вот, но все равно это хаос. Что-то взлетает из этих инструментов, что-то не взлетает. Поэтому сейчас очень большой хаос. Хотя, на самом деле, это будет странная вещь. До сих пор работают, работают Удбай, ХХРУ, работают МД и так далее. И там до сих пор люди ищут работу в других странах, ну, русскоязычные, на удаленку. Это был привычный инструмент с одной и со второй стороны. Вот эти стандартные джобборды, которые были всегда в наших СНГшных странах, они до сих пор действуют. Они вообще работают? Они работают прекрасно. У меня в какой-то момент просто поиск работы свелся к тому, что я просто в Линкедине... В Линкедине тоже прекрасно работаю. ...пощу, что я еще работаю. Мне вот написали. Да, вот я тоже, в принципе, пощу вакансии чаще всего через Линкедин. Мне там легче работать. Мой это любимый инструмент. И оттуда тоже ищу. Но я заметила, что да, люди по привычке размещают свои резюме на этих стандартных джоббордах. И рекрутеры по привычке тоже там их ищут. Так, а зачем вообще размещать вакансии, если можно просто пойти по списку контактов, там написать постик? Действительно, люди ходят по вакансиям, откликаются? Да, да. Окей. Более чем. Прям вообще хорошо. Хорошо. Линкедин. Что ты думаешь по поводу нестандартных сетей для поиска сотрудников? Я, блин, ими не пользуюсь, хотя... Ну, вот эти вот приколы с тем, что нашла разработчиков в Тиндере. Я никогда не заходила искать кого-то в Тиндере, и меня дико раздражало. Это больше прикол или это действительно работает? Нет, это работает. Вообще, кандидатов можно искать везде, где ты можешь достучаться до него напрямую. Хоть это, не знаю, Твиттер, Фейсбук, Тиндер, хоть какие-то там, не знаю, форумы старые, древние. Неважно где, главное тебе найти прямой контакт к человеку. Вот, все. Все остальное работает. Но у меня из таких непривычных было недавно, что я в Твиттере нашла человека. Как это было? Просто... Это было очень странно, потому что я не почу там вакансии, ничего, я просто там в какой-то период что-то писала, что-то вела, там, какие-то истории. И парень перешел через Твиттер, ну, как-то вот соотнес Телеграм и мой Твиттер, и понял, у меня как раз была вакансия на СЛЗА. И он, собственно, пришел ко мне вот так. А это вообще нормально мешать своей социальной сети с рабочими вопросами? Ну, у меня все ок с этим. Окей. То есть у меня нету разделения, там, лично мой аккаунт, не лично мой аккаунт. Это моя... Для меня это удобно. Мне впадло переходить из аккаунта в аккаунт. Хорошо. Смотри, а ты когда с кандидатами начинаешь работать, они для тебя интересны только вот до этапа, когда они точно стали сотрудниками, и все, дальше ты его теряешь? Или ты выстраиваешь долгосрочные отношения там? По-разному. От чего это зависит? От многого, в том числе от моего состояния. Потому что, ну, я живой человек, еще раз повторюсь, у меня есть тоже какой-то заряд батареек социальных, которые я могу зарасходовать на те или иные вещи. Есть люди, которым мне легко найти общий язык. Мы как бы там периодически чем-нибудь обмениваемся, там, привет пока, там, как дела, ты вот это сделаешь, это ты видел. Там проще держать какую-то там долгосрочную связь. Я не могу похвастаться тем, что я веду очень много количества, там, коммуникаций ради поддержки на долгом периоде с большим количеством людей. Просто время от времени я с кем-то пересекаюсь. Либо там как-то лайкаю, либо что-то еще, если мне это интересно. Есть кейсы, когда я долго общаюсь с человеком. Ну, это, наверное, какие-то кейсы старой жизни, когда еще в офисе работала. У меня был кейс, когда я полгода охотилась за чуваком. То есть мы хотели его нанять, но его не отпустили, предложили лучшие условия и так далее. Но я с ним осталась на ВКонтакте. Он как раз делал ремонт, я как раз делала ремонт. И мы периодически там спрашивали, как дела, про ремонт. То есть это была какая-то общая тема. И в итоге он, короче, я раньше узнала, чем могла бы, о том, что он открыт новым предложением. И я смогла его сразу забрать. Но с учетом удаленки, с учетом количества кандидатов, с которыми я общаюсь в пределах месяца, держать со всеми связь каждый день, это невозможно просто. А ты ведешь какие-нибудь там списки с людьми, которые вот прям стопудово крутые кандидаты, чтобы потом их вспомнить? Ну, во-первых, крутые кандидаты вспоминаются сами по себе. Ты их просто знаешь. У тебя был с ними мэйч какой-то, ты понял, что это классный спец и так далее. Есть, да, в любой CRM-ке есть такая там шорт-лист, либо какой-то, ну, список, которым... Ну, ты сейчас ведешь по CRM-ку в рамках компании. А я больше, наверное, про твои личные. Ну, не, я... Я делаю плохо, я не веду такой список. Но у меня есть мой LinkedIn, в котором есть все контакты, с которыми я так или иначе пересекалась. Поэтому как-то проще здесь. Скажи, почему никогда мы не слышали, я не слышал как минимум про такое, чтобы рекрутер привязывался к разработчику, например, на протяжении всей его карьеры? Ну, это же удобно, да? Я нашел себе рекрутера, с которым у меня мэйч, и я хороший специалист, и я полностью все делегирую на него. Если я меняю работу, я пишу там, Ален, слушай, я меняю работу, помоги найти. Нет, это личное взаимоотношение, такое может быть. Чтобы тебе не компания даже платила, а я тебе, чтобы платил, чтобы... Такие тоже могут быть случаи. Это, опять же, вопрос договоренности. У меня таких кейсов не было, но есть там друзья-разработчики, которые, если куда-то собираются менять работу, либо в поиске, они обязательно мне об этом говорят. Я могу закинуть его в чат рекрутеров, смотреть классный спец, порекомендовать. То есть это на уровне знакомства, это не на уровне сервиса? Да, это на уровне знакомства. Я почти уверена, что есть такой сервис, когда рекрутерам платят за поиск... Введение. Да, введение под ключ. Я знаю даже таких рекрутеров, по крайней мере, я подписана на некоторые каналы, чтобы следить, иногда интересных кандидатов предлагают. Да, есть специальные... Даже сейчас появился такой сервис у рекрутинговых агентств про поиск работы под ключ. Они тебе помогают переформатировать резюме, подготовиться к собесам, какой-то спич краткий про себя проработать и помогают в поиске вакансии. Бывает ли такое, что рекрутеров хайрят в компанию для того, чтобы они перетащили в том числе базу разработчиков, с которыми они работали? Нет, от базы не имеет... Короче, ценность базы, она сильно не имеет смысла, если она тебе не подходит. И даже самая база кандидатов и контактов есть в том же самом линкедине. Иди, сходи, собери. Ну, в рекрутинге ценность контактов, она обеспечивается только за счет личности рекрутера. Давай теперь поговорим про твою непосредственную роль как head of recruitment. Что это за роль? Чем она отличается от просто найма кандидатов? Какие у тебя спектры обязанностей есть? Ой. Как ты командой руководишь? Ну, если очень кратко, то да, я отвечаю за свою команду рекрутеров. Если так очень лаконично сказать, что это будет звучать, что, грубо говоря, мой руководитель, операционный директор говорит, нам нужно то, он просто назначает цель какую-то, а я уже решаю вместе с командой, как мы это будем делать. То есть, ну, и в том числе я тоже иногда ставлю какие-то цели для себя, для своей команды, и мы двигаемся в этом направлении. Основная задача моя это сделать так, чтобы мой отдел работал, во-первых, сейчас скажу очень бюрократичным языком, согласно регламентам компании, да, чтобы мы соблюдали все, что мы придумали внутри компании, чтобы у нас не было противоречия, чтобы мы эффективно быстро, ну, закрывали вакансии, которые нам нужны, находили нужных специалистов. Ну, и мы занимались, соответственно, правильно анбордили, так, чтобы человеку было легче войти в компанию, и правильно поддерживали их на первых этапах. По сути, я точно так же, как и моя команда, спускаюсь в рекрутинг. Я, в принципе, это не зависит от моей позиции, я всегда руками в рынке. То есть мне нравится так или иначе касаться рекрутинга. Я могу много чего еще другого делать, но мне нравится. Допустим, в пожарные периоды, когда у нас открыто много вакансий, либо вакансий, которые срочно нужно закрыть, от этого страдает бизнес, да, есть какие-то блокеры, то я, в принципе, могу работать в той же нагрузке по вакансиям, как и мои рекрутеры. Ну, тогда у меня операционка отстает. Что я еще делаю? Я работаю с командой, я работаю, слежу за метриками, анализирую метрики. Если у нас где-то что-то ломается в самом процессе поиска, мы это корректируем. Я умер большинства процессов, которые связаны с трудоустройством, с увольнением. То есть если кого-то хотят уволить, то появляется заявка, и она падает на меня. Я обрабатываю ее вместе с руководителем. Если нужно, я помогаю готовить спич по увольнению и так далее. Ну, если нужно, я иду сопровождать это все. Ну, и экзиты мы ведем. Что еще? У нас есть классная такая инициатива внутри компании. Называется «И кажется, я выгораю». У нас любой сотрудник может нажать на эту кнопочку, и дальше подключается моя команда. Ну, либо я, либо кто-то из девчонок, которые непосредственно работали уже с этим человеком. Слушай, это про включение рекрутеров в этот пейплайн? То есть для того, чтобы, например, найти на замену этому человеку другого человека, или это больше про... Удержание. Это сделать так, чтобы... Да, ну, обычно люди выгорают чаще всего... Сотрудника менеджмента такой. Да. Ну, то есть это может любой человек в компании нажать на эту кнопочку, грубо говоря, оставить заявку, что с ним происходит. Это... Короче, люди обычно выгорают, когда они перестают видеть смысл в том, что они делают, и, соответственно, теряют ценность этого всего. А это можно починить. Ну, кто-то из моей команды, либо я... Ну, обычно начинается с меня. Ну, если там человек, который больше знаком с моим рекрутером, я для него новый, неизвестный человек, то, конечно же, я отправлю своего рекрутера, потому что, ну, уже связь есть. Вот. Мы прорабатываем вместе с человеком, что с ним случилось. Если нужно, подключаем руководителя. Если не нужно, мы с ним прорабатываем. У меня были кейсы, когда я в течение месяца, каждую неделю почти как терапевт встречалась с человеком, мы с ним разбирали его вот эти вот ощущения, тараканы и так далее. Вот. Что еще мы делали? У нас, ну, в самом деле, много всяких задач. Сейчас у меня, допустим, период, когда мы с командой бустим наш рекрутинг. То есть мы собрали требования, не требования, а ожидания и пожелания с нанимающих менеджеров компании, провели опрос, получили на выходе какие-то данные, обработали и поняли, что нам не хватает вот того-то, того-то, чтобы соответствовать ожиданиям. Мы все-таки сервисный такой немножко отдел, для других отделов. И мы хотим, ну, быть максимально на классном уровне. У нас сейчас новая таргетная цель. Мы хотим любую вакансию, которая к нам поступает, закрывать за две недели, за 14 дней. Довольно жесткий такой тайминг. И на самом деле у нас это получается. Но проблема в том, что пока у нас получается это делать на жопной тяге. Ну, то есть мы целенаправленно, усиленно фигачим. У меня есть идея о том, что можно это сделать не на жопной тяге, а в стандартном ритмом. Мы сейчас вот как раз меняем некоторые процессы, создаем новые какие-то инструменты для того, чтобы в спокойном режиме взять любую вакансию, ну, и ее закрыть в очень короткие сроки. Моя задача в этом плане распределить задачи, наметить цель, как мы это будем делать, куда мы будем идти, почему нам это нужно. Мне нужно убедиться, что мои рекрутеры в этом плане тоже, ну, им тоже это интересно, их тоже это мотивирует, иначе не получится нормального процесса. Я слежу за тем, чтобы мы, ну, раз мы ставим себе цели по ОКР, то мы должны их выполнять к концу месяца. Я слежу за динамикой. То есть если я понимаю, что где-то нужно, ну, добавить усилие, то я, собственно, об этом говорю. Но моя работа сейчас сильно упрощается за счет того, что у меня в команде все сеньоры, и у нас отличный мэч. Ну, то есть у нас команда из трех рекрутеров, и мы примерно на одном уровне в плане скиллов технических и нетехнических. Но мы еще очень хорошо сочетаемся по своим характерам. Поэтому мне не бывает проблем, по крайней мере, с тем, что я дала задачу, а мой рекрутер забил на нее. А о чем вообще? Не о чем вообще, а кажется, будто бы размер команды рекрутеров зависит сугубо от потока вакансий в компании, да? Сколько в среднем один рекрутер может брать вакансии там на себя в месяц? Вообще много, по моему опыту. Но у нас есть в компании правила, написанные кровью рекрутерской. Мы можем брать не больше пяти вакансий единовременно. Закрыл, берешь следующую. Закрыл, берешь следующую. И так далее. Потому что мы столкнулись с тем, откуда появилось это правило. Потому что рекрутеры, особенно тревоженники, берут все, что лежит. То есть 8-9, отлично погнали. Ну, если это тревоженник. Сейчас у нас в среднем 5. В параллели? Да, 5 в параллели. На одного человека. Хотя, если у нас наступает пожар, то это 2-3. Окей. А если этот поток сильно падает, то идет сокращение отдела? Нет, ну, это же временная история. Ну, допустим, декабрь, январь всегда падает. Мы занимаемся операционкой. Мы проводим one-to-one по всей компании, собираем информацию. Тоже часть нашей работы. Мы, допустим, есть отдел, в него выходит новый руководитель. Через месяц-3 месяца, в зависимости от команды, мы идем спрашивать, как дела. Не у самого руководителя, а у команды. Все ли у него хорошо. Ну, это в зависимости от количества людей в команде, вы можете занимать разное количество времени. Почему вы рекрунете так мало мужчин? Их достаточно. Достаточно? Ну, их хватает, да. У меня я работала с парнями-рекрутерами. Ну, я вот за весь свой опыт, наверное, один раз только парня видел. Их достаточно, но, наверное, есть какой-то гендерный стереотип, что женщины лучше в коммуникациях, лучше поддерживают долгосрочные такие отношения. Им спокойнее, как будто бы, в коммуникации, когда ты поддерживающий элемент. Такой заботящийся. Хотя, мне кажется, это очень глупо, потому что не должно быть привязано к гендеру. Ну, в смысле, девочка-мальчик, без разницы. Мне всегда интереснее скиллы. У меня даже самые любимые мои приколы, это то, что у меня периодически спрашивают, сколько лет кандидат, говорю, я не знаю. Я не смотрю, сколько лет. У меня без разницы. Если человек адекватен, я вижу, ну, в прямой, что он достаточно, не знаю, взрослый и недостаточно пожилой, чтобы выполнять эту работу, мне без разницы, сколько ему лет. И здесь тот же самый принцип. Когда я нанимаю кого-то, ну, мне дают заявку, у меня руководитель пытается сказать, а мне лучше девочка? Я говорю, нет, тебе лучше классного специалиста. Девочка или мальчик, без разницы. Ну, то есть... Ну, статистически же я буду прав, если скажу, что... Девочек больше, да. Девочек больше, да. Но мальчиков тоже достаточно. Я вот сегодня... Ну, это как программирование, я так понимаю, что у нас перекос есть в мужскую сторону, тупо... Есть традиционно, есть такие истории... Устоявшийся уклад, к сожалению. Да, устоявшийся уклад, но при этом я знаю несколько парней-рекрутеров, которые прям классные. Ну, вопросов вообще нет. Хотя я не понимаю, почему в рекрутерах меньше мальчишек, потому что это же тот же самый сейлс. Крамольный вопрос. Я так не считаю, но кто-то задастся вопросом, не считается. ли быть рекрутером зашкварно? Нет. И поэтому там, не знаю, парни, имея какие-то амбиции, не хотят идти? Нет. Нет, есть просто какие-то стереотипные истории. Хотя, ну, у меня есть подозрение, что это больше СНГшная опять история про то, что у нас первые HR и первые рекрутеры, это были девочки из инъязов с английским языком, которые классно выглядели, которые были очень дружелюбные и были способны поддерживать людей в команде. То есть там жестких отборов не было. Возможно, с этим связано, но я в это не верю. Зашкварный, я не понимаю, что тут зашкварного. Это те же самые продажи, это тот же самый сейлс, только у нас рынок другой. И почему я удивляю, что парней мало? Потому что парни с лзы тоже довольно интересная история. Ну, то есть есть какой-то определенный... Вот в сейлзах есть и девочки, и мальчики. Там почему-то... Ну, в сейлзах, видишь, тебе проще объяснить себе, что ты крутой, потому что ты заработал много денег в бизнесу, да? Такие в рекрутинге. Ты там клиента привел. Такие в рекрутинге. То же самое. У тебя часы за 6 тысяч долларов, и ты приводишь все левелов. Слушай, в рекрутинге то же самое. Ты такой крутой, ты нашел таких спецов классных, что они выполняют классную работу. Я, допустим, дико горжусь, у меня до сих пор там 7 лет, или сколько, чуть больше 7 лет в рекрутинге, я до сих пор радуюсь каждому офферу. Я серьезно говорю. Я до сих пор такая, блин, класс, я закрыла, я такая крутая. Я обожаю перебирать свои крутые кейсы. И это не только меня касается. Я знаю рекрутеров. Хороший рекрутер гордится своими офферами. А хороший рекрутер может зарабатывать очень много денег? То есть у вас есть прям звезды, за которыми вы можете гоняться к себе в команду, например? В рекрутере ты имеешь в виду или что? В рекрутере, да. Я сейчас не про разработчиков, а сейчас про команду рекрутера. Я не гоняюсь, но в рекрутере можно нормально зарабатывать. Это, допустим, тот же самый фриланс. Но он не очень стабильный на самом деле. Но, допустим, если я фриланс-рекрутер, меня приглашают помочь закрыть те или иные вакансии. Моя рейд зависит, во-первых, от насколько хорошо я знаю человека, насколько он мне близок. Во-вторых, от рынка. Стандартная оплата. Два плана оплаты, да. Один есть вариант, когда ты забираешь оплату в равную стоимость этого специалиста. То есть если я нашла разраба за 5 тысяч, 5 тысяч я и забираю. Ну, в два этапа. Первый месяц, когда он только вышел, и когда он закончил испыт. Есть другая модель, когда ты получаешь процент от годовой зарплаты этого специалиста. Ты договариваешься, там, по-моему, сейчас средний 12-13 процентов, более пожирнее, там 18 забирают. То есть чел заработал там 100 тысяч долларов, 18 ты забрала, если он проработал в компанию. Да. Ну, не год. Ты просто, он закончил испыт, ты забираешь 18 процентов от его годовой зарплаты. Ух ты. Да. Если у тебя, ну, заточен, настроенные процессы, все заточено, ты, в принципе, можешь нормально зарабатывать. Рекрутинг — это не безденежье. А есть методы на фоне таких вкусных офферов? Почему есть смысл работать на фиксе в компании? Потому что, когда ты работаешь на фрилансе, ты не только закрываешь вакансии, ты еще ищешь заказчика. У любого рынка есть сезонность. И эта сезонность сразу у всех одновременно. То есть, допустим, сейчас идет рынок на подъеме в плане труда, что появляется много вакансий и все прочее. Это продлится до ноября. Что будет делать рекрутер в декабре и в январе? Отдыхать на сейл-шилах, я так понимаю. Если он столько заработал за предыдущий период. То есть, ты являешься и сейлзом, чтобы найти себе заказчика, и исполнителем одновременно. Это не всегда комфортно. То есть, если ты там заболел, ты не можешь работать. Тебя зарплата не идет. Ты не работаешь на фиксе. Это неудобно. Это много ответственности. Это определенный пласт проблем, которых нет при работе по найму. Но и по найму тоже есть какие-то свои проблемы. То есть, и так, и так. То есть, по найму ты не регулируешь плюс-минус свой рабочий день. Ты не можешь забить на недельку, а в следующей неделе резко начать работать. А по найму у тебя конкурентные зарплаты с теми людьми, которых ты ищешь? Сравнимы ли они? Ну, в смысле? В смысле, вопрос простой. Рекрутеры внутри компании зарабатывают зарплаты такие же к айтишнике в этих компаниях? Нет. Больше, меньше? Ну, чаще всего меньше. Ну, разрабленность стоит дороже, чем рекрутеры. Чаще всего. Может, джунны столько же, сколько рекрутеры зарабатывают. Но, да, рекрутеры дешевле. Но особенно сейчас. Сейчас вообще грустненько. Но в целом, я так понимаю, внутри компании можно развиваться там в ходы и дальше и иметь хорошую зарплату, да? Все равно. Есть такая тема, какой-то стереотип, что рекрутерам все-таки меньше платят. Рекрутерам и чарам мы меньше зарабатываем, чем разработчики в целом. Ну, кажется, будто бы все разрабатывают меньше, чем разработчики. Сейчас меня закидают, но кажется, будто бы разработчики вообще зажрались и зарабатывают какие-то баснословно деньги на фоне всех. Там, тестировщиков, дизайнеров среднестатистических. Ну, среднестатистический рекрутер вряд ли будет иметь фикс в пять штук. А разработчики уже имеют столько, да? Ну, сеньоры могут иметь столько. Давно я разработчиком не работал. Может, пора? Хорошо. Там обычный middle recruiter, три штуки тоже вряд ли будет зарабатывать. По крайней мере, в СНГ-шном рынке, ну, либо пост-СНГ-шными ребятами. Ну, компании, которые переехали, но корни из СНГ. А вообще этично у вас считается работать внутри компании и параллельно там вести эффектную деятельность? Зависит от многих факторов. Ну, во-первых, зависит от компании и от того, на кого ты работаешь. То есть можно работать в компании и помогать там найти кого-то, ну, по знакомству, да? Там кто-то пришел мне со старой работы, попросил, Ален, закрой мне вот это. Если это не конкурент, если это не нарушает NDA, я не юзаю то, что я применю, ну, ресурсы компании, то какая разница, чем я занимаюсь в свободное время? А ты можешь не юзать ресурсы компании? Да, конечно, могу не юзать. Ну, знаешь, кажется, типа вот ты нашла там какого-нибудь чувака, он не подошел к вам в компанию, но ты знаешь, что он там подойдет твоим знакомым в компанию. И ты взяла его туда перенаправила. Или так уже нельзя делать? А, это уже нельзя делать. Хорошо. По-хорошему, ты должен сохранять все ресурсы компании, за которые, ну, если ты нашел этого человека, используя ресурсы компании, то это как-то нечестно отдавать его теперь на закрытие других потребностей. Да, понятно. HR-бренд. Ты с этой штукой сталкиваешься? Что это такое? Да, так или иначе, да, сталкиваюсь. Ну, HR-бренд вообще довольно сложная история. Я не могу сказать, что у меня много опыта с этим. Ну, для меня, давай я поясню, для меня это звучит так, будто бы это выстраивание компании в притязательном русле для разработчиков. То есть работать над имиджем компании, чтобы разработчики сами шли на компанию. Не только разработчики. У нас далеко не только разработчиками. Граничивается весь мир. Люди, в принципе. HR-бренд бывает внутренний и внешний. И он должен плюс-минус совпадать. То есть нельзя транслировать вовне то, чего нет внутри. Да и внутри тоже HR-бренд должен сформироваться. То есть какое-то стойкое мнение про то, что происходит в компании. То есть у нас вот такие вот ценности. И тогда их легче транслировать вовне. То есть мне легче продавать мою компанию, создавать какой-то имидж компании, когда я могу рассказать о чем-то классном, что есть внутри. Я как рекрутер работаю с HR-брендом только в русле трансляции того, чего происходит внутри. У меня пока не дошли руки за всю мою карьеру, чтобы прям умышленно, целенаправленно работать над этим. У меня был небольшой период, когда мы только-только начали заниматься этим. Мы провели ресерч довольно интересный, мы собрали облако тегов, то есть каких-то понятийных вещей, которые совпадали в речи у наших руководителей. То есть мы собрали это ценностное поле, мы сформировали EVP из этого всего. Это уникальное предложение для сотрудников. Но потом случилась война, все разрушилось, и у нас не было ресурсов заняться этим дальше. Нам пришлось расстаться со специалистом HR-брендом. Ну и мы, собственно, на этом завершили эту историю. Хотя перспективы были очень интересные. А что делать, если компания зашкварилась? По какому-то из поводов. Например? Не знаю. Так, сейчас я подумаю. Не знаю, директор. СТО компании или акционер что-то ляпнул. Что-то ляпнул такое, что вообще не соответствует компании, но вот среди разработчиков разлетелось. Ну такой себе пример, если честно. Не, ну я могу привести пример, просто этот пример будет касаться тех компаний, с которыми я уже не хочу ни месяца. Чего общего? Тиньков. Олег Тиньков. Хороший мужик, оказался. Но вот в свое время он очень много хайпил. И даже когда-то было там негативно налет. Так это же часть культуры, получается. Это часть культуры, да. Ну так все. Ну то есть, если это часть культуры... А ты такая думаешь, бля, ну пипец, все, люди сейчас, короче, не пойдут. Будут у меня спрашивать постоянно про это, что мне говорить. Идут люди, которым это не подходит. Ага. Окей. Вот и все. То есть, если у тебя есть цель, там действительно по ошибке что-то сделано... А если тебе это не подходит, специалисту? Ну я тогда не работаю. Я не работаю с компанией, с которой мне не совпадают ценности. Мне там очень плохо, и я уже разочек уходила по этой причине с компанией. Ну сейчас, так как ты HR-директор, я так понимаю, ты на ценности эти можешь еще и влиять? Если ты HR-директор, да. Но я не HR-директор. Сейчас. Ну, может быть, может быть. Head of recruitment. Да, у меня определенный мой кусочек, который мне очень нравится, который я люблю. Блин, а почему я сказал HR-директор? Ну вот потому что recruitment и HR у меня в голове все еще... Нет, HR-директор сильно больше нагрузки, сильно больше зоны ответственности. Туда, да, действительно входит и внутренняя коммуникация в компании, и бренды. Получается, это твой линейный руководитель какой-то обычно, или вы не пересекаетесь? Есть разные структуры компании. У меня сейчас такова структура компании, что мой руководитель это операционный директор. То есть у нас нет HR-директора, у нас сразу операционный директор. Окей. Давай еще в конце блока про recruitment поговорим про то, как стать хорошим рекрутером. Вот ты получила два, блин, психологических образования. Насколько эти образования тебе помогают быть специалистом? И в чем? Вот, блин, такая опасная тема, потому что, да, действительно, в рекрутинге очень много людей с психологическим образованием, либо с педагогическим. Тут самая большая опасность разграничать вот эти вот зоны, разграничивать. Потому что все-таки работая HR-ом или рекрутером, ты не можешь быть терапевтом. Есть такой момент, что очень хочется попробовать, и очень часто люди, ну, рекрутеры не замечательно начинают заниматься терапией там, где они должны заниматься работой. Как стать хорошим рекрутером? Боже, у нас так легко зайти в профессию. На самом деле берешь любой курс, где тебе могут объяснить, как работает тот или иной инструмент, что такое воронка найма, какие метрики бывают. Ты, в принципе, готов начинать. Ну, плюс-минус. Ну, то есть это про теоретические знания исключительно? Да, это про теоретические знания. Дальше, ну, как я люблю говорить, рекрутеры работают своей личностью. То есть то, как ты умеешь настраивать контакт с человеком, то, как ты ведешь переговоры. Потому что собеседование — это всегда переговоры. Это беседа, ну, собеседование, да. Мы проверяем, насколько мы мэчимся так или иначе. Дальше это просто скиллы в твоей коммуникации. И второй момент — это то, как развивается твой менеджмент самого процесса, как ты можешь сам себе его облегчить. Ну, тут довольно сложно сказать. Короче, самый лучший способ — это просто пробовать все, что... закрывать любые вакансии, которые тебе попадаются, нарабатывать вот это... как-то правильно сказать там... насмотренность. Нарабатывать. Второй момент — применять все инструменты, пробовать, выбирать те, которые тебе лучше идут. Давай немножко остановимся. Это все хорошо звучит в том случае, если у тебя есть для чего это все делать. В разработке ты, когда отучился на программировании, ты можешь педпроекты свои лупить, там какие-то вещи делать. Ну, можно начать с чего-то другого. И там потом начать работать уже с опытом. А тут кажется, будто, ну, если ты не работаешь в компании, кому ты будешь кого искать? Где ты получишь практически первый опыт? Ты можешь, по крайней мере, пытаться развиваться с точки зрения сорсинга. Как минимум. Начать с того, что вот придумать себе, открыть, не знаю, какой-нибудь LinkedIn, найти там пост с вакансии, собрать оттуда требования, попытаться насосить оттуда людей. Ну, вот найти кого-то, кто может подходить. Просто такие тренировочные истории. Понятное дело, что ты их не будешь нанимать и так далее, но хотя бы в сорсинге ты можешь немножко развиться. Все, что касается коммуникации с кандидатом, с нанимающими менеджерами, ты можешь научиться только в бою. Ну, то есть даже если ты пройдешь курс, в котором тебе будут рассказывать, как правильно снимать бриф и так далее, ты все равно пока не попробуешь это сделать вживую, у тебя будет куча вопросов. А как вообще выглядит собеседование на джуниор-специалист у вас в профессии? Я обожаю джунов. Я прям вообще тащусь. Ну, я их люблю за то, что любой толковый джун – это будущий крутой спец, с которым я могу выстроить отношения. Ну, вот такая немножко шкурный интерес в этом плане. Есть рекрутеры, которые терпеть не могут работать с джунами. У меня есть одна коллега, которая говорит, ну, что с них взять, их еще жизнь не поломала, у них нету вот этой вот боли и отчаяния, с ними не о чем говорить. Но это в какой-то степени правда, потому что джуны чаще всего, особенно замотивированные, они не видят кучу преград. И они очень многого не понимают, что это действительно сложно, и это прям сложно сделать. Они такие, я сейчас сделаю, я возьмусь, и будет все хорошо. Но с джунами ты общаешься на почве того, что он изучал, как он это изучал, что он будет делать. Ну, ты задаешь такие кейсовые интервью проводишь, да, то есть ты… вот у тебя есть ситуация, тебе дали задачу, ты не знаешь, как ее решить. Что ты будешь делать? Расскажи, пожалуйста, вот механику твоего действия. Что ты собираешься? Там обычно, вот, я пойду гуглить. Говорю, хорошо. Ты погуглил, что-то нагуглил, попробовал, оно не получилось. Ты не понимаешь, почему. Что ты будешь делать? Тут там, ну, могут рассказать, что там, я пойду к старшему коллеге, я пойду почитаю, там, не знаю, попробую в своем гидхабе, ну, повторить ошибку и посмотреть, что из этого случится. Пойду, там, попытаюсь найти уже готовые решения и все прочее. Если джун тебе рассказывает классные пути решения, это значит, что он, скорее всего, будет их и применять. Ну, по крайней мере, он о них знает. Если это заканчено просто, ну, я погуглю и спрошу у старшего коллеги, ну, как-то обидненько. Ну, понятно, что техничку в любом случае в какой-то момент у них спросят. Я еще смотрю мотивацию, я смотрю, пытаюсь предугадать, хотя это очень плохое слово предугадать, как-то по триггерам поведения понять, насколько ему важно получить эту работу и насколько он понимает и внутренне готов к тем сложностям, с которыми он столкнется. У меня был период, когда я нанимала джунов-рекрутеров, то есть вообще пустых, голых и ничего не знающих, которые очень хотели в рекрутинг, но мало чего понимали там, ну, базовое представление имели. И как показывает практика, если джуну не сказать, что задача сложная и невыполнима, он прекрасно с ней справляется. Я серьезно тебе говорю, у меня были джуны, которые закрывали вакансии, которые я поднять еле-еле могла, они закрывали довольно быстро. Еще с таким энтузиазмом, не знаю, я всегда говорила, главное джуну не говорить, что задача суперсложная, ее сложно сделать, они не знают этих преград, они каким-то образом прекрасно находят такие решения специфичные, что... А, все в твоей голове просто. Ну да, то есть не ставишь... Если не ставить границы, ну и при этом поддерживать, не просто бросать на какое-то голое поле, ну то есть там давать информацию, давать какую-то... Вот у тебя есть бадди, если что, к бадди обратиться. Когда он чувствует, что он может все, вообще прекрасные ребята. Психологическое, педагогическое образование, это больше плюс или минус для джуна? Ну, я не могу сказать. Или это вообще, ну, типа... В рекрутинге... Да фиг его знает. Понимаешь, просто образование... У многих есть просто образование. Вопрос, как он пользуется этим инструменталом. Я, допустим, у меня... Я почему очень люблю психологию в этом плане? У меня было небольшое обучение в групповом психоанализе, и оно мне дико-дико помогает в работе. Я могу оследить групповую динамику. То есть я могу сказать, что так, вот этот чувак сейчас психанул, вот этот будет следующий, вот этот следующий. То есть я понимаю, что как-то они между собой взаимодействуют, я могу предсказать, зная историю этой команды. Просто знания без применения, без опыта применения, они бесполезны. Но ты же вначале говорила, что у тебя большая часть работы – это считывать человека. Кажется, будто бы понимание психологических каких-то баз, оно должно помогать этому. Оно, да, помогает. Ты можешь хотя бы там, ну, назвать по имени то, что ты видишь. Главное, чтобы это было... Короче, психология – это всё-таки отдельная наука, отдельное направление, специализируются по нём психотерапевты и психологи, у рекрутинга другие задачи. Да, безусловно, ты можешь использовать какие-то скиллы из того мира, но здесь главное... То есть это не профильное знание? Это плюс, но не профиль. Ну, то есть здорово, что они есть, главное, чтобы ты их применял нормально, а не лечил всех вокруг. Смотри, очень редкая, наверное, ситуация, но наверняка бывает. Бывший разработчик становится рекрутером. Я знаю такое. Это прям золотая пуля, это суперкруто, или тут есть подводные камни? Нет, так это... Именно в айтишке. Хорошо, смотри. Ну, типа, чувак просто очень хорошо понимает... Он очень хорошо понимает, он прекрасно будет технической стороны, но он не будет золотой пулей, если он при этом не умеется в коммуникации, в переговоры и в оценку в софт-скиллов. Ну, то есть наличие технических знаний при наличии эмпатии вообще золото. Если одного из этих... Ладно, если у рекрутера нет технических глубоких знаний, это как бы ок. Но если рекрутер не умеет в людей, и он социофобушка, это прям большие проблемы. Хорошо. Давай тогда последнее на теме, как стать рекрутером. Кому бы ты посоветовала стать? Ну, посоветовала. Кто, по твоему мнению, может легче всего и плавнее войти в эту сферу? Человек с какими качествами? Я поняла. Рекрутинг... Вот в рекрутинге я советую тем, кому нравятся... Ну, люди-результатники, достигаторы. Здесь очень... Короче, если тебе не интересует твой результат, если тебе не интересно количество сделанной классной работы, если ты не гонишься за вот этим подкреплением, тебе будет скучно и тяжело. Рекрутеры такие вот гончие. Мы ищем людей по заявке, нам интересно это делать, нам классно, когда у нас принимают оффер. Мы прямо у нас есть... У меня в команде есть прикол, что когда мы офферим кого-то, мы такие, все, ставим свечки. Мы ставим свечки, мы офферим. Сейчас, чтобы это... Чтобы принял оффер. Это такой азарт охоты. Если человек, ну, недвижовый, не мотивируется на достижение, там, больших успехов, не вот этот вот, знаешь, павлинчик немножко, типа, вот я такой крутой, я так все сделал, то будет тяжело. Здесь нужна довольно устойчивая нервная система, потому что людей очень много. Иногда, ну, неизбежно ты сталкиваешься с мудаками. Нужно иметь какую-то там устойчивую нервную систему, чтобы выдерживать это. Большое количество общения. Нужно выдерживать нагрузку общения с людьми, с которыми очень тяжело общаться. Нужна эмпатия, потому что каждому человеку свой подход. Вот есть кандидаты, которые вот с самого начала собеседования, как бы ты ни улыбался, он будет закрытым, пока ты там не подберешь ключик, как с ним правильно разговаривать. Да, опыт раскрывается там вообще прекрасный человек. Просто он сам по себе такой стесняется на первых контактах. Классно в рекрутинге идти, ну, селзовая история. Это все-таки селз. Мы ищем людей, только наше снабжение селзами. Тебе нужно найти сначала объект, а потом грамотно продать ему компанию и компании продать этого кандидата, чтобы у них случился мэч. Но это все сработает только тогда, когда действительно они совпадают по ожиданиям и потребностям. То есть вот ты просто жонглируешь вот этими вещами постоянно. Точно нужно иметь большие социальные батарейки, либо хотя бы способность большую часть дня разговаривать. Это правда очень тяжело, и я чем дальше взрослею, да, расту, я понимаю, что мне становится тяжело. Если раньше я могла там проводить по 9-8 собесов в день, сейчас я в... Ну, и вообще мне норм. Я прям такая в азарте, классик, классная такая. Все, сейчас я понимаю, что в две недели в режиме по 8 собесов, ну, скринингов собесов в день, я просто ложусь на диванчик, вот так вот себя обнимаю и лежу. А что изменилось-то? Ну, наверное, какая-то моя часть энергии потерялась со временем. У меня очень много... Вообще, что изменилось? 24-й год, естественно. Что за последние пару лет изменилось? Ничего, да? Ну, мне кажется, может быть, я израсходовала вот этот твой, свой запас бесконечной энергии, и мне реально по вечерам иногда вообще не хочется разговаривать, ни с кем не видеться. Не знаю, включить музыку, лежать или вот, чтобы меня никто не трогал. Ну, извини, что я тебя сегодня на 4 часа вытянул. Не, ну, сегодня же у меня собесов не было. Ну, как? С другой стороны. Вот, так что, да, нужно действительно выдерживать, потому что... А еще людям... Ну, нужно уметь подстраиваться под человека, то есть это как в продажах. Когда ты продаешь что-то клиенту, тебе нужно увидеть его боль и подстроиться под него. То есть тебе нужно реагировать на выражение лица человека. Ну, тебе нужно постоянно отслеживать, ок, не ок, он тебя слышит, не слышит, ну, как бы вот на это все. Наверное, нервная система, эмпатичность, умение разбираться, ну, или желание разбираться в каких-то сложных вещах хотя бы на таком первичном уровне, погружаться, читать. Наверное, строение мышления такого плана, что тебе... как-то правильно сказать-то, выразить. Ну, вот есть люди, которые сами базово, ему любую информацию скажи, если ему нужно найти ответ, он умеет простроить пути поиска. У него в мозгах прям так, это я туда пойду, это туда, туда, туда. То есть они могут выполнять очень сложные мыслительные какие-то механики. Ну, типа, системное мышление какое-то? Да, системное мышление, и системное мышление на боли такое ригидное, а нужно, наоборот, такое лоббильное. Типа, так, я попробовал это, это не получилось, так, вот туда пойду. Ну, ты за разрядом, пришел тебе, приходит тебе руководитель, говорит, вот гитхаб чувака, нам надо его. А там ни хрена, только там кусочек какого-то приложения, которое совпадает с твоими, и там нет ни контактов, ни имени, ни хрена нет. И, казалось бы, ну что, что я сделаю? Я попробовала погуглить по нику, вдруг он в телеге точно так же подписан и так далее. Но этого недостаточно, правильно, ты же не достиг цели. И у рекрутера должен сработать мозг. Где я еще могу до него добраться? Вот это вот мышление, где я еще могу найти информацию? Когда рекрутеры проверяют богонадежность кандидата, мы что же роем? Ну, если есть какие-то звоночки, мы начинаем рыть все. Мы находим соцсети, мы находим инсту, мы находим все-все на свете. И часто очень люди ж не одинаково называются в разных соцсетях. Ой, это сейчас, конечно, ты... Мы сталкерим. Это этично? Да, вообще... Кто-то скажет, какого хрена вы должны лезть в мою личную жизнь, если я на работу прихожу не личную жизнь, вам показывать профессиональные навыки. Все здорово, это открытые источники. Мы не залазим под кожу, мы идем по открытым источникам. Ну хорошо, ну, блин, сейчас. Я пытаюсь найти пример, который не вызовет шквал негативных комментариев. Если я в свободное время подрабатываю сутенером... Ладно, сутенером это нелегально. Что у нас в Польше разрешено из такого? У меня есть похожий кейс. У меня был собес с чуваком, который очень странно начал шутить сексистские шутки. Прямо в процессе. Не, ну это понятно. Казалось бы, он же работает там... Кем он тогда работал, господи? Не помню кем. Короче, это не сильно... Он работал с людьми вовне, он чисто внутри команды был, все прочее. И у нас что-то началось вопросик. Он вроде бы как... Ну, есть как бы вариант того, что он просто перенервничал, неудачно пошутил. Это же тоже бывает. Но как бы там сильно что-то не то. А потом мы находим... Ну, мы решили пройти, проверить. Нашли... В то времена это ВК еще был. Нашли его страничку ВКонтакте. А там целая прям лента на его странице про то, как с женщинами нужно поступать, какие они твари и все такое. И как бы ты понимаешь, что поставить... Ну, то есть это про то, что в команде потом с этим человеком будут проблемы. Да, потому что в этой команде также есть женщины, во всей компании есть женщины. О, хороший пример. Ватника. Вот мы Ватника наняли, а он... Человек, который кричит всех убить, все отнять. Ну, типа того, да. Это противоречит ценностям компании. Но он же тебе скажет, какая тебе разница? Я пришел к отпрессу. Есть разница. Есть разница. Это ценности. Их нельзя подменить. Ты не можешь их отключить, когда ты приходишь на работу. То есть смотрим четко на ценности компании. Конечно. Если противоречие в публичном поле, то это все конфликт интересов. Неважно, там, лично это или не лично. Вообще, ну, есть какие-то же границы. Вот есть компания людей, да, мы все работаем. Мы плюс-минус сходимся на том, что да, вот это хорошо, это плохо. И мы пытаемся сейчас в эту компанию привести человека, который говорит, не, вы все козлы, все не так, все на самом деле по-другому. И ты такой, типа, ну, блин, ну ок, ладно, мы каждый живем в своем мире, пусть будет так, давай работать. У тебя постоянно возникает эта история. Он постоянно встает и говорит, вы все, вы не правы, все по-другому. И ты с ним сталкиваешься постоянно, постоянно, постоянно. И ты теряешь уже большое количество времени на обсуждение, почему это на самом деле не так. Ты тратишь нервы своих сотрудников. Они же тоже реагируют на это все. И ты теряешь много чего просто из-за того, что ты не учел то, что человек с другими ценностями. Не важно, какими, вообще не важно. Просто они отличаются. Короче, уходите из соцсетей, если не хотите, чтобы осин там нашли все про вас. Не, слушай, все на самом деле, все очень просто. Для кого-то это пугает просто. Это не все понимают, что публичную информацию... Именно для этой компании ты будешь неподходящим. Но ты будешь прекрасно подходить к любую другую компанию. Ну, там же, ты же в конечном итоге, что я люблю говорить, когда люди ищут работу, ты ищешь всего лишь одну работу. И они ищут всего лишь одного специалиста на это место. Тебе нужно найти вот тех самых, которые у тебя совпадают. Если тебе чего-то не нравится в описании компании, что говорит рекрутер, как с тобой привели собес, закрывай дверь иди к следующей. Тебе будет плохо. Не надо, вот насильно мил не будешь. Здесь то же самое. Нам не подходит то, что ты транслируешь. Но я, безусловно, почти уверена, что есть компании и команды, которым будет все равно. Это не будет противоречить настолько остро. Короче, если команде и компании не противоречат твои мировоззрения, которые были найдены публично, то это в целом ок. Ну, и всегда есть же возможность задать вопрос словами через рот. Чувак, а что? Ну, вот мы увидели, это немножко не совпадает. Насколько для тебя это актуально? Это хайп, это не хайп. Давай поговорим на эту тему. Можно залезть немножко в личную зону. Вот у меня недавно пример был. Один из начальников посоветовал одному сотруднику, менеджеру, пойти и с психологом поработать. Потому что ты же менеджер, ты должен разбираться в себе и потом разбираться в своих сотрудниках. С одной стороны, кажется, ну, возможно, ты где-то и прав. А с другой стороны, какого фига ты ко мне лезешь с моими личными вопросами? Типа, я должен к психологу пойти. Я тут вообще-то сижу и... Не, ну, это может быть частно в случае попытки заботы. Это не только про менеджмент, а вообще одно из таких скиллов хорошего менеджера, это он должен иметь саморегуляцию. То есть если я... Ну, я руководитель. Я понимаю, что мое состояние неизбежно влияет на мою команду. У меня есть обязанности держать вот эту вот команду в рабочем состоянии. Если я хреново себе чувствую, у меня проблемы какие-то, я разваливаюсь на ходу, у меня появляется агрессия, я должна этим заняться, иначе я разрушу команду. Это больше не касается только меня. Это касается теперь моей команды. Вот я не знаю, там в обычное время меня что-то спросят, я прекрасно отвечу, а когда я... Ну, я так не делаю, например, там у меня какой-то тяжелый период, я всех нахер посылаю, говорю, все вы уроды, идите, справляйтесь сами. Я разрушу команду. И действительно кто-то из руководств должен сказать мне, алло, алло, у тебя проблемы, тебе нужно к психологу, твое состояние влияет на твою работу, ты должна этим заняться. Ну, короче, человека надо рассматривать как целостную личность, а не профессионал, непрофессионал. Можно подумать, все на работе приходят и отрезают риск, знаешь, садятся за ком, херак, все отрезали от себя человека и сидят вот так вот работают. Не, ну в целом в удаленном формате работы у разработчиков так часто и случается. Иногда даже в некоторых компаниях камеры включать не надо и даже созваниваться. Вы просто там пишите код, и все ваши точки соприкосновения, это вот кодовые полу-реквесты. Тогда ты не влияешь ни на что. Если ты сам не погружаешься, не влияешь. Окей, окей. Хорошо. С рекрутментом мы закончили по большей части. А, нет, еще один вопрос. Я не знаю, насколько он актуальный. У нас в разработке есть такое, что там есть столпотворяющие книги, которые надо прочитать, если ты работаешь в профессии. У вас такое есть? У нас много всяких книг есть. Я не могу сказать, что они столпотворяющие. Я, допустим, в последнее время увлекаюсь книжками по менеджменту. И это не только ради того, чтобы управлять командой, это ради того, чтобы понимать, что происходит. Ну, чтобы понять, кого привести в команду, мне нужно понять, что с ней происходит или как это починить, да? Либо на что обратить внимание, что там что-то не работает. У меня одна из самых любимых книжек, вот я за кадром тебе говорила, про пять пороков команды. Она такая вроде бы мейнстримная, но она довольно прикольная. Она такая в полубилитристике рассказывает про то, как бывает, когда в командах... Команды работают по каким-то странным принципам, да? Антипорокам или порокам и так далее. В рекрутинге книг таких столпотворяющих я бы не назвала. Сейчас меня скидают какашками. Нет, если кто-то знает, вы закидывайте в комментарии вообще изю. Ну, все, что делимся знанием. Ну, есть какие-то такие вещи, да, которые там с менеджментом. Знаешь, мы же ждем чем? Ждем книжку типа «Рекрутмент для чайников», «Рекрутмент для медлов». От А до Я, да. Как стать лучшим в мире рекрутером? Делай раз, делай два, делай три. Вот ты успешный успех. Давай тогда погрузимся в спектр моих вопросов, которые не касаются аспектов работы в профессии, а касаются аспектов работы профессии. Так, правильно. Во-первых, про рыночек. Нельзя не поговорить с тобой, потому что ты с ним непосредственно взаимодействуешь. Тут есть просто сейчас куча когорт разных в аудитории, которым разные вещи будут интересны. Меня как белоруса, естественно, интересует, что изменилось, по твоему мнению, для кандидатов из Беларуси после 20-го года, которые, во-первых, уезжают, а, во-вторых, остаются. Люди, которые в Беларуси... Давай начнем это с тех, кто остается. Насколько я замечаю, по вакансиям, по кандидатам, во-первых, люди, которые остались в Беларуси, они сильно отрублены от всего остального мира. То есть, если ты живешь в Беларуси, ты, как раньше, не мог спокойно работать на удаленке, ну и как-то получать зарплату. За счет того, что Беларусь попала в санкционную зону, расчеты с Беларусью крайне сложные. То есть, есть крипта, безусловно, есть всякие юрлицы, которые находятся в регионе, которые могут рассчитываться, да, с Беларусью напрямую, допустим, тот же, там, не знаю, Кыргызстан, Азербайджан, Армения и так далее. Они все еще могут с вихтом отправлять деньги в нужное место. Но это существенно срезало количество вакансий. Плюс ребята, которые в Беларуси, их чаще всего отсеивают, потому что они находятся в санкционной зоне, просто физически. Что значит санкционная зона, если у нас перед глазами пример ЕПАМа, Андерсона и куча других аутсорсов, которые сейчас прекрасно работают там в Беларуси, в Польше и в Литве. У них наверняка нет проблем. Ну, скорее всего... Я не знаю, насколько этот вопрос можно, типа, обсуждать публично, но кажется, что Беларусь... Ну, скорее всего, есть какая-то особенность в выплате зарплат, в выплате за заказы. Возможно, они просто развели по сторонам заказчиков и часть, которая работает. То есть Беларусь реально в санкционной зоне, там реально проблемы сейчас с оплатами из-за рубежа. Ну, есть вопросы, допустим, то, с чем я сталкивалась, есть эти вопросы с оплатами Я просто понимаю, что с Россией это точно так. И с Россией то же самое. Даже между Россией и Беларусью тоже есть вопросы по расчетам. Ага, окей. Но при этом белорусские карточки же работают в Европе. Да, но при этом есть всякие компании-прослоги, которые позволяют это делать более удобным. Ну, не все юрлицы за границей используют их, допустим, там всякие, не буду называть, чтобы не рекламировать. То есть они принимают платежи на свой счет за пределами стран, ну, и выплачивают внутри стран в нужной валюте. Это облегчает. Но все равно вакансий сильно стало меньше, несмотря на то, что в белорусский рынок зашли всякие там гиганты, типа там, по-моему, Тинькофф, Сбер и так далее. Да, у России. У нас пытались, да, российские гиганты туда зайти. Все равно это не сильно улучшило рынок. Я точно знаю, что это сильно ухудшился рынок для рекрутеров в том плане, что вакансий для рекрутеров стало очень мало. И вилки для рекрутеров стали дико маленькими. Я охренела, когда я искала себя в команду рекрутеров, я общалась. Ну, мне как белорусский хочется своих же, да. Как-то понятный менталитет. Я знаю, что рекрутинг в Беларуси на сильно хорошем уровне. И когда я спрашиваю, ну, я вижу, что у девчонки опыта больше, чем у меня. Там чуть ли не 15 лет в рекрутинге. Я тут такая, по сравнению с ней, писюха. Я говорю, ну, класс, здорово. Сколько, ну, какие у тебя зарплатные ожидания? Говорит, 1500. И у меня все внутри обрывается. Потому что это очень маленькая зарплата для такого классного спеца. Ну, кто-то тебе скажет, что у нас же просто разные уровни жизни. Там в Польше ты тратишь денег это все прекрасно. Даже для Беларуси это слишком мало. Ну, это 4 года назад. 1500. Можно было зарабатывать с опытом в 2-3 года. Так, а с чем? Это связано именно с тем, Связано с маленьким количеством вакансий, насколько я понимаю. Я могу ошибаться. Я что? Нет, это не истина в последней станции. Стало меньше вакансий сильно. И, соответственно, рекрутеры вынуждены занижать свои ожидания по зарплате, чтобы иметь хоть какую-то работу. Я могу ошибаться. Еще раз проговорю, уже в третий раз. Но мне создалось такое впечатление, когда я туда залезла. Субъективно. Мы сейчас субъективно обсуждаем все. Понятное дело, ты не представляешь компанию. Субъективно твое мнение. Ну, я, по крайней мере, довольно часто стала встречать кандидатов, которые находятся в Беларуси, которые ищут работу за границей, которые готовы принимать зарплату в крипте, например. Ну, тут надо сказать, что в Беларуси это пока еще легально, по-моему. Пока еще, да. Но там есть, по-моему, закон, который вынуждает, по-моему, физлица можно торговать криптой только на внутреннем рынке. То есть напрямую заплатить сверлица из Европы в Беларусь и нанять человека? Есть проблема, да. Есть проблема. Ну, ты разово, может быть, можно где-то там найти, как отправить платеж, но на долгосрок это довольно сложная история. Для переехавших за границу тоже есть своя история. То, о чем я говорила раньше, что хаос, непонятно, где искать вакансии, непонятно, ну, нет вот этого привычного общего агрегатора, как раньше было, так, до 20-го года и так далее. Ты ищешь работу, понятно, есть LinkedIn, там все понятно, все как бы, ну, если написана вакансия в Минске, значит, она вот там и есть. Плюс удаленки же тогда особо-то и не было до ковида. У тебя был ха-ха-ру, ну, или работа бай, аналог. Одно и то же. Ну, да, это одно и то же, просто... Разная локализация. У тебя были понятные наборы, там, куфор даже были вакансии, онлайнер были вакансии, был кусочек. На куфоре были вакансии? По-моему, да. Там были объявления, то есть было много разных источников, даже ВКонтакте работал, и Фейсбук работал. То есть было... Ну, плюс-минус все знали, что если ты ищешь работу, ты идешь на работу тут-бай. Размещаешь там резюме, и все будет хорошо, откликаешься и так далее. Когда ты уехал, ты не понимаешь, где тебе нужно оставить резюме, чтобы его увидели. Ты не понимаешь, где искать те самые вакансии, которые могут позволить тебе работать. Особенно, если ты не носитель там... Ну, ты только по-русски говоришь, по-белорусски, например, если мы говорим про белорусов. Там легонечко понимаешь польский, но еще не говоришь. Ну, и английский у тебя где-то на уровне там А2, Б1. Что делать с этим? Ты не можешь только найти работу. То есть у тебя английский технически, которого хватало в Беларуси, но недостаточно для нормального собеседования условно с аналогичным рекрутером. Да, да. И у тебя начинается, ну, паника, потому что ты не понимаешь, где что искать. Поэтому я подозреваю, что все вернулись к обычным инструментам. Ну, и так понятно, и так лежит это все. То есть у всех рекрутеров так рано или поздно сработал мозг про то, что, блин, а резюме, что они-то уехали, а резюме все еще там лежат, я же могу и так их достать, да, если мне нужен человек. Ну, я хотя бы какой-то контакт найду. Там, может быть, телефон он поменял после переезда, но вряд ли он поменял там почту, которая указана. Ну, вот в этом плане. Хотя и Линкидин тоже работает до сих пор, но меня постоянно сейчас компания обвиняет, что я строю маленькую белорусскую мафию. Мы просто кучкуемся, и это, ну, у меня, допустим, это связано с тем, что я довольно долго работала на белорусском рынке. У меня просто собралось какое-то количество моей сети, это белорусы. Понятно. Так или иначе. Ну, и логично, что если я где-то размещаю вакансию, то больше шанс того, что их увидят белорусы. Меня уже постоянно подкалывают, что белорусы из Польши, я такая кандидат. Ну, да. Но я не специальная. То есть я не выискиваю по принципу, там, так, этих я уберу, только белорусов нанимаем. Просто так работает моя воронка. Хорошо. А как ты думаешь, белорусы, в целом не только белорусы, уехавшие за границу люди, столкнулись ли они с тем, что здесь выше требования к кандидатам в компании? Потому что у нас же была такая, раньше у разработчиков была такая легенда, что, возможно, вот там, в Европах все сильно по-другому и сложнее, потому что там у них алгоритмические собеседования, какие-то там базовые знания. А у нас-то что? У нас практик, а с практик пришел, работаешь. Базы какие-то там, алгоритмы. Да кому это надо? Иди и работай, ты вот умеешь практику. А тут фанги, типа, выстроили свою какую-то культуру. А по итогу как оказалось? Я думаю, что не только у белорусов, у всех выходцев из послесоветских стран есть большая проблема. Мы не умеем себя презентовать. Когда берешь резюме человека, который, ну, постсовка, и человека, который прошел школу, не знаю, там, пусть он будет русскоязычный, но он там учился в университетах заграничных, он первое место работы. Допустим, Литва, Эстония, Латвия. Да, у них сильно по-другому строится резюме. Даже само собеседование сильно по-другому звучит. Ну, зависит от того, в какой культуре человек рос и как он привык себя воспринимать. Когда ты берешь резюме нашего человека, там очень много про процессы, но нифига не про достижения. Там очень мало про с делано. Там очень много про делано. Вот я делал то-то, делал это и так далее. Так, блин, ты делал то же самое, что и половина рынка. Какая мне разница? Как я пойму, что ты мне подходишь? Берешь резюме, не знаю, того же самого американца, эстонца, поляка и так далее, там уже сразу идут какие-то цифры. Я сделал вот столько-то, было вот столько-то и так далее. То есть даже, когда ты их собеседуешь, есть такая тема, что они говорят постоянно мы, мы сделали. Это все здорово, ты классный, ты командный, а что ты из этого сделал? Какая часть результата зависит от тебя. Может, ты просто рядом стоял и кружку держал, пока все остальные пахали. Блин, а почему у нас-то работало? Ну, потому что мы все такие. Ну, потому что мы привыкли, что, ну, как же я? Ну, я же вот часть команды, это мы командой сделали. Нет, смотри, ты сейчас говоришь, что, ну, типа, а что ты сделал? Я не понимаю, что ты сделал, да? Типа, расскажи про себя. А почему в Беларуси не вставал такой вопрос? Почему у нас там это было нормой? Там тоже спрашивали, просто это не было так обстряно. Мы просто привыкли, что мы как-то по-другому, ну, друг друга ощущаем. Для нас это было привычно. У нас как? У нас же не принято хвалиться своими достижениями. Ну, мы как... Если бы к тебе пришел на собеси, чувак, ну, во времена 19-го года в Беларуси сказал, да я сделал, написал вот это, вот это... Корон по профиде. Да, у него корона. А здесь, наоборот, это нормально. Говорить про свои достижения, говорить, вот я такой классный, возьмите меня. Я умею делать то-то, то-то, то-то. Более того, я могу это подтвердить с результатами. Здесь это как бы принято. Просто норма культуры. Вот я это умею, а нам этого не хватает. У нас какое-то мышление процессами, а не результатами. Я вот часто вот, я иногда консультирую по резюме людей, как правильно составлять, и это самая большая проблема. Переключить мозг на сделано, на результаты. Это очень тяжело. А какие у меня результаты? Ну, я же просто код писал. И это прям дико пугает, потому что люди мыслят процессами. Видишь, у нас еще есть такой момент. Нам это не закладывали там в университетах, в школах. Да. Я когда общаюсь со знакомыми, которые там в Амазон поступили, пошли работать в какие-то крупные компании, даже не там с европейцами, они говорят, слушай, ну там изи все было. Вот у меня там за 10 лет моего опыта у меня вот есть целый файл, куда я прям планомерно выписываю все свои достижения. И когда я иду в компанию, я просто открываю файл, рассказываю. Я такой, Сюжи, что? У тебя есть файл, какой-то записывай. А так можно было? А так можно было? Серьезно? Ну, я не знаю. Это то, к чему я пытаюсь, когда меня спрашивают, как писать резюме, это то, к чему я пытаюсь привести человека, что это нормально, что даже когда ты пишешь код, ты же не просто пишешь код в стол, он на что-то влияет, он что-то ускоряет, что-то меняет в процессе. Ведь самая большая проблема, что не в моменте, а в том, что за весь период работы человек даже не мыслит этими порядками. То есть я, допустим, как рекрутер, ну, у меня есть какой-то свой заклин, я, допустим, меряю, сколько стоит найм, как я на него влияю. Ну, я хочу потом положить в резюме. У меня есть строчка в резюме, что я там сократила стоимость найма с полторы штуки до пятиста. Я это считал, мне это было дико интересно. Хотя я могла написать, ну, вот я нанимала людей. Наняла пять человек. Ну, что это были за пять людей? Как это повлияло? То же самое и в разработке. У нас, в принципе, люди не интересуются, на что влияет их работа. Ну, видишь, еще один момент тоже, что ты по поводу него думаешь. У нас ребята-разработчики, они меньше обращают внимание на то, что вокруг кода строя, на бизнес вокруг кода, они всегда меньше обращали внимание. А это как раз таки вот, если ты обращаешь на вокруг, что кода строится, тебе легко понять, как твой код повлиял, там, и написать, вот я достиг чего-то. И вместо этого наши ребята часто упарывались в красоту кода, в красоту решений, то есть в абстрактный код внутри кода. И когда на них смотрят из-за рубежа, говорят, вау, нифига себе, чуваки там такое красивое решение сделали. Ну, вот они стопудово супер-хардскилловые. И в итоге получается, что мы вроде как хардскилловые, но по софтскилловым мы немножко кастрированные. Да, есть такая тема, да, что вот в нашем каком-то мире мы такие, мы будем хорошими, и нас и так заметят. Мы просто будем делать хорошо, но этого, как оказалось, недостаточно. Нужно уметь себя презентовать. А вот про хардскиллы, это миф или не миф, как ты думаешь, что мы действительно там... Даже нет, я не хочу говорить, что мы сильнее кого-то в Европе, но вряд ли. Есть другой подход к этому. Другой подход? Ну, сильно другой. У нас как в культуре заведено. Чем быстрее стал ты сеньором, тем лучше. Ты прям рвешь жопу, вот такой влетаешь, джун сразу. Сразу джун со сходу. Даже с стажером не побывший. То есть у нас есть такое понятие. У нас стажеров, в принципе, Беларуси особо не было раньше. Как будто бы нет, да. В европейском рынке все по-другому. Здесь есть стажеры, есть джуны, есть медлы. То есть здесь очень понятное кривое развитие карьеры. Она более долгая. Здесь не надо рвать жопу, ты просто работаешь. Если ты там будешь хвалиться, я думаю, перед каким-то разработчиком из Германии, что ты, я, блин, сидел, херачил, котрина от часов, он скажет, ты идиот. А нахрена ты это делаешь? Потому что мне нравится. Ну, если тебе это нравится... Ну, блин, это... У меня глаза горят. У меня шейчары ищут с горящими глазами. Вот они. Я их поджег, да. Да, держи. Нет, там просто по-другому. Ну, они понимают, что работа – это часть жизни. Это не вся жизнь. У нас как будто бы, знаешь, такая заточка. Если они будут работать, то все, со мной что-то будет не так. Да, блин, я всегда говорю, даже рекрутерам говорю про эту вещь. Говорю, работа – это только одна из твоих ролей. У тебя еще жизнь остальная. Ты же не только там рекрутер, не только разработчик. Ты еще там, не знаю, отец, муж, брат, сват и так далее понеслось. Не надо полностью погружаться в эту историю. По хардскелам, если взять одного и того же разработчика, но дом в том же уровне, там, middle-middle, Европа, постсовок. Есть разница? Какой-то перекос в сторону? В разрабах? Я затрудняюсь. Ну, по фидбеку от людей, которые… По хардам сложно сказать, что где-то ребята более скилловые, где-то нет. Это всегда очень частный случай. Но есть, допустим, стереотипы по поводу уровня разработчиков в тех или иных странах. Я встречала стереотип, что ребята, которые получали свое образование как разработчика в Армении, в Казахстане, в Кыргызстане и так далее, они сильно ниже по уровню, чем те, которые в любых других странах. Я не уверена, что это рабочий стереотип, потому что я терпеть не могу любые обобщения. Ну, типа, ну, сложно сказать, что вот все, кто родился, учился в Казахстане, они хуже по уровню, чем в любой другой стране. Это неправда. Там есть разные разработчики. Все точно нет. Ну, это же статистика. Возможно. Возможно. Я не говорю, что это правда. Насколько я поняла, этот вывод делается на основе того, что количество классных ведущих университетов в этом направлении в стране сильно меньше. Количество методов, на которых можно шире знания и обучаться, сильно меньше. Но и в Беларуси тоже как бы не сильно много. Ну, тут как бы странно. Наши начинают попахивать тем, что вот мы лучше, чем они. Только потому, что мы вот имеем другой разрез глаз и живем вот в другой части мира. Мне кажется, все-таки это стереотипы. Я просто не хочу, чтобы моя позиция звучала, как они лучше, чем мы. Она точно не такая. Но все-таки мне кажется, что уровень именно айтишного комьюнити, образования, он влияет на количество грамотных специалистов в массе. Условно там у тебя, не знаю, в каком-нибудь... Кого взять, чтобы не обидеть? Опасненько. Опасненько. Ну, на 100 разработчиков в Беларуси, окей, выйдем по Беларуси, у тебя там, допустим, 10 классных получилось, которые, говорят, и которые стали там звездами, стартапы запустили. А зачем нам всем звезды? Вот у меня все время... Ну, это мерило. Мерило. Ты берешь 100 разработчиков... А ты знаешь, нет, это хреново мерило. Это статистическое мерило. По статистике. Сейчас я тебе объясню. Это очень хреново мерило про звезд и так далее. Я бы смотрела в среднее количество людей, которые способны хорошо, просто хорошо, не звезда, просто хорошо и качественно выполнять свою работу. Не, ну, если просто хорошо, то они везде все хорошо будут выполнять. Ну, вот про это. Потому что хорошо для тебя одно. Количество звезд, оно ни о чем не говорит. Это случайности. Просто человек родился в этой стране с такими навыками, сложился так... Ну, это очень... Очень большая случайность. Окей, окей. По ней мерить нельзя. Из Средней Азии, там мало кто знает, что у них вообще-то IT-сектор очень сильно развивается. Да. Узбекистан, Казахстан. Вот, Казахстан. Из Кыргызстана я знаю много хороших разработчиков, но там, в принципе, в стране все странно. А вот... В Казахстане началась какая-то такая волна пару лет назад. Там очень много мобильной разработки появилось. И у них банковская сфера, все, что касается платежей, банковских услуг, там довольно хорошо развилось в какой-то момент. Мы сейчас взяли с тобой страны, которые не на слуху, на самом деле. На слуху, наверное, будет пример с Индией. Вот почему-то в Индии классически считается, что среднестатистический индийский разработчик, он будет каким-то, ну, вот, странным. Ну, это какое-то снобство. Тоже снобство? Я думаю, что это снобство. Потому что... Потому что их просто очень много, и среди очень большого количества реально сильно более вероятно наткнуться на некачественных разработчиков. Да? Да? Так ты и выбираешь с учетом каких-то критериев. Нельзя обвинить в том, что вот все индусы плохие разработчики, вот мы набрали. Так это же твоя проблема, тема, что ты набрал не очень качественные... Хорошим специалистом можно стать везде. Это не диктуется инистическими предрасположенностями и особенностями. Так, хорошо. Теперь мы говорили про Беларусь. Есть еще два рынка, которые будут интересны аудитории. Во-первых, с чего начать? И то, и то сложное. Не знаю. Давай, может, с Украины попробуем начать? Как в Украине все поменялось после 22-го года на рынке айтишном? Ой, тут... Так, я успела поработать на рынке айтишном в Украине в 22-м, 23-м году. Там такое ощущение, что сильно все поменялось, как будто бы, и не поменялось одновременно. Во-первых, на удаленку их сильно проще стало нанимать, потому что большинство парней не могут выехать и за границу, потому что закон такой. Но, с другой стороны, компании, которые вне Украины работают и пытаются нанять, хотят нанять ребят, которые в Украине, они сильно рискуют. Особенно в зимнее время, потому что стабильность электроснабжения, общая безопасность. Я точно знаю, что очень многие компании точно не рискуют нанимать руководителей в Украине. То есть украинский рынок стал более рискованным? Как будто бы. Как будто бы. Но я на самом деле не очень поддерживаю это, потому что там есть куча способов нивелировать эти риски. Не знаю. Если ты боишься, что упадет электроэнергия и у твоего там разраба не будет доступа к электроэнергии, он не сможет работать, то, блин, купи ему генератор, если ты так хочешь. Ну, это уже издержки для компании. Как бы шкурно это не звучало. Это не сильно большая стоимость, если тебе нужен именно такой специалист хорошего уровня. Ну, а есть же другие факторы. Есть фактор прилета, например, какой-нибудь ракета, да? Да. Есть фактор случайного забора человека на улице в армию. Да, там много-много разных рисков. И действительно, в этом плане для всего остального мира, если не берем всяких вот этих историй по национальности и все прочее, что Россия, что Украина очень небезопасны. И Беларусь тоже. Потому что в Беларуси законы меняются хоть сегодня, хоть завтра. Херакси и обрубился бизнес. В Беларуси кажется, будто бы это последнее типа лет 20 происходит. Нет, она все еще. Все еще это... Ну, условно, это небезопасно. Ну, типа это привычный режим или нет? Или для бизнесов... Все еще небезопасно. Это непонятно, что с этим происходит. В России то же самое. Страна взяла, начала войну. Это какие-то особенности, да? Ну, да. Украина жила спокойно, к ним ворвались. Тоже особенности. То есть наш регион стал рисковым. Неважно, какое классное количество у нас сотрудников, ну, классных спецов есть внутри страны. Это стало небезопасно. Вот как будто бы весь регион взяли и вырезали с карты. Ну, ты можешь рисковать. И в каждом случае сильно разбирается час. Ну, в частности. Но он прекрасно работает. Вот рынок украинский я вообще обожаю. Там очень много спецов, тем более в моей сфере, в которой я сейчас работаю, affiliate marketing и так далее. Там просто, не знаю, это просто... Ну, я не знаю, как это объяснить, но вот есть как будто бы какая-то такая градация, что ли. Есть страны, в которых вот эти специалисты, они как будто бы на голову выше по компетенции, чем в других. Ну, у них там париматч был, как бы очень большая компания. И вообще куча игроков и в около аффилиатных темах. Ну, вот в Украине просто офигенные спецы. Лучше на голову, чем где-либо. Хорошо. Сейчас я... Не, ну все равно все нанимают так или иначе. Давай тут пока далеко не ушли. Затронем вопрос того, что, понятно, в этих регионах специалистов рискуют нанимать. Насколько маркером стало то, что ты из этого региона, но живешь, например, в Европе? Без разницы. Без разницы. Слушай, на самом деле... Сейчас вопрос про паспортную принадлежность. Белорусы, украинцы, россияне. Вообще без разницы стало. Сейчас объясню. Нам начали... Мы думаем, что к нам относятся только по цвету паспорта. Но на самом деле мы для них любой, как любой другой иммигрант. То есть нет такого, что, например, украинцы пострадали к ним лучше, белорусы и россияне пошли... Это уже закончилось. Это была первая волна какой-то очень бурной реакции. То есть там прям сильно поделился рынок труда на две части, за и против, и так далее. Начало делиться очень сильно. Но чем дольше идет война, тем... Смазывается. Больше смазывается. И тем больше на первый фон выходит не цвет паспорта человека, а его ценности человека и бизнес. Бизнес-потребности. Я знаю команды, в которых работают люди абсолютно противоположных взглядов. Но они об этом, во-первых, не срутся на каждом мете. Они знают друг о друге, что они разных взглядов. Это все ок. Они работают просто вместе. Противоположные взгляды. Я знаю такие команды. И там все окей. Я им не завидую. Они не заходят в эту зону обсуждения и так далее. Слушай, ну это же, кстати, прийти к тому, что мы вот полчаса назад разговаривали. Это есть... Ну, блин, так случилось. Есть команды, которые сильно раньше, чем события произошли. Ну, понимаешь, когда ты работаешь с человеком, что-то произошло... Вот война произошла, резко ничего не поменялось. Ты все так же с ним работал. Мы сейчас говорим про ребят, которые живут не в этих зонах, не в России, в Украине, в Беларуси. Точно так же. Много кто поуезжал, много кто... То есть реально в Европах, в которых мы сейчас живем, есть ребята взглядов, которые... Все еще есть. Да, и нормально живется. Я надеюсь, вы не смотрите этот выпуск. Слушай, в какой-то момент... Людей много, всякое бывает. В какой-то момент провелась очень большая странная какая-то такая черта про то, что вот здесь бизнес, а вот здесь идеалы. И если бизнесу очень надо, то на идеалы можем закрыть глаза. И, возможно, это норм в каком-то мире, а в каком-то нет. Это данность. А рынок сейчас европейский, у него нехватка специалистов или наоборот? Потому что мы видим же, что дофига лоевов. Все поувольнялись там тысячи пачками, и сейчас, типа, должно быть вообще программистов просто сколько угодно. Куры не сливали. Довольно сложно про это судить, потому что дофига лоевов это такая очень субъективная история. Там 2-3 компании сбросило недостаточно... Ну, какой-то излишек сотрудников. Нет, есть статистика. Сотни тысяч сотрудников. Это проценты кратные от общего числа. Слушай, ну здесь я не подскажу, потому что я не сильно слежу за этой штукой. А субъективно твои ощущения? То есть ты не чувствуешь... Субъективно мои, что есть такая... У меня есть подозрение. Есть такая теория, что большие компании, прям совсем гиганты, они собирают все с рынка, все, что талантливое, хорошее, классное и потенциально крутое. Ну, любых сотрудников. Они наращивают, наращивают, наращивают. В какой-то момент они такие, так, проводим ревью. Вот это нам оказалось не очень хорошо. Ну, то есть они проводят какую-то ревизию, сбрасывают все остальное, и вставляют себе сливки. И это тоже ок, это тоже стратегия. Я знаю компании, которые принципиально хантят любой C-level или хеда на рынке, даже если у них нету вакансии, они хантят ее и перевозят туда, куда им нужно. Они создают вакансию под него. Да, понятно. Вот, то есть это тоже стратегия, это тоже ок. Реагировать на это я не сильно как-то реагирую. У меня даже есть идея про то, что очень многие, пару лет назад было, или год назад, или полтора года назад была история, что опять куча-куча-куча увольнений. Помнишь, там закрываются аутсорсы, у больших аутсорсов забирают проекты и так далее, и тому подобное. Это ужас, все это крах айтишки. А потом все резко вспомнили, что раньше вот эти вот заказчики, они платили по, допустим, белорусским меркам за проект. А тут команда переехала в Европу, где все совсем по-другому. И налоги другие, и уровень жизни другой, и, соответственно, стали дороже. И те ребята, которые заказывали, допустим, из Германии так, а мы же, в принципе, столько же платим и своим, так нахер нам, ну, все, мы своих возьмем, никакого этого менталитетного разрыва. Все друг друга понимают, вот они живут в этом же городе. Все стало понятнее. Зачем мне тратить больше денег? Ну, то есть, нам отдавали заказы не потому, что разработчиков не было, потому что мы были дешевле. Ну, при том уровне качества, который нужно было. Поэтому я не знаю, как на это реагировать. Что там на рынке РФ творится? Все, кстати, достаточно хорошо, как оказалось. Хорошо? Ну, скажем так, неплохо. Да, действительно, какие-то компании позакрывались, но там очень нормально госсектор работает. Туда деньги вливаются, госсектор прекрасный и заказывают игры большие, прекрасные, комплементарные. Там банковская система финтек все так же растет, как и росло. Решений для этого куча. То есть, я не могу сказать, что там рынок умер. Он все еще живой. Вакансия до хрена. Разработчики все так же в некоторых моментах крутят носом, говорят, ой, там у меня оффер побольше. Либо говорят, приходят на Собес и говорят, я ниже четырех штук и рассматривать не буду. Вот так. Ну, минусы же должны быть какие-то или минусов никаких не появилось? Под минусами я, например, думал, что... Расчет только в российской валюте, привязка только к российской валюте. Супербольшое государственное влияние. Нет? Да. Большое госвлияние. Потом ты не можешь работать с компаниями, у которых есть принципы по поводу местонахождения. То есть, тебя срезается какой-то часть с ограниченной истории. Хотя есть способы работать с ребятами, которые по каким-то причинам не могут уехать из России, да? Но они нужны как специалисты, ну, допустим, в заграничных компаниях. Там есть куча способов прокладок и так далее. Но все равно сильно рынок срезался. То есть, по внутренним... Не, ну, если смотреться на внутренние зарплаты в России, они сильно ниже того, что у нас предлагается, ну, здесь, допустим, в Польше для иммигрантов и так далее. То есть, вполне себе... Слушай, мне так тяжело эти переводить из валюты в валюту. Ну, допустим... Ну, что там с рублем, наверное, я не знаю, какой там... Ну, я примерно говорю, что, допустим, я могу... Давай в долларах белорусы все поймут. В России можно найти классного девопса, там, с пятью годами опыта, раскачанного, с тем, чем тебе нужно, с обвесом, всем, чего хочешь, с классными софт-скиллами, ну, за 4,5 штуки, за 5. Здесь ты его найдешь, ну, слава богу, что за 8. Ну, с этой точки зрения получается, что для бизнесов резко стало бы выгодно ханить людей в России через прослойки. Да. Это же пипец как неэтично, поскольку это... Ты как компания деньги переводишь на... Понятно, что... В этом плане, да. Но, опять же, там есть куча очень частных случаев с очень частными историями. Понятно, конечно, есть люди, которые в России там нормальных взглядов, не могут выехать по разным причинам. Очень достаточно много людей адекватных, абсолютно адекватных. Очень достаточное количество людей, которые не хотят платить налоги и не платят их всеми возможными путями. Очень много людей, которые выезжали, открывали ИП в той же самой Грузии и так далее, и уже не платят налоги там, где они живут и так далее, и тому подобное. Там есть своя какая-то история, своя какая-то атмосфера, и, наверное, стоило бы тебе кого-нибудь пригласить вот с той стороны, ну, кто попытаться, хотя на какой территории, тут большие вопросы, сложности, потому что там образовался какой-то свой отдельный двуполярный мир. И это очень, блин, заметно. Это прям супер заметно, как им тяжело. Полярность на фоне взгляда, да? Да, по взглядам. Это прям чувствуется. Каких больше, по-твоему? По-твоему ощущению. Я встречаю больше адекватных людей. Прям сильно больше. Хотя, с другой стороны, у меня и выборка очень нерелевантная. Байст, да, понятно. Я вообще, если общаюсь, если я встречаюсь с людьми, это люди довольно, ну, развитые, интеллектуальные, то есть это люди думающие. Ну, то, что обычно говорят про айтишников, да, казалось бы, очень думающие с какими-то определенными ценностями. Хотя мне попадались резюме с чуваков, которые прям хвастались тем, что они там занимаются информационной войной, работали на бот-фермах и так далее. Я умиляюсь таким глупым, конечно. Ну, вот да. То есть, получается, там не все так, все хорошо, все осталось, как раньше. Я могу сказать, что все хорошо. Именно с точки зрения зарплаты и работы. Работы не стало меньше. Они все еще, ну, то есть, такая же ситуация, как и здесь. Мне кажется, что рынок, оно как будто бы на все распространяется, не глядя на то, где это находится. Был период недавно, когда сильно на подъем немного вакансий было, много денег было. Ну, то есть, они хантили людей, там, на X2 и так далее, там, подобное. Но это такие периоды. Я не могу сказать, что там все очень плохо, но не могу сказать, что там прям супер хорошо. Там появились свои особенности, появилась какая-то напряженность. Это точно отражается на том, как ведут себя люди, как они работают. Я не знаю, как это объяснить. Это печально. Ладно, мне, ну, я, ладно, я себе не изменяю. Ну, как по мне, это печально, потому что, если рынок до сих пор в хорошем состоянии, я, безусловно, раз за тех ребят, которые там здравомыслящие, их там немало. Но в таком случае, если ничего не мешает жить, то как бы очень быстро это все может забываться и размазываться. Как везде. Очень легко перевернуть страничку. Как везде. Это наша белорусская фраза. Да. Ну, у нас же тоже, у нас же тоже, мы ожидали очень много чего, но... Окей. Ты говоришь, что он закуклится, да? Мне кажется, да, что он закуклится в какой-то момент. Ну, слушай, когда ты, сначала ты страдаешь от того, что там компании ушли, увели за собой рабочие места и так далее, а потом ты научаешься их создавать. Так и немного же компаний ушло так-то. Россия на аутсорс не то, чтобы сильно раньше работала. Ну, все равно работала. Ну, короче, в какой-то момент, я думаю, что она плюс-минус окуклится, станет такой, каким-то отдельным миром. А, я понял. Об особице, да, получается. Работа в компаниях подсанкционных и в бектеховских, российских, на сегодняшний день являются редфлагом для найма, либо нет? Нет. Я знаю точно, что нет, но вопросы этики для меня редфлаг. Есть же у нас белорусские компании, которые разрабатывали систему распознавания... Синесис. Да. Здорово. Вот, допустим, я туда разработчик, в которой остались там работать, я не очень хочу, потому что, ну, если человек работает в компании и знает, что там что-то совершается неэтично и плохое, то у меня очень большие вопросы. Понятно, что деньги не пахнет, но, блин, душу дьяволу продать, ну, такое себе. Ну, с компаниями белорусскими очень все достаточно... Да неважно, откуда. Если человек работает... Конкретно с компанией Беларуси очень все просто, потому что там есть у нас словно одна компания, которая вот точно делала вот эту систему, и мы знаем, что вот она делала это. А в контексте бигтеха российского, особенно в последнее время, прям очень сложно уличить какие-то компании в конкретных действиях. Там единственное, кому там в ВКонтакте можно это в плечи впихнуть, потому что их-то админка для ментов есть. Я пушила. Посмотрите интервью со знающими людьми, ссылку оставлю. Ну, это... Я утрирую, что есть компании, у которых есть однозначное продалбывание, есть компании, типа у которых были продалбывания, например, Яндекс, который там не освещал вообще все о ленте войну, и было куча вопросов к этому. Они взяли и продали бизнес новостной, и сейчас тебе разработчики, которые ушли работать после 22-го года в Яндекс, говорят, а что ты к нам пристал? А что? Яндекс уже все, вне политики, они продали это все. И типа ребята не обращают внимания на то, что как бы вне политики там может быть ваши технические отделы находятся, но руководство у вас стоит вполне прокремлевское, например, и вполне преследует конкретные цели. Вот тут уже сложнее. Тут сложнее, потому что для того, чтобы это выявлять, ты должен отслеживать это везде. Ну, то есть я как рекрутер должна тогда постоянно следить за всем, что происходит там. Во-первых, мне впадало, во-вторых, есть какая-то адекватная степень информационной нагрузки, которую я могу выдерживать. для меня история с тем, что человек работал с чем-то очень сильно неэтичным, не потому что там тот же самый гэмблинг, да, условно считается местами там неэтичным, а вот именно вот совсем такие чернушные дела, ну, по-человечески чернушные, у меня вопрос, почему ты там остался, чем тебя прелещало, почему ты с этим работал? Такие компании есть? Я не хочу, не прошу, чтобы ты их прям называл, но есть такой список, который прям red flag. Следующая история из сферы, ну, я тогда работала в игровой сфере, был большой скандал, связанный с HR, и мне как раз был момент, когда я искала работу, мне вот пригласили на это собеседование, и я перед собеседованием решила пойти почитать что-то за компанией, я там увидела много таких вот скотских вещей, и я поняла, что нет, я даже на собеседование не готова идти, я не хочу вообще связывать себя, даже за большие деньги, чтобы мое имя стояло рядом вот с этим говном. Ну, я имею в виду не человека, а вот с этими фактами, я не хочу, чтобы это, ну, что вот эта вещь характеризовала так или иначе меня, для кого-то это важно, для меня это важно, я очень не люблю, чтобы меня связывали с чем-то плохим, для кого-то это ок, для кого-то деньги не пахнут, ну, типа, знаешь, какая разница, я же просто код писал, а не там, делал что-то плохое, так что, не знаю, у меня личное отношение, что если я что-то считаю неэтичным, и это совпадает как-то с общими моральными нормами, то, конечно, я не очень хочу с этим сталкиваться. Это тяжелая такая тема, потому что, чтобы, ну, прям отслеживать эти вещи, ты должен постоянно находиться в информационном поле вот прям очень многих-многих вещей, то есть я должна сидеть в российском информационном поле, чтобы понять, там, что-то про Тинков, про Яндекс и Сбер, я должна находиться в общей атишном поле, я должна находиться в поле, там, поиска работы вообще, о чем говорят кандидаты, где они кучкуются, потому что люди, допустим, в том же самом Телеграме, там сильно быстро появляются новые каналы, где кучкуются люди, и сильно быстро умирают, то есть они постоянно куда-то кочуют, и мне нужно за этим следить, мне нужно следить за тем, что происходит внутри компании, и получается ситуация, что я должна выбирать, куда я больше внимания буду опускать. Я пытался для себя вывести формулу, потому как мне понять, работа в каких компаниях, например, для меня было бы... Убийственной? Не убийственной, а редфлагом, чтобы там с человеком коммуницировать профессионально. Я, в принципе, для себя кое-какую формулу вывел, но она прям... Ну она должна быть... Эта история должна быть очень индивидуальной для каждого человека. Ну как индивидуальная? Смотри, давай я тебе попробую эту формулу вывести. Ты же вывел для себя формулу. Я объясню, почему эту формулу сложно объяснить людям из России, а я все еще пытаюсь, заметьте. В России куча технологических компаний айтишных, и, естественно, айтишники, которые остаются в России, их дофига нормальных ребят, остается им где-то работать надо. И вот у меня формула какая? Есть определенный список компаний, которые там непосредственно влияли на пропаганду пророссийскую и влияют до сих пор, которые непосредственно... Это раз, какого-то первая. Сюда четенько у меня относится Яндекс до сегодняшних дней. Они никак не поменяли свое мнение. Плюс там директор Яндекса ушел, отказался. Есть публичная история. Есть вторая когорта компаний, которая конкретно держит в узде народ России. И, например, это ВКонтакте, которые сливают все данные через разные способы про своих пользователей. И есть компании, которые поддерживают финансовый сектор российский. Это компании, которые занимаются банком. Понятно, тут мне скажут, что, ну, а как страна будет жить без банков? Ну, никак не будет жить. Но, к сожалению, эти компании напрямую в том числе влияют на военпром. Вот. То есть, три когорты таких больших компаний я для себя выделил. И когда я про это рассказываю, мне говорят, ну, типа, чувак, а где нам остается работать? Вот нам, сильным инженерам, больше негде работать. Нет, вопрос на самом деле закономерный, и это связано с тем, что люди просто не понимают, что есть еще какие-то варианты. Это связано с, не знаю, с узостью понимания, как работает рынок труда. То есть, действительно, сейчас есть куча возможностей работать все еще из России, но на компании, которые не относятся к России. Либо компании, которые были российскими, уехали, перенесли свои головные офисы в другие страны. Ты все так же будешь работать на русском языке. Да, есть какие-то особенности, риски по поводу получения зарплат, там, тебе нужно будет открыть ИП, либо самозанятость, так далее. Но ты все еще сможешь выбирать. Есть какая-то вот эта вот часть. Я тут подчеркну еще для слушающих, которые могут со мной не согласиться, мне приходится это делать, что я понимаю, что в компаниях, которые я там называю, в них есть люди нормальные, безусловно. Для меня нормальные люди в Сберии, например, это люди, которые работают в Сберии и не боятся внутри Сбера, рассказывают, что в компании, в стране есть проблемы и пытаться там находить кружки по интересам, подпольные. Каких людей я знаю. Я даже не знала об этом. Прямо для меня просто куча респекта для них, потому что они хоть как-то пытаются что-то в компании поменять, и следят за тем, что там происходит. И как бы набирают людей-однодумцев. С другой стороны, остается же дофига компаний российских, которые работают, маленькие стартапы, не знаю, мелкие аутсорсы, которые не выполняют госзаказы, как минимум напрямую, и у которых в верхушке нету прокремлевских правительственных чуваков. Слушай, выбор всегда есть. То есть выбор есть, даже внутри страны. Он есть. Даже внутри страны есть. Возможно, если... Возможно, кому-то придется просто немножко корону подвинуть и пойти работать с девой именитой компанией. Вот я про то же, что выбор всегда-всегда есть. Вопрос только, что тебе нужно от твоего работодателя. Если ты... Кстати, вот среди... Ой, у меня был давно прикол. Я искала... Кого искала? Я искала разраба. Гор-разработчика, и у меня была куча откликов, в том числе и из России, и просто какая-то пандемия там. Каждое резюме разные вариации, ну, в смысле, по очереди, там, в разном порядке. Озон, Сбер, Вайфберис, что там еще было. Вот что-то еще. И, короче, вот эта вот херня, она вот так вот прям... А, типа люди постоянно ходят между этими компаниями. Они прям перетекают. Это прям какая-то дичь. И я так в какой-то момент спросила, говорю, слушай, у меня так много кандидатов, вот примерно такой же список компаний, с которыми они работали, только в другом порядке. Ну, то есть вы были в одних и тех же компаниях, только в разных местах. Оказалось, все очень просто. Эти компании, они дают галочку, типа я работал в классной большой компании, якобы. Они дают зарплаты чуть выше. Ну, и там как раз, знаешь, это прекрасная мечта разработчика о великом фанге. Слушай, ну, Rush-то это все так и работало до 19-м году. Если ты работал в Яндексе, в Азоне еще где-то, сейчас считали. Не было такого. Не знаю, у меня никогда не было. У нас эти разработчиков было типа... А я сразу со старта как-то пренебрегала такими товарищами. Не-не-не, у нас, ну, типа прикольно работал в крупных компаниях российских. У нас было, в Беларуси особенно была вот эта мулька в последнее время. Да, есть суперкрутой фанг, и есть чуть менее крутой, но российский бигтех, который сильно выше, чем все то, что есть у нас. Какая-то, не знаю, дефектная. Не-не, просто у тебя свой пузырь у меня свой пузырь, понятно. Ну да, в моем пузыре все очень просто. Мне важны сами скиллы человека, а не прям уровень компании, в которой он работал. Можно быть прекрасным спецом и работать в рога и копыта. А можно быть вообще абсолютно бездарным, ужасным, токсичным и каким-то образом проскочить в Google. Ну и вылететь оттуда через год. Ну что, самые горячие темы закончили. Давай чуть менее горячие, но я думаю, как раз-таки из-за этой темы и прибегут остальные. В общем, не знаю, знакома ли ты с феноменом накрутки опыта на рынке России? Да, не только. Это во многих местах, но просто особо... Ну, блин, это вполне очевидный шаг, когда ты Джун, и тебе очень хочется работать. Смотри, давай тогда сделаю угодную. Меня уже немножко журили за то, что я затрагивал тему накрутки опыта и называл, как многие считают, основную причину накрутки опыта. Так, кстати, те, кто не в российской повестке, нас смотрели, сейчас вы можете отваливаться, для вас неинтересно будет. Антон Назаров, есть такой парень, это разработчик, который создал сообщество, называется оно «Осознанная меркантильность», где ребята объединяются вокруг темы, вокруг идеи накрутки опыта для того, чтобы пройти HR-фильтры. И, соответственно, это сообщество стрельнуло, оно появилось там еще, по-моему, до полномасштабки, начало набирать обороты, и сейчас, когда рыночек еще на себе скукожился, оно прям конкретно стрельнуло. Сейчас их там тысячи, этих ребят, они ставят волков у себя в никах. О, да, это я видела. Да. Дурашки, палец. И кто-то считает их похожим на секту, в частности, я говорил, что это похоже на секту по ряду признаков. Почему, вы узнаете из одного из следующих интервью. Кто-то считает, что это нормально. В целом, допустим, я поначалу считал, что это жесть, но потом, когда начал так присматриваться, в принципе, я подумал, что это достаточно логично, то, что появилась такая каворта людей, которые накручивают для того, чтобы пробиться через фильм. А мы просто с тобой спорили на эту тему даже. Спорили. Спорили. Вот сейчас хочется этот спор повторить. Давай. Давай так, значит, я не буду защитником накрутчиков, я не буду защитником не накрутчиков, я просто расскажу, как я это со своей стороны вижу. Есть ребята, которые хотят накрутить опыт для того, чтобы пройти фильтр HR. Они это мотивируют тем, что сейчас очень много вакансий, точнее, мало вакансий, много джунов. В основном, это на джуновских уровнях, ну, и на мидловских, тоже сеньорских есть. Но цель в том, чтобы пройти фильтр, это раз. Вторая цель, чтобы поставить больше опыта и получить большую зарплату. Логика в том, что если мы выполняем задачи нормально на более высоком уровне после накрутки, то какая работодателю разница? Мы все равно качественно делаем работу, но зато больше денег получаем. И есть два типа накрутки, как я для себя вывел. Первый тип накрутки, это то, что надо накручивать время, проведенное в компаниях. Условно, джун, у тебя ноль лет опыта, ты взял, вписал туда свои педпроекты и написал, что это был опыт в какой-то компании рога и копыта два года, и вот ты уже джун с двумя годами опыта. Либо ты мидл с тремя годами опыта, ты дописал себе еще три года опыта в той же компании, вот ты уже синьор с шестью. То есть ты накручиваешь только время. Вторая, накрутчики вторые, это ребята, которые пошли дальше, которые, скажем, почувствовали эту силу накрутки и решили накручивать не только количество опыта, но и качество опыта. Докидывать технологии, докидывать языки, ну, короче, фейчить свое резюме уже по полной, да, то есть докидывать даже те знания, в которых они не разбираются. Вот в моей парадигме накрутка, она сейчас поделилась на две таких когорты. Первая, как по мне, и та, и та неэтичная, первая, как по мне, ок, многие так делали, я уверен, кто-то про это просто не говорил, и я так не делал, но я знаю много своих знакомых, которые так делали, я к этому нормально отношусь. Единственное, меня в этом всем смущает, вторая когорта, понятно, меня в принципе смущает, вы там влете, вы там, да, это прям, ну, это прям откровенно. Вранье. Вранье, плюс ты не будешь работу свою выполнять. В первой когорте меня что смущает? Во-первых, я, я, конечно же, не люблю, когда люди врут, но в целом, как бы, если ты работу выполняешь, и я не знаю, что ты собрал. Ни пойман, ни вор? Типа того. Но смущает то, что это стало достоянием общественности. Типа, ребята начинают это выворачивать в ту сторону, что... Хвастаться. Хвастаться. Это была табуированная тема, а теперь все говорят, ну, утрированно это приходит к тому, что если ты не накрутил, то ты какой-то лох. Ну, типа, ты не умеешь себя продать. Ну, как это ты не накрутил? Нет, есть же сильная разница между умением себя продать самопрезентацию с обманом. Вот как ты к этому относишься? Мы с тобой когда спорили, я помню, ты на обман очень давила. Да, это правда, это как раз про ценности компании. Есть прикольный пример к этому. Если ты начал встречаться с девушкой, она тебя обманула, об этом ты узнал чуть-чуть позже. Это явно... Слава Комиссаренко. Это явно повлияет на твои взаимоотношения. Уже как-то не сильно хочется доверять, да? Ну, я имею в виду глобальный. Это же глобальный обман. Смотри, я на той перспективе. Если ты узнал об этом через месяц-два, когда у вас еще не завязалось, то да. А если ты узнал об этом, когда у вас уже три ребенка... Мне очень жаль. То может быть это... Ну, а все было нормально. То может это не так важно? Все-таки нет. Тут есть особенности. Смотри, тут на самом деле три разных кейса. Ты проговорил. Первый кейс, это когда Джун пытается получить работу, указывает свои пэт-проекты и приписывает их к какой-то рога и копыта. На самом деле, это ок практика, когда Джун, если ему нечего положить в резюме из опыта, ну, нет компании, с которой он работал, но он вот классное делал пэт-проекты. Есть действительно такая классная практика расписывать в резюме вместо места работы пэт-проект. Туда помещать название какое-то, придумывать пэт-проекту, что там было сделано, стейк-технологии, ссылочка. И при этом это выглядит как коммерческий опыт. Это выглядит как опыт. Ну, он это подает как коммерческий опыт, да? Не как коммерческий, просто подает как опыт. Ну, как опыт, да. Окей. Это ок. Это один из единственных шансов Джуна показать, на каком он уровне находится. Вот, да. То есть при этом, когда он приходит на собеседование, на скринейке всего выбирают, у него спрашивают, ну, безусловно, у него будет спрашивать. Он, ну, тут знаешь, какая вещь. Резюме должно подчеркивать твои лучшие стороны и чуть-чуть прикрывать нехорошие стороны, да, какие-то. Но на самом собеседовании, на самом скрининге врать нельзя, потому что это рано или поздно вскроется. Это всегда вскрывается. Есть традиция такая в рекрутинге собирать рекомендации. И почему-то все думают, что мы собираем рекомендации только по тем контактам, которые дает нам сам кандидат. Мы спрашиваем не только по тем контактам, которые дает кандидат. Плюс есть какие-то триггеры в поведении, в которые мы можем засечь, что человек не совсем честен. Подожди, вы реально собираете фидбэки? Да. Просто вот за условных 12 лет моего опыта я не раз давал контактные лица рекрутерам, только один раз мне мой старый директор действительно сказал, что ему звонили. То есть я к тому, что кажется, будто бы эта культура, она не везде. Она может быть не везде, но, допустим, в моей команде мы собираем фидбэки. Причем и по тем контактам, которые дает человек, и еще сами смотрим, потому что мы же не дураки, мы же понимаем, что там под контакт можно дать телефон маме, и мама расхвалит тебе какой-то классный разработчик. А еще он кушает хорошо, да? Вот эти вот вещи. Это одна история. Чуваки, которые накручивают дополнительный опыт в компании, да, медлы, которые там три года проработали, накрутили еще два просто так, типа пять лет в компании для работы. У меня был кейс, когда я купилась на такую историю, у меня проходил сабьес-рекрутер, и он прошел этот сабьес. Мы начали... Это была моя ошибка, но у меня в команде были очень... Ну, короче, рекрутеры, которые тащатся от своей работы. Что делают рекрутеры, когда приходит новый рекрутер? Они идут чекать, какой опыт есть у этого чувака, ну и так сверка. И в этом процессе сверки получилась такая история, что одному из моих рекрутеров он помогал мне искать рекрутера, и к нему откликнулась девочка, и он увидел, что у них пересекаются места работы. И он пытается ей отказать, говорит, тыры-пыры, мы уже наняли чувака, кстати, твоего коллегу. Она говорит, какого коллегу? И тут скрывается, что чувак в резюме указал, что он там работал то ли год, то ли два, а на самом деле там испыт не закончил. И это все вскрылось. Для меня стресс, потому что, во-первых, я почувствовала себя обманутой, как минимум, мне это неприятно, и мне нужно это признать. А второй момент, мне нужно как-то теперь что-то с этим делать, с этой информацией. Я не могу на нее закрыть глаза. Почему не можешь закрыть глаза? Потому что уже коллеги узнали, и это будет как-то нечестно по отношению к нему. Нет, это нечестно по отношению ко мне. Я не хочу работать с человеком, который врет меня с самых первых минут. Я не хочу работать. Это не про твое личное, это про твое коллегиальное. Это мое... В смысле, про атмосферу в команде? Это атмосфера в команде, это про меня тоже, это про культуру в компании, это про качество взаимодействия. Ну, то есть конкретно ты не приемлешь людей, которые врут в своей команде, и вот вы не сошлись, получается, да? Не только в команде. Я вообще не люблю людей, которые мне врут. Все же врут. Есть неосознанная ложь, есть прям очень целенаправленная. Вряд ли он неосознанно накинул себе два года опыта, когда там было три месяца, правильно? Ну, это я. Ну, это понятно, это осознанно. Дальше у меня случился с ним разговор, я говорю, слушай, у меня есть такая тема, что вот такая история. Говорю, ты объясни мне, пожалуйста, как так произошло? Он попытался мне соврать. Я говорю, я даю тебе еще один шанс честно мне рассказать. Говорю, давай через... Ну, у тебя есть полчаса, посиди, подумай. У меня как раз был звонок. Я говорю, я не могу отменить звонок, у меня важное собеседование, давай вернемся через полчаса. И вот через полчаса он только еле-еле душа в теле и признался, что он соврал. Если бы он мне сразу... По крайней мере, явно у него было больше шансов остаться в команде, если бы он сразу проговорил мне, что, слушай, ну да, я соврал, потому что долго не мог найти работу, например, по какой-то там причине. Но он пытался до последнего меня обмануть. Понятно. Это очень неприятно. И я не могу доверять ему человеку в команде. Тут я с тобой полностью согласен. А вот представь, теперь мы берем чувака, который накрутил опыт. Окей, хер с ним. Он прошел меня, прошел техническое. И в какой-то момент это вскрывается. Понимаешь, просто вот в этих всех рассуждениях они очень однобокие и очень без учета человеческого взаимодействия, каких-то правил взаимодействия между людьми и так далее. Но с обратной стороны я могу тебе сказать предположение такое. Допустим, говорит человек, вот я накрутил, я же все равно могу выполнять эту работу, правильно? Но я же прошел, я же могу выполнять. Но я же тебе тоже могу платить. Немножко не так, как мы с тобой договаривались. Но я же все равно буду тебе платить. Тебе это зачем? Нет, я про то, что про равность договоренности. Я за win-win. Я хочу, чтобы было хорошо и тем, и тем. Чтобы не одна из старых... Чувак накрутил, чтобы пройти первый из нескольких фильтров для того, чтобы попасть в компанию. Он накрутил не для того, чтобы... Так. Два случая. Еще раз напоминаю. Тех, кто накручивает просто безбожно технологии, которых не шарит, мы сразу отметаем. Кажется, мы тут с тобой солидарно, что это... Говной вариант. Так не надо делать. Вот те чуваки, которые докручивают опыт. Во-первых, давай сначала вернемся к случаю с Джуном, с педпроектами. Ведь если Джун пишет педпроекты в свой опыт, то, скорее всего, он его пишет не как там, я делал педпроект, а он его записывает как-то так, будто бы это была его работа. Ну да, так вот. Коммерческая работа. Не, подожди. Он проделал эту работу, он это сделал. Разбираться в коммерческой, некоммерческой, что это был за проект и так далее, с ним будут на скрининге. Он просто повышает свой шанс того, что рекрутер обратит внимание на него. То есть, если ты просто записал педпроекты, то это ок. Ты засчитал это за опыт. Если ты записал педпроекты и написал, например, что ты эти педпроекты делал в рамках фриланса, хотя по факту нет, то это уже обранье. Ну, вообще, да, да. Я бы это... Почему я спрашиваю? Потому что ребята, многие, дописывают джуны, дописывают себе опыт именно коммерческий. Есть вот эта мулька, что в компаниях не берут людей без коммерческого опыта. Ты можешь хоть 10 лет делать педпроекты, но если у тебя нету там одного года коммерческой разработки какой-то компании, если у тебя нету публичного пруфа от какой-то компании, что ты годен, то ты просто не проходишь. Слушай, я в последнее время так редко с такими кейсами встречаюсь, поэтому мне, наверное, как-то сложно с этим оперировать. То есть для тебя, получается, опыт педпроектов и коммерческий уже, но он идентичный, ты как бы рассматриваешь. Нет, подожди, я сейчас пытаюсь как-то это устаканить в голове, но, допустим, дяджу нам действительно говорю примерно то же самое, но я не говорю предоставлять это как коммерческий опыт. Я прошу, ну, предлагаю им в LinkedIn описать там, где опыт, выписать свои педпроекты и описать, что там было сделано с ссылкой. На что... Ну, почему я к этому нормально отношусь, потому что я, блядь, глаза имею, я могу прочитать LinkedIn и могу понять, где здесь, ну, где эта коммерческая организация, где так далее. Плюс по резюме, где ты видишь маленькие вот эти вот проектики, ты же примерно понимаешь, что происходит. Это раз. Во-вторых, пока человек мне не ответил на мои вопросы, я не могу его обвинять во лжи. Смотри, я сейчас попытаюсь переформулировать, чтобы все-таки добить. У тебя, твоего начальника, есть, например, заказ набрать джунов, да, и он говорит, что там джуны должны быть от двух лет опыта. Наверное, что-то такие выставляют. Нет? Ладно, медлов, медлов. Медлы, да, ладно, медлов. Заказчики тебе выставляют уже количество опыта? Нет, в годах нет. В годах не выставляют? Нет. Я перестала работать по годам. Хорошо, а если бы выставляли? Это не имеет смысла, потому что это никак не говорит о квалификации человека. Мне выставляют требования по умениям и так далее. Ты какой-то суперхороший HR, если ты не обращаешь внимание на количество лет. Но в вакансиях все равно пишется, что нужен коммерческий опыт на медла от четырех лет. Вот коммерческий опыт. Ну, допустим, у меня была сейчас вакансия, ну, опять же, та же самая Кора, Гошник разраб. У меня был опыт управления командой от одного года, опыт разработки, там, примерно пять лет, ну, там, типа, около пяти лет. Вот, ты же написала. Около пяти лет. Так это примерно, чтобы люди могли понять, Смотри, хорошо. Хорошо, подожди, придет ко мне сейчас такой Джун с один год опыта. Нет, не Джун. Например, я говорю, один год опыта, и он скажет, все, я подхожу. Другую когорту мы сейчас смотрим. Ну, подожди, но при этом, при этом, я прекрасно смотрю, у меня были отклики ребят, которые там с тремя годами и с четырьмя годами и так далее. Я их не отсеивала. Это просто мой ориентир, что это должен быть опытный чувак с хорошей технической насмотренностью, с большим опытом соприкосновения с разными технологиями. Здесь базово понятно, но у меня и у вакансии была уровня сеньора. Ну, класс, это просто у тебя такой подход, что ты на вакансию пятилетней... Почему вы думаете, что все рекрутеры смотрят прямо на эти года? Это нам чаще заказчики... Они рекрутеры смотрят. Смотрят системы автоматического отсеивания резюме. Господи, нет, нет автоматической системы отсеивания резюме. Если, ну, блин, она работает, извините, пожалуйста, ублюдски. Может быть, я живу в каком-то другом мире, и я не верю в эти системы отсеивания, потому что сильно часто встречала свои практики, когда люди обладали скиллами не на свое количество лет. Потому что, как оказалось, количество лет в той или иной профессии невозможно измерить действительно компетенции человека. Потому что есть компания, в котором, не знаю, разработчик сидел три года и делал нифига, потому что там была такая возможность, либо делал какие-то очень узкие задачи. А есть конторы, в которых было крайне маленькое количество разработчиков, и этот разработчик делал все, что только можно. То есть это будут те же самые три года по факту, но качество этих трех лет будет сильно разное. Поэтому опираться на количество лет опыта, ну, такое себе. Можно в прикидку там намерить, что, типа, было бы здорово, если опыт бы, там, вот пяти лет плюс-минус мы рассматриваем, но при этом, если ко мне придет человек с четырехлетним, с трехлетним опытом, ну, я вижу, что продукт был похожий, как у меня, да. Допустим, я искала чуваку с опытом в хайлоуде, я смотрела, какой именно хайлоуд у них был, да, там, для кого-то RPS в 100 тысяч это хайлоуд, а для нас это уже лям. Ну, то есть, вот это я могу осознать. Но при этом же ты не будешь отрицать, что такие системы есть в крупных компаниях, наверняка, там, в бигтехах. Я без понятия. Потому что у них тупо здоровенный поток кандидатов, надо их как-то автоматически осевать, чтобы разрушать. Ну, возможно, на таких объемах это уже не имеет смысла, но я не работаю с такими большими объемами. Понятно, мы сейчас говорим не только про твой опыт. Хорошо, а почему так все прям прутся в эти бигтехи тогда? Вот если ты понимаешь, что тебя... Так там найм здоровенный, там просто, они же пылесосят всех. Ну, хорошо, они еще, допустим, ты, Джун, ты хочешь найти работу. Я бы вообще, Джун, нам не рекомендовала сунуться в бигтех, тем более с накопкой. Ну, возвращаемся к нашему часом назад разговору галочка о том, что ты поработал в бигтехе, и тебе открывают двери в маленькие компании. Поэтому они туда все и сунутся. Плюс зарплаты там тоже иногда говорят побольше. Возможно, это тоже стратегия, но я не люблю эту стратегию. Так смотри. Она мне не кажется суперадекватной. Непатетическая ситуация. Мы все поняли, что надо к тебе идти, потому что ты по годам не оцениваешь, это вообще классно. А таких много очень рекрутеров на самом деле. Это круто. Таким рекрутерам мне кажется, тоже осталось в прошлом веке история про то, что рекрутеры оценивают по количеству лет, которые... Знаешь, когда обращаю внимание на года работы и так далее, когда мне нужно... Короче, я смотрю только в одном моменте, когда я понимаю, что где-то меня наебывают. Я начинаю соотносить года, и у меня был недавно такой кандидат. Блин, я его чуть, слава богу, что не срезала. Он в конечном итоге был крутой, классный и по софтам, по хардам. Он недавно приступил... Тимлит наш, я вообще в восторге от человека, но на первых парах я его чуть не срезала, потому что у него в его резюме и его LinkedIn, во-первых, сильно отличался по наполнению, и были какие-то перемычки по годам. Оказалось, все просто, чувак почувствовал силу, пошел заниматься своими проектами. Он технарь, маркетинги они шарят, но, соответственно, много чего там не взлетело. Но оказалось по факту, что у него вполне объяснимый опыт, и все вот это вполне объяснимо. И референсы тоже это подтверждают. Но это вранье. Это не вранье. Он просто в LinkedIn не расписал весь этот опыт, он оставил как это self, ну, история со своей, ну, что это мои проекты. А в резюме он расписал уже проекты с технической точки зрения. Вот этот проект я делал, вот это, вот это, вот это, вот это. И это было абсолютно честно. В твоем случае это не вранье. Абсолютно честно, да. Понятно. Вот, так я же, ну... Возвращаясь к ситуации, с которой сталкиваются жены в крупных бигтехах, там, где есть система фильтрации. Просто интересно послушать его мнение. Вот выкладывается вакансия, например, давай возьмем... Junior Python разработчик. А, Junior Python разработчик. Вакансии пишут, например, один год опыта. Один год опыта обычно считается коммерческого опыта. Ну, типа опыта, подтвержденного работой в компании. Ну, это де-факто так, не знаю, а может это на самом деле не так, но кажется, будто бы, когда ты приходишь на собеседование и рассказываешь, то от тебя ждут коммерческие опыта. И вот ты такой, Джун, сидишь и думаешь, у тебя года опыта нет, года опыта. Но у тебя есть педпроект, который ты делал примерно столько же, да? Угу. Ты пишешь, что у меня есть год этого опыта. Приходишь на собесед, тебя спрашивают, расскажи про опыт в компании, где ты проработал год. А он говорит так, а я не в компании работал, это педпроект. И тут вот, значит, нестыковочка, а как это так? А ты же указал, что у тебя год опыта, мы ожидали, что это коммерческий опыт, а ты такой нехороший взял и написал туда опыт педпроекта. А как мы узнаем, что ты реально на этом педпроекте в своем год работал? Мы же никак не подтвердим. Подожди, смотри, в чем фишка. Это то, что я тебе проговорила. Пока ты не задал вопросы человеку напрямую, он тебе соврать не может. Он может просто описать свой опыт так, как он считает нужным. То есть вот в этот момент, если бы он сказал, что это коммерческий опыт, он бы соврал. Он бы сказал, что пед. Это все по-честному. Он красиво преподнес тот опыт, который у него есть. Следующий случай. Есть вакансия на медла. Четыре года опыта требуется. У нас чувак, у которого два года коммерческого опыта. И он такой думает, у меня четырех лет коммерческого опыта нету, но я два года после работы пилил педпроект свой личный. И я чувствую, что я тащу на медла. Но это все те же два года. Нет, почему? У него два года коммерческого опыта, и потом он на два года... У тебя неправильная математика. Смотри. А, два года отработал, потом два года... Пауза, и потом снова. И снова. И он пишет четыре года. Приходит в компанию, проходит автоматический фильтр, и HR у него спрашивает, как так? У тебя в LinkedIn два года? А здесь четыре. А здесь четыре. Ты мне что, соврал? Он говорит, нет, я два года над своим проектом работал. Типа, вы что? Она говорит, ну, а тебе говорят, ты джуном был, а тут ты на медла собесишься. Что, ты два года себе нарисовал? Он говорит, нет, я работал над проектом. И вот если он реально работал, он, получается, не соврал. Если, получается, не соврал, если он реально что-то разрабатывал, он над этим старался, он бывает такое. То есть, хороший HR должен, ну, должен, по идее, это пропустить, взять в опыт. Ну, вообще, нужно понять, действительно ли он занимался, а не там, пинал кое-что. Очень... Слушай, прям сложный вопрос, потому что, опять же, мы все понимаем, какие-то разные бывают педпроекты. Для джуна педпроект это написать приложение, как можно, уже можно наложить в это. Или там калькулятор. Или... Когда идеальный случай. Ну, то есть, это действительно технически интересная штука. Да, она может быть, там, некоммерчески успешная, но просто она классно сделана. Он имел возможность потратить два года на то, чтобы изучить новые технологии, вот ее применить сразу на этом. На живом, да, это ок. Теперь возьмем вруна. А вот вруна это самое ужасное. Врун. Вот он, тот же самый критерий. У нас есть вакансия от четырех лет. Уже, может, даже у тебя. Просто у тебя там пометочка, что вот должен владеть там год четыре года. Было бы прикольно. Приходит тебе чел, и у него два года подтвержденного опыта. И он говорит, что у меня еще два года есть. И ты такая, ну, окей. А какие? Я спрошу. Какие? Ты его поспрашиваю. Он там тебе рассказал красивую историю, как он делал крутой проект на ГО. Он проходит, проходит дальше, проходит техсобес, устраивается. И тут важно. После того, как он устроился, есть несколько периодов, да? Нет, подожди, подожди. Прежде чем трудоустроиться, я иду собирать референсы еще. А, во, давай с этого начнем. Если ты уличаешь его в том, что он придумал этот опыт... Мы не офферим. Все. Ты не офферишь. Все. Потому что он собрал на входе. Слушай, я... У меня были кейсы, когда мы отзывали оффера по красным триггерам после того, как мы его сделали. И это рекрутеры делали. Потому что это редфлаги. Ну, да, какие-то свои редфлаги. В том числе это может быть редфлаг достаточно понятный. Чел может даже уже на испыте не справляться со своими задачами. Мы не можем этого оценить. Потому что у него, на самом деле, опыта меньше, чем нужно. Да. Хорошо. Тут все понятно. Следующий этап. Он проходит вебеграунд-чек каким-то макаром. Не знаю. Создал фейковых страниц там, всего остального. Вообще. Прямо упоролся, я поняла. Либо ты даже, знаешь, он так красиво рассказал, что ты даже подумал, что не надо ничего проверять. Не, мы все равно... Это обязательно часть нашего работы крутинга. А, блин, если он так упоролся, то, что прям фейковых страниц... Ну, ладно, допустим. Плюс у нас есть проверка СБ, которая тоже нормально помогает. А еще есть, допустим, в том же самом Евросоюзе есть конторы, которые занимаются бэкграунд-чеком. Есть, которые подтверждают личность, документы, опыт, судимости и все так далее и тому подобное. Этих сервисов очень много. Ну, кстати, в постсовке же у нас такого сервиса не было или есть? Есть. Всегда есть. Есть. Для бэкграунд-чеков у нас сервисы есть? Да, есть. Фига себе. Я думаю, только в анграх тут крупных. Хорошо. Допустим, он проходит в бэкграунд-чеке. Как-то прошел. Ну, вот там... Все у него красиво. Договорился с какой-нибудь компанией знакомого. Хорошо, окей, да. Ему подтвердили. Прошел. Проходит текст обеса. Устраивается в компанию. Если он проваливает испыт, нас это не интересует. Ну, провалил, все, ушел. Если он проходит испыт, действительно, на испыте показывает себя, как хороший разработчик. И уже после того, как он прошел испыт, вдруг как-то выясняется через знакомого третьего-четвертого, что он действительно эти два года накрутил. То есть по техническим параметрам и по фиту с командой во всем, кроме вранья, он ок. Но тут оказывается соврал. Я боюсь, что его руководитель все-таки расстанется с ним. Почему? Потому что это про человеческие отношения. И вот тут же твоя ситуация. Похожая. Вот руководитель к нему приходит и говорит, Вась, мне сказали, что ты там работал, и что-то там как-то ты вроде не работал. Не работал, да. И Вася такой, блин, Серега, ну, так хотел в компанию. Ну, короче, раскаивается, рассказывает. Слушай, ну, тогда это остается на совести его руководителя, потому что он уже прошел испыт и так далее и тому подобное. За него отвечает, условно отвечает, за него его руководитель. И если он не вынесет вот этого вранья и все-таки решит, что он не готов продолжать работать с человеком, его, скорее всего, уволят. Это вопрос человеческих взаимоотношений. То есть тут уже сошлись либо не сошлись, человек потребует дальнейших. Ну, то есть, смотри, если бы это вскрылось на периоде, за который отвечаю я, то есть там-то на период сорсинга, рекрутинга, офферинга, ну, проверка референсов, адаптации и так далее, здесь больше, наверное, ну, если бы я это узнала, я бы больше топила за какие-то вещи там, либо оставить, либо уволить и так далее. Но все, он уже больше не в моей зоне контроля. Я не отвечаю за его адаптацию, он прошел испытательный срок. Я не занимаюсь его, там, оценкой, он уже ее прошел. А если он, понятно, то есть дальше это менеджер решает? Да, но это все равно отразится на моей работе. Как? Ну, потому что это... Потому что ты пропустила? Да, потому что я пропустила, и, скорее всего, я буду делать, ну, проводить ретро внутри команды, мы будем мозговать, как мы это будем... То есть на тебе это отразится? В любом случае. Может, даже в негативном ключе кто-нибудь? Нет, то есть меня никто не будет, там, корить, наказывать. У меня был такой кейс, когда в компанию проник человек с поддельными документами и спер деньги, и выявить это было крайне сложно. Спер деньги? Да, спер деньги. Все-таки все. Вот, и в итоге, ну, у нас было большое ретро, мы прямо продумывали, разрабатывали систему, как мы можем еще предотвратить это, ну, при помощи, там, разных технологий, да, вот там, всяких компаний, которые занимаются идентификацией документов, правильно, ну, действительно это документы или поддельные. Мы разработали какой-то свой чек-лист редфлагов, триггеров поведения, по которым мы можем напрячься, либо поводов, по которым мы можем отозвать оффер и так далее. Потому что в конечном итоге оказывается, что отозвать или не делать оффер более безопасно, чем сделать оффер и ошибиться, потому что рынок достаточно большой. Ты все-таки можешь нанять более безопасного человека. То есть это все равно отражается на работе моей, на моего отдела, потому что, ну, это важный, важный поинт. По крайней мере, это тоже, в том числе, интересно рекрутеру. Нам же тоже интересно совершенствоваться. Давай вернемся тогда к его испытательному периоду, когда ты еще непосредственно на него влияешь. Где-то ближе к концу испыта выясняется, что он соврал. Я иду к его руководителю. И руководитель говорит, он бриллиант. Нет, я иду не только к его руководителю, я иду... Ну, я собираю МИД с людьми, которые принимают решения, для которых это важно. Чаще всего это я, ну, если это меня касается, непосредственно руководитель человека и SEO-продукта. Потому что, ну, что-то решать без участия SEO в таких вопросах неправильно. Да, понятно. И дальше мы обсуждаем, чем нам грозит, чем не грозит и так далее. Но я бы топила, честно скажу, я бы топила за то, чтобы расставаться с человеком, даже если он бриллиант. Ни один технический специалист, будучи мудаком, не сделал ничего хорошего ни в одной команде. Соглашусь, врач не равно быть мудаком. Почему врач равно быть мудаком? Ну, я имею в виду, что... Ну, я очень грубо выразилась. Ну, то есть, вранье, это недопустимо. У нас в компании нет... Ну, есть прям отдельная ценность про открытость и честность. Блин, ну... Есть пропис... Я тебе серьезно говорю. В культурном коде компании, в People Policy, прям прописано, что мы даем честную, обратную, открытую связь. То есть по полисе он... Да, он не проходит. Он вываливается. Но это может быть частный случай, если там тот же самый SEO примет решение, что ок. Если там чел супер очень крутой, может быть, вы там коллегиально решите, что ок. Но понятно, что таких случаев мало бывает, когда чел реально супер крутой. В среднем по больнице, скорее всего, будет, ну, чел... Ну, средненький. Средненький, еще и соврал. Ну, вот да. Вопрос. Почему у разработчиков иногда подгорает, которые так делают? Мне кажется, в двух моментах. В первый момент, если бы он не соврал, он бы никогда в жизни вообще к вам не попал, потому что... Так может, и не надо к нам попадать? А? А потихоньку... Ну, он же не знал, что у вас там нельзя врать, да? Вы же не вывешиваете это. Мы, во-первых, вывешиваем. Это видно на нашем лейдинге. Это раз. Это не... Во-вторых... Тебе это смешно, а разработчикам это не смешно, потому что действительно... Да потому что вы не теми мерилами это все меряете. У вас... Я прекрасно понимаю, про что ты говоришь, в чем затык разработчиков, ну, в их точке зрения, потому что логика как будто бы соблюдена. Людей набирают для того, чтобы они выполняли работу. Если я соврал, но при этом могу выполнять работу, то все ок. У вас в этом уравнении отсутствует этическая часть. А для компаний, для владельцев бизнесов это очень важная вещь. Я тебе так скажу. Почему для нас это ок с точки зрения этики? Я попытаюсь быть адвокатом. Я это не то чтобы разделяю, но попытаюсь быть адвокатом. Потому что все абсолютно компании насаждают нам, что вранье это этично приемлемо, если ты делаешь задачи вовремя. Почему? В каком формате, мне интересно. В каком формате. Мы в компаниях работаем, в командах разработки обычно по каким-то процессам. Зачастую это кем-нибудь там agile, знаешь, да, вот эти вот спринты, story point, да. И вот тебе дают задачу, которая оценена на 8 часов. Ты делаешь задачу, возвращаемся к предыдущему, за 6. Остальные 2 часа ты думскролишь, смотришь другие задачи, в общем-то не занимаешься задачей. И тебе менеджер говорит, какой ты молодец, ты подписался в сроки. В следующий раз ты делаешь так же, так же. Ни для кого не секрет, что программисты не работают по 8 часов. Я знаю единицы программистов, которые реально работают по 8 часов. Мы пьем кофе, мы закрываем задачи быстрее, потом идем играть в теннис. То есть, таким образом, нам мягко намекают, что типа, если мы не договариваем, что мы не работаем полный рабочий день, а выполняем задачи в поставленной менеджментом сроке, то это нормально. Нет, вам не намекают, у вас просто не очень нормальный менеджмент, можно так сказать. Менеджмент разрешает нам играть в теннис, разрешает играть в плойку, разрешают уходить. То есть ты говоришь про формат аутсорсинга или это продуктовая компания? Продуктовая то же самое, да. Ну, нет, в продуктовой сильно по-другому к деньгам относятся. В аутсорсной компании нормально оценивают задачу, там, заложив 20% риска во время. Та же задачу, они оценивают 8%, ну, это вопрос коммерции, да. А в продукте, если так делают, я их там, не знаю, TeamLit, PM, зная заранее, как ты говоришь о том, что эту задачу можно сделать быстрее, но при этом человек человек нанимает на фуллтайм, ну, куда-то потеряется, ну, на 5 часов из этих 8 рабочих, то у меня очень большие вопросы к менеджеру, который занимается нагрузкой для этого разработчика. Это раз. Какие вопросы? Человек поехал ребенка в садик забирать. Это договоренность. Ему надо было один раз. Договоренность, да. Он сказал, слушай, я задачу быстрее выполнил, блин, сегодня надо суперсрочно съездить, там, жене подарок купить. Нет, слушай, и это все человеческие договоренности. И такое постоянно. Я не знаю, может, я живу в каком-то другом мире, если мне нужно куда-то отъехать во время рабочего время, я предупреждаю, что слушайте, мне нужно отъехать, меня никто не остановит. Я езжу по своим делам, в какой-то определенный срок возвращаюсь, и я дорабатываю это время. Ну, это в идеале так работает. Ты большая молодец. Нет, просто у меня есть понятие договоренности и соблюдение договоренностей. Потому что ты очень ответственный человек. Нет, у меня просто... Это не про ответственность. Я тоже иногда что-то могу забыть и сделать. Про договоренность, да? Это про ценности. Про ценности? Да. Ну, просто я сейчас выражу очень популярное либо непопулярное мнение, но я уверен, что большинство разработчиков не такие, как ты. Они сделали дело быстрее и пошли пить кофе. Это все понятно. Особенно в удаленку. Подожди, ты говоришь, что тебя якобы кто-то приучает к этому. Нет, это ты выбираешь так действовать. Я выбираю так действовать. Но вроде как вся сфера этому способствует. Не знаю. Я не верю в то, что способствует. Во времени, если бы мне там фоткали экран, клавиатуру мою снимали, я бы не хотела так работать. Я бы гундел, говорил этот риндец как, но это было бы честно. Нет, я не верю в эти штуки и не верю в то, что тебя там кто-то способствует и заставляет. Это твой выбор в твоих поступках в сложившихся обстоятельствах. То есть ты же можешь сказать, слушай, чувак, ну что-то смотри, у меня постоянно, ты мне как-то отмеряешь задачи, которые ну сильно меньше времени занимают. Может, давай подкорректируем, чтобы было как бы нормально, по-честному. Ну, то есть да, действительно, ты почти всегда, я уверена, при любых задачах, при выполнении любых задач, можно ошибиться с оценкой. Какая-то задача займёт больше времени, какая-то меньше. В рекрутинге то же самое. Я же тоже, ну, как бы не круглые сутки сижу с собешу. Мне правда нужна пауза. Я занимаюсь какими-то посторонними делами. Ну, там, не знаю, пошла кофечка попила, посмотрела вдаль, потупила вот это вот всё. Ты полностью права. Ну, должно быть какая-то, ну, всё-таки в этих вещах, я полагаюсь... Если ты порядочный человек, то ты как бы это всё делаешь. Вот и мне хотелось, ну, блин, я звучу как этот, как очень наивный человек, но я верю в то, что с людьми можно договориться, честно сотрудничать, что-то делать с этим. Понимаешь, когда нас слушают каждый раз втрекать время, вот ты сделал задачу за три часа, и тебе надо записать эти три часа в систему так-треки. Это особенности чаще всего аутсорса и аутса, аутстафа. В аутсорсе больше много людей работает. Я большую часть своего опыта работала с продуктами. Ну, то есть, получается, аутсорсники, значит, мы их не набираем, потому что они априори могут врать. Нет, ни в коем случае. Ну, блин, это опять то же самое обобщение, как в какой-то стране сильно хуже разработчиков. Так, может быть, я к чему-то клоню. Я клоню к тому, что если в аутсорсе ты трекаешь постоянно это время, и я уверен, там, за три часа задачу сделала, у тебя выделено три с половиной часа, ты не будешь писать три часа, а ты напишешь три с половиной. Потому что вторую половину ты пойдешь, кофе заваришь, чтобы подготовиться к следующей задаче. Ну, так это работает. Хорошо, у тебя как... И вот ты из аутсорса привык. Подожди, у тебя цель найти лазейки, на которых можно проскочить? Не лазейки, я просто пытаюсь... Я пытаюсь объяснить логику вот такого разработчика. Вот он это время вот так вот пишет, где-то пять минут подсократил, где-то тридцать. Потом его совесть заел, он взял, переработал два часа. Но в итоге все равно у него получается времени чуть меньше. Он такой думает, ну, в айтишке за время не сильно следят. Поэтому, наверное, можно приврать и в резюме. Почему бы нет? Все, мне дальше пришла такая мысль насчет этого. Что вот эти маленькие неточности в количестве времени, которое ты отработал, оно допустимо, пока ты не начал этим пользоваться целенаправленно, чтобы с целью обмануть. О, это да. Наверное, что-то вроде этого. Потому что, ну, блин, ну, я действительно, допустим, мой рабочий день, да, я в 8 утра встаю, завариваю кофечку, сажусь за ком. Это не значит, что прям с 8 утра я сижу с обежью. Хотя бывают и такие дни. А грань же эту, ты хрен найдешь. Грань, хрен найдешь. Три часа ты запостил вместо четырех, ты можешь себя убедить просто, что ты час кофе пьешь или час готовишься к следующей задаче. Да, наверное, все-таки здесь вопрос в мотивах остается, потому что, наверное, если я начинаю этим пользоваться не во благо, как говорится, не потому что там я сделал работу свою хорошо, мне нужно передохнуть, или я могу себе позволить передохнуть, потому что там, ну, то есть, пока я не начал этим пользоваться намеренно, прям, типа, вот сейчас я тут срежу, вот тут срежу, чтобы ха-ха-ха, меньше работы, чтобы мне платили так же, как только для тебя это становится, наверное, мотивирующим действием, я буду делать все, чтобы вот у меня получалось больше таких отрезков. Вот тогда становится это плохо. Ты можешь срезать для того, чтобы просто действительно там перезагружаться перед следующей задачей. В принципе, с точки зрения работодателя, это, ну, ты... Ну, все... Ты правильно произнес, все знают, что людям нужно передохнуть. Да. У человека вырабатывается достаточно простое отношение к временным рамкам. Потом он берет свое резюме и такой думает, ну, 4 года, ну, напишу 2, потому что хочу в эту компанию. Ну, это ж не вранье. Это я, типа... Я там писал по 2 часа, за временем не следил. Тут напишу 2 года, все равно буду работу выполнять. То есть отношение к таким мелким недоговоркам с точки зрения в том числе... Упрощается. Сильно упрощается. Слушай, тогда нужно просто в какой-то момент осознать и относиться к себе более дисциплинированно, наверное. Слушай, я не могу сказать, что вот все эти люди козлы или все работодатели козлы или так далее. Это, блин, слишком частные вещи, которые, ну, сложно поместить в одну этическую какую-то дилемму в плане, там, сколько времени трекать, сколько лет можно дописать, а сколько уже нельзя дописать. Вот это вот все. В конечном счете важна ситуация и суть ситуации. То есть был ли для тебя вот этот обман, просто так принято в компании, да, там, на 8 часов оценена задача, я там, сделал за 6, и это принято. Либо это ты целенаправленно искал возможность обмануть. А вот история про то, что я очень хотела работать в этой компании, поэтому набросила 2 года. Есть же довольно простые вещи. Если ты изначально не подходишь, тебя там не примут. Даже если, ну, ты пытаешься себя, ну, обмануть. Ты знаешь, как это... Я всегда полюблю переводить примеры из отношений. Знаешь, там, типа, есть какие-то требования у парня к девушке или у девушки к парню, чтобы у них было, не знаю, какое-нибудь дурацкое требование, типа, там, размер ноги. Ну, блин, ты можешь обмануть сколько угодно, носить обувь на 2 размера больше. В какой-то момент это вскроется рано или поздно. Это все примеры. Оно как будто бы не влияет ни на что, но сам факт небольшой лжи, оно как бы немножко портит. Короче, я еще раз подчеркну, что я просто пытаюсь за уши притянуть хоть какие-то факты, как это оправдать, поэтому это может кринжово смотреться. Есть еще такие два разделения, скажем, по степени вранья. Ну, типа... 50 оттенков вранья. Вот я вижу вакансию, я полностью под нее подхожу. Я middle, там middle. Технологии подходят, но вот опыта 3 года, у меня 2. Я взял, дописал 1 год. Так зачем дописывать оп-оп-год, если ты можешь написать рекрутеру? Потому что система меня отсеет. Не иди не через систему. Мы еще раз в той системе. Не иди через систему. Выйди на рекрутер, напиши. Например, в моем городе есть только компания БигТехи, больше никого нет. Да пофиг, в этом БигТехе работают вполне себе реальные рекрутеры. У них есть контакты. Напиши ему в письмо, или там сообщение привет. Ну, это сложно. Я хочу с тобой конкретно вранье рассмотреть. Блин, сложнее накрутить себе год и соврать. Есть ли для тебя разница, если чел накрутит вот только 1 год полностью совпадающего? Без разницы, любая ложь для меня лично это неприемлемо. Ну, блин. Категорично очень. Да. Но если тут чел год дописал, ну, пофиг. Он полностью соответствует. Ты подменяешь понятие. Есть логика вещей. Если бы он перескочил на Смедлана Сеньора, я бы захотел бы так денег больше навариться. Я бы сказал, ты что, охерел чел больше денег? Нет, потому что можно сделать то же самое, не обманывая. Я не понимаю вообще, в чем проблема? Все умеют... Если ты можешь найти эту вакансию, ты можешь найти рекрутера. Я пытался, как мог. Я пытался, как мог. Хорошо. Накрутка – это обман? Да. Накрутка – это обман. Слушай, ну, всегда на самом деле у рекрутеров нет. Мы не железные люди. Вполне часто можно просто написать напрямую рекрутеру, сказать, что вот смотри, у вас там вакансия, требование трех лет, но у меня два года. Но я со всем этим работала, у меня есть. Ну, я хочу пройти собес. Я знаю крайне маленькое количество рекрутеров, которые бы с жестким сердцем сказали, нет, уходи. Ну, то есть, если там совсем большой разрыв по всему этому, там действительно, скорее всего, рекрутер откажет, потому что есть вполне понятный разрыв. Если есть вот эти маленькие особенности, типа вот там полгода не хватило, до трех лет. У меня были кандидаты, которые, ну, на мне подходят полностью, у меня там где-то было написано, там, пять лет или четыре года, у него там три с половиной. Говорит, ну, я вам не подхожу. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, тут написано четыре года, а у меня тут три с половиной. Да мой бозитьки, и ты ему, иди сюда, я тебя обниму, пошли совмеситься. Не, ну, округляйся по-разному. Но это очень забавно, на самом деле, с обратной стороны, когда тебе кандидат пишет, нет, 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 я вам не подхожу, у меня меньше опыта. Такой, давай, иди. Он такой, не-не-не. Мы, кстати, с тобой во всех этих случаях рассматривали кандидата, который пытается быть супер... Кем? Приятным. А, суперприятным. То есть он раскаивается, он такой думает, что это, наверное, плохо, и поднакручивает, пытается под работодателя построиться. Многие ребята, которые накручивают опыт, возвели это в культ, в культ хвостовства в том числе. Ну, удачи им. Они же это делают публично. Они это говорят, это исходит из того, что из меркантильности. Типа, перестаньте подлизывать задницу работодателям, думайте о себе. Приходите, врите и заявляйте. Один откажет, скажет, что вы в рунишке, второй примет. Слушай, с какой-то точки зрения, ты знаешь... Типа, живите для себя. Вот очень же простая мысль, да? Живите для себя, это очень хорошая мысль. Но то, что они сделали дальше, с ней это извращение. Это вполне ок. Есть нормальный баланс взаимоотношений с работодателем. Действительно, не нужно поклоняться, перегибаться, но и наглеть тоже не надо. Ну, то есть не подлизывание, не преклонение, не равно врать и нагибать. Можно оставаться в равных отношениях. Можно точно так же запрашивать зарплату выше, чем ты, как тебе кажется, ты стоишь, и при этом точно так же найти работу. Всем понятно, как работает рынок. Сегодня тебе не готовы платить пять штук, через месяц тебе готовы уже эти пять штук платить. В зависимости от потребностей компании, рынка труда, там куча-куча-куча разных критериев. Для этого не обязательно накидывать себе технологии, дописывать себе опыт. Это просто выбор твоего инструментария, достижение цели. Ну, когда у вас 200 человек на одну вакансию, ну, типа, это становится очень простым решением накинуть, чтобы обойти в себя. Да, это очень простой путь, но не очень хороший. Я за то, чтобы люди сохраняли свою личную жизнь в целостности. Я за... Вот тут любимая такая стандартная фраза work-life balance. Он должен быть, потому что человек, который не отдыхает, хреново в конечном итоге работает. Он в какой-то момент даже в стандартную свою рабочую задачу будет выполнять хреново. Неотдыхающий человек выгорает, тем более выгорает. И так можно выгореть, отдыхая периодически, но просто это быстрее. Организм уходит из нормального строя. Начинают там мигрени, нога, спина болит, тошнит, голова кружится, куча-куча разных последствий. Человек должен отдыхать. Это правильная часть мысли, а вот всё остальное это прям ужас. Есть ещё некоторые техники, которые ребята используют, тоже вроде как трики техники. Хочу узнать, как ты к ним относишься. Это что за они? Что за они? Паровозики. Я не понимаю даже, что это. Это прикольная штука. Это когда один ходит, проверяет вопросы сабьеса, передаёт следующему следующие. Да, да. Ну, нормально же. Слушай. Что тут такого, что тут неэтичного? Ты знаешь, я тебе расскажу с обратной стороны. Рекрутеры, которые сливают сабьесы своим кандидатам, которые на фрилансе... Такое есть. Да. Когда у тебя заказчик с определёнными, и ты знаешь его вопросы на сабьесе и так далее, и ты сливаешь своему кандидату, чтобы быстрее закрыть вакансию, за это получают по жопе. Если ты внутри компании работают, тебе говорят, а я не делаю так больше. Если ты на фрилансе, с тобой заканчивают сотрудничество. Потому что это нужно. С точки зрения рекрутеров, понятно. Это очень неверно, это очень неэтично. Хотя в аутсорсах, я помню, у нас так делали постоянно. Да. Я знаю, как работают аутсорсы с этой точки зрения. Когда у тебя внутренний сотрудник готовится к этому, тебя готовят... Я понимаю. В принципе, это было всегда получается, и сейчас это просто возвели, вывели за рамки компаний. Они культуру... Видимо, культуру аутсорса пытаются перевести везде. Есть и другие культуры. Есть и продуктовые компании, Ребята так и продуктовики делают. То есть они приходят в продуктовик, проходят собес, приходят обратно, говорят, какой собес был, следующий чел пошел. И так до тех пор, пока все не устроится. Это сильно работает, когда у вас каждый собес одни и те же вопросы. То есть это показывает, что собес у вас так можно поменять. Вообще, на самом деле, да. Плюс-минус собес должен отличаться, потому что одни и те же знания, навыки, можно проверить еще разных вопросов. Я, допустим, ну, опять же, буду хвалить свое поле. У меня, когда мы искали разработчика, у меня ребята охрененно проводили технические собесы, у меня кандидаты выходили после собесов, вау, круто, мне так понравилось, мне кайфово. У нас не было никаких теоретических вопросов, типа, назови виды индексов в Минскеуэле. Там не было вопросов, типа, назови ты, в принципе, ООП, вот это вот все. Там было, вот, смотри, у тебя есть такая гоу-рутина, ее запустили, там какие-то параметры, что нужно сделать, чтобы остановить эту гоу-рутину. Это очень практичные вещи какие-то остаются. Ну, это вопрос просто, это практичная вещь, можно слить и все. Это можно слить, но в следующем собеседовании спрашивали у человека совсем другое, исходя из его опыта, что-то понятно в процессе рассказа про проект. Я понимаю, что когда большой поток, то сложно же генерить постоянно новую задачу. Далеко не все живут на большом потоке. А сколько в среднем обычно на вакансию уходит людей, чтобы пройти? Вот у тебя в опыте. Так, у меня сейчас... Ну, хорошо. Зависит от вакансии. Казначеев у меня прошло порядка 40 штук. Это было очень больно. Ты не наш с чем. Разраба я последнего закрыла за три недели, причем две недели я искала по одному запросу, мне его поменяли чуть-чуть, ну, там допилили некоторые вещи, некоторые от некоторых отказались в запросе, и там за неделю. И мне где-то было порядка, наверное, 12 человек. То есть на одну вакансию там десяток человек, условно? Не, не знаю, сколько было у меня откликов, я даже не обращаю внимания. Я имею в виду тех, кто уже прошли в собеседование. Ну, это 12 всего я, наверное, пораскринил, я уже не помню, честно. Окей, ну, то есть это не сотня. Не, главное, я всегда запоминаю, за сколько я закрыла вакансию, на какую сумму сделала оффер, и закончил он испыт или не закончил он испыт. Окей, окей. Люди, которые в паровозиках участвуют, либо используют базы, если это разработчики, они этично поступают или нет? Вообще, человек может готовиться по всему, чему только может готовиться, и, кстати, есть такая тема, что даже нанимающие менеджеры начали шарить и выявлять людей, которые умеют хорошо проходить собеседование. У нас даже есть такое, ну, по крайней мере, я часто встречаюсь с нанимающими менеджерами, мнение, что, блин, он просто умеет хорошо проводить собесы. Ну, когда ты проходишь подряд 20 штук, то явно к 21-му ты будешь уже... Да, ты будешь получше, но тогда обычно нанимающие задают чуть сложнее вопросы и кейсовые вопросы. Ну, тут вопрос скорее в том, что чел нашел базу конкретной компании, слитую, и конкретно к этой компании по этой базе подготовился. То есть про очень большие компании, база, по которой проводят собесы компании. В частных случаях, когда у тебя компания небольшая, там не тысячи человек, ну, там не нанимаешься там просто огромными тележками людей, у тебя очень нестандартизированные собесы чаще всего встречаются. То есть задают плюс-минус некоторые вопросы одинаково, а некоторые уже начинают исходить из опыта и того, что рассказал о себе человек. У одного больше спросят про, не знаю, вот как это, про БДшки. Ну, если из предыдущего рассказа про свои проекты там понятно, что человек шарит в БД и задает вопросы к проекту из этой области, понятно, что нехер уже спрашивать. Вот по его вопросам понятно уровень его знаний и рассуждений. Ну, то есть смысл такой, что если у тебя вопросы на собеседование однотипные и их там в интернет слили, то то, что им воспользовался кандидат, это не кандидата проблема, а скорее твоя. Ну, наверное, да. Я бы сказала, да. Если ты знаешь, что твою базу слили и ничего не делаешь, вот это вот большая проблема. Если уже это случилось, и ты это, во-первых, заподозрил по собесам и знаешь, нашел в сети, я думаю, что очень быстро до рекрутеров это доходит. То, что ты ничего не меняешь, это уже твоя ошибка. К тебе пришел человек на собеседование, прошел его там, может, не прошел, что угодно с ним случилось, а потом этот чел взял и выложил все вопросы с этого собеседования у себя в блоге. Вперед. Какая мне разница? Не в вопросах дело. То есть ты так относишься, потому что у вас вопросы разные будут? Мне вообще абсолютно пофиг, но выложил им вопросы, не выложил вопросы, мне не составит труда поменять. Почему этот вопрос возникает? Потому что некоторые HR в последнее время и рекрутеры начинают, я прям даже видел такое на собесе в самом начале, говорить, что это NDA, ты ни в коем случае не имеешь права разглашать, что здесь происходит. Притом ты ничего не подписываешь, ты просто приходишь на собеседование. Тебе говорят, это NDA, пожалуйста, ничего не передавай. Это странное поведение. Во-первых, я не понимаю основания этого NDA. NDA – это все-таки подписанный документ с определенными правилами и обязанностями с двух сторон. Это раз. Во-вторых, что там можно такого спросить на собеседовании, собеседований? Он должен предупредить, я должна дать согласие. И то же самое в обратную сторону. У нас бывают, я иногда пользуюсь яишкой, которая собирает самарину и расшифровывает текст. Я прежде, чем ее запустить, я спрашиваю, ты не против? Я объясняю, что это за яишка, я объясняю, что он записывает и видео. И этот, против ты или не против? И я ожидаю то же самое, если с обратной стороны. А ты согласилась бы, если бы он записывал? У меня это никак не коробит. Тут проблема в том, что... Если он меня запишет, окей, но я дала согласие. То есть я примерно подозреваю, что с этой записи может произойти все на свете. А, то есть давая согласие, ты даешь согласие, ты понимаешь, что эта запись там даже может где-нибудь на ютубе появиться, да? Окей, пусть появится. И ты бы при этом дала согласие. Слушай, это никак не влияет на мою работу. С профессиональной точки зрения мне по барабану, запишут меня или нет. С моей личной точки зрения, depend. Наверное, зависит от моего настроения, готова ли я, чтобы... Ну, в моем мире готова ли я, чтобы это собеседование вот это пошло? То есть процесс собеседования не является какой-то конфиденциальной информацией компании? Это не уникальная история. Конфиденциальная сейчас? Информация компании может... Какая-то часть информации являться конфиденциальной, все остальное, вопросы, ответы, не являются... Оно не имеет никакой ценности. Ну, там, если там, допустим, в начале собеседования рекрутер говорит, это НДАшная информация, не распространяй. Это как раз-таки надежда на то, что он соблюдет это соглашение, да, что он какую-то лишнюю информацию даст и так далее. Но чаще всего рекрутеры не нарушают свое НДА перед компанией и не дают информацию кандидату, которая может утечь. У нас есть тоже свои правила. Мы тоже чего-то там не соглашаем. Короче, если чувак спросил разрешение, нормально. А если чувак пришел, записал сообщение, ничего тебе не сказал, а потом выложил на Ютуб? О, тогда я бы поскандалила, возможно, даже бы немножечко подала бы в суд. Потому что это нарушение прав. Да, все так. Хорошо, все, закончили со всякими трики-вещами. Осталось пару вопросов. Смотри, у меня на канале есть один выпуск с HR, он буквально первый, наверное. Канал начинался с выпуска про HR. Он был третий. С Леной Гладковой будет в комментариях, не в комментариях, а в описании ссылка. Тогда мы в целом про сферу HR разговаривали. И это единственное интервью на канале, которое вызвало просто шквал каких-то люто жестких, токсичных комментариев. Там буквально куча всякой жести было. И у меня с тех пор сложилось ощущение, что HR супертоксичная сфера. Токсичная с какой точки зрения? Между коллегами или отношения других? В первую очередь между коллегами, во вторую очередь по отношению разработчиков к этой сфере. Не знаю. Я не сказала бы, что это очень токсичная сфера, потому что, не знаю, мне нравится общаться со своими коллегами с разных там сфер, точек мира и так далее. Блин, есть довольно много и крикторов, и HR, в которых я искренне уважаю и общаюсь. Я бы не сказала, что это токсичная сфера. Она не более токсичная, чем любая другая, где работают с людьми. Потому что, ну, возможно, мы менее терпимы друг к дружке за счет того, что мы очень терпимы к нашим кандидатам. У нас есть всякие там чатики, есть закрытые чатики, есть открытые чатики. Есть даже, я помню, в какой-то момент в ходе очередного холивара я создала чатик рекрутер, ну, что-то там, стена плача рекрутеров, что-то вроде этого, где можно было честно рассказать про свои факапы, пожаловаться, сказать, как все... как я не могу работать и так далее. То есть какое-то место, где не надо быть в белом пальто и сказать, да, я обосралась, я сделала такую ошибку, я корч. И это, можно получить поддержку. И туда добавляла я только HR-ов и рекрутеров. Довольно было прикольно, когда туда пытались проникнуть все, кто не лень. Почему-то им нужно было, очень сильно хотелось посмотреть, что же там происходит под капотом, и этот чат не сильно долго прожил. Ну, то есть какой-то период волны, это было интересно, я там в том числе тоже делилась своими факапами и так далее. Сложно сказать, что это токсично. Возможно, потому что есть какая-то белопальтовость от нашей сферы, ну, от нашего этого, что мы такие должны быть идеально чистые. Нет-нет-нет, мы не нарушаем никогда законы. Нет-нет-нет, мы никогда не говорим неправду. Мы самые красивые, самые пушистые, именно поэтому мы имеем право вас оценивать. Да мы не людей оцениваем, мы оцениваем скиллы. Мне, честно, мне вот это... Меня не так оценили. Почему ты считаешь, что твои скиллы равно полностью ты? Я не оцениваю тебя как личность. У меня есть задача найти человека под ту табличку скиллов, которую мне заказали. Вот и все. Я не считаю тебя там плохим человеком или хорошим, если каких-то скиллов у тебя будет недостаточно. С точки зрения внешней культуры, вот опять же, почему к нам могут плохо относиться, вот как раз очень тяжело получать отказы всем, даже рекрутерам. Нам тоже иногда очень обидно, и мы точно так же, как и все другие, ищем себе работу и тоже получаем отказы к нам. Точно так же не возвращаются с фидбэком. Возможно, просто у нас какая-то большая степень толерантности к отсутствию ответа, к отказам, потому что мы сами это делаем, мы сами пытаемся как-то смягчить. Ну, когда ты от целой профессии получаешь, очень часто нет, то в ответ тоже много агрессии может быть. Второе, то, что возможно, есть достаточное количество не очень компетентных коллег, так как сфера у нас с очень низким порогом входа, возможно, ну, ожидают, что если ты умеешь, имеешь право мне отказать, то ты должна уже соответствовать. И чуть мягче, ну, чуть более низкий уровень толерантности к ошибкам рекрутера, потому что все-таки мы же лицо компании, значит, мы должны не ошибаться, мы должны быть идеальны, отвечать и так далее. Я очень не хочу поддерживать вот эту белопальтовость рекрутеров и HR-ов, что мы такие белые пушистые, все косячат. Я в том числе и, ну, в зависимости от косяка, там больше, меньше виню себя. Мне тоже бывает стыдно. По-честному. Ну, еще есть такая тема, что, опять же, с трансляцией отношений к рекрутерам. Я до этого работала в компании, в которых мне нужно было постоянно отстаивать, что это отдельная работа, которая имеет свои показатели, которая имеет свою пользу для бизнеса. И как только до меня дошло, что эта польза выражается в деньгах для компании, стало немножко проще. Сейчас я работаю в компании, в которой изначально я пришла, где рекрутеры не там, где-то внизу, там, HR-ы, это не просто девочки на побегушках, это прямо реально классные функции, к которой все нормально относятся, то есть нету разницы между там разработчик ты, HR, бухгалтер или там саппорт, все на равных. Нету вот этих всяких, ну, там, девочки-рекрутеры принесите. Здесь равные, все сотрудники равные, нет каких-то более крутых специалистов. Вот этот отдел мы не трогаем, потому что они прям самые шикарные. Понятно, сфера развилась и работа... Сфера развилась, и вот если руководство компании понимает ценность рекрутеров, HR-ов, ну, не только рекрутеров, просто HR-ов, понимает, зачем она их завела, с какой целью, какую бизнес-задачу они закрывают, и при этом поддерживают, транслируют это на всю компанию, как любой другой отдел и любой других профессионалов, то, в принципе, вот эта токсичность почему-то куда-то исчезает. Ну, не знаю, я иногда, да, сталкиваюсь с хейтом, каким-то вот там, о, рекрутер, тыры-пыры. Меня больше напрягает другая сторона рекрутинга к ней, отношение к нему. Ну, когда ты даже выходишь с работы, ты пытаешься где-то посидеть с ребятами, с друзьями, ты все равно продолжаешь работать. Когда тебе начинают задавать вопросы про рекрутинг, про рынок труда, а вот мне задали на совместе такой вопрос, слушай, я посмотришь мое резюме, а как ты думаешь, что лучше написать в резюме? Как ты думаешь, если мне через две недели не ответили, это уже отказ? И вот такие вот ты вроде пытаешься просто пообщаться в большой какой-то компании, вот тот же самый, там, IT-пио, да, наши, вживую? Нет, там нет уже. У тебя там уже нет. А там довольно... Ну, вообще, да, я хотел спросить, что, ну, это сложно, наверное, во всех чатах, когда ты действительно, ну, как бы, у тебя такая сфера, которая действительно всегда соприкасается с кучей повседневных тем. Да, и там начинается, да, вот эта правда иногда не хватает, ну, самый прикол в том, что я каждый раз такая, блин, опять я работаю рекрутером после работы, а мне же самой интересно тоже это обсуждать. У меня, на самом деле, вопрос там был с другой стороны, в том, про тот чат, в котором мы вместе были, у тебя не бывает такого, что ты сидишь в каких-то чатах и нет, нет, тебя подъюзывают как рекрутера, а ты видишь ту жесть, которая в этих чатах творится, и такая, у тебя личное накладывается на профессиональное, и ты такая, блин, вот этого пчела я... Подожди, а ты не видел комментарий, что я в этом же чате, что я один из самых токсичных рекрутеров и чаров, это потому, что я не давала, ну, короче, там были обычные холивары и так далее и тому подобное, я иногда, ну, я же не работаю, когда сижу в чате, но я отвечаю так, как я думаю, без всяких этих расшаркиваний и так далее и тому подобное, ну, это говно передело, знаешь, из разряда этого они там, извини, твоя задача выполнена не так, и вот... Я в чате общаюсь, как я в обычной жизни, я снимаю с себя роль рекрутера и считаю, что я больше не должна настолько сильно заботиться, о том, как я, какое впечатление я, ну, произвожу на человека. Меня обозвали самым токсичным рекрутером, и я такая, блин, черт, а я-то считала себя хорошей. Но вообще HR и рекрутинг – это такая очень сложная тема с точки зрения ценностей и так далее и тому подобное. Я думаю, что есть часть рекрутеров, которые со мной очень сильно не согласятся с моими подходами, но и это тоже ок, потому что компании с... Ну, компании разные, в них разные культуры, и там должны работать совсем разные люди. Есть пласт компании, в которых я точно не переживусь, я не смогу там работать. Кажется, будто бы в разработке у нас все... Типа, будучи .NET-разработчиком, переходя в другую компанию, ты остаешься .NET-разработчиком, немножко наверх наращивая культурный код. А у вас, кажется, будто бы... Мы должны нести с собой его. Да. И у вас от компании к компании HR может быть суперразным. Да. И поэтому подходов в HR очень много, и к найму большое количество подходов есть. Я имею в виду там самой философии, да, как я нанимаю, как я общаюсь, как я строю работу с кандидатами. Кто-то... Вот я всегда говорю, на собеседность перехожу, говорю, задавай вопросы по ходу моего рассказа. Как только появляются, говорю, я за диалоговый формат, а не за допросы. Говорю, мне не очень комфортно, когда я просто допрашиваю, а ты мне отвечаешь. Говорю, давай просто спокойно общаться. И это как раз помогает человеку спокойнее раскрываться. Мне же интересно, кто передо мной, кого я собираюсь пригласить дальше или не собираюсь. Окей, хорошо. Последний вопрос на сегодня про HR будет у меня. Скажи, пожалуйста, уже дай, наконец-то, ответ всем на этот вопрос. Есть ли черные списки HR-ов? У HR-ов, не HR-ов, у HR-ов. Было несколько попыток, даже какой-то существовал более-менее продолжительное время, насколько я знаю. Но я тогда еще не дошла до IT-шки. Не, я уже дошла до IT-шки, но я еще не подозревала про то, что можно взаимодействовать с HR-ами из других компаний. Был такой, но, по-моему, там было куча проблем насчет них с сердечкой точки зрения. Его закрыли. Внутри каждой компании есть свой черный список, туда помещаются кандидаты, либо сотрудники, которые наделали бед. Даже у меня есть свой черный список. Из моего личного опыта взаимодействия с кандидатами, либо они были моими коллегами и так далее. Вот. По странным тоже нету, но есть такая тема. Рекрутер исполняет... Ну, у нас же есть свои сообщества. У нас же есть свои закрытые чатики и незакрытые чатики. Мы все собираем референсы на кандидатов и на новых сотрудников. И бывает такое, что появляется сообщение... Рекрутер может вполне себе написать в чат с коллегами, что если к вам будет оплавиться такой-то человек, обратитесь ко мне за референсом. Это как бы сигнал о том, что есть... Ну, что-то не так. Есть что рассказать. То есть напрямую вы не пишете, что человек плохой, потому что это, наверное, неэтично будет? Это, во-первых, неэтично. Во-вторых, все-таки он может быть... У него может быть неудачный опыт именно с этим коллективом, именно со мной, а с другим будет. Но при этом ты как бы подозреваешь, что, возможно, это важно. Но ты не в открытую, типа, вот этот кандидат, он козел, не нанимайте его. Но ты можешь сигнал оставить в том, что что-то там не так было. Есть в некоторых сферах черные списки, но это касается скама, мошенничества и так далее. В афиле-сфере есть такие, например. Есть целый канал закрытый, куда вот этих скамеров, мошенников и прочих прям есть черный список готовый. Что еще есть? Ну, есть такие вот... Короче, если это кандидат, который опасен для компании, безусловно, об этом будут знать все. Это разнесут довольно быстро. Готовых черных списков, я... Ну, по крайней мере, юридически это невозможно. А вот эти вот компании, которые бэкграунд-чеки проводят, у них же наверняка списочки есть тех чуваков, которые не прошли. Возможно. Они... Ну, да, возможно, мы не знаем. Ну, я не знаю, что там под капотом происходит. Если вдруг в компании бэкграунд-чек чел не проходит, эта информация дальше за рамки компании выходит... Да не имеет смысла. Не имеет смысла. Ну, я же не буду бегать всем и кричать, господи, господи, он укрутил два года. Ну, да, какая разница. Ну, в смысле, зачем это вам? Ну, то есть, во-первых, я не имею на это права. Это личная информация. Я не могу распространять личную информацию. Я могу дать референс на свое мнение, но не могу распространять точную информацию про человека без его согласия. Хотя GDPR помогает. Хотя нет, GDPR, он говорит про хранение и обработку информации. Подожди, ну, если человек разрешил тебя записывать, так ты можешь целый видос отправить. Это, кстати, да. Я не могу ничего сказать, смотри. Решай сама. Нет, это тоже неправильно. Хорошо. Рубрика «Рандома», не связанная вообще с нашими вопросами всеми. Не про рекрутинг и не про HR. Вообще нет. Надо же. Тут два вопроса, три вопроса. Рубрика «Фантастика». Я не знаю, ты читаешь «Фантастику»? Нет. Ну, редко. Любишь читать вообще? А что ты читаешь? Разные книжки. Они бывают рандомные, бывают... Короче, когда я узнала, что владелец флебуста заболел раком довольно серьезным, я паниканула, как и все, и я начала скачивать книжечки себе. Я накачала многое из списков там всяких букеровских премий и так далее и тому подобное, и буду потихонечку их прочитывать. Но в последнее время мне что-то тяжело читать, но я читаю такое, вообще разнообразное. Потому что «Фантастика» крайне редко мне попадается, чтобы я прям принципиально пошла читать именно «Фантастику». Она может попасться среди всех, но принципиально нет. Давайте, да, одна книга любого жанра, которая тебя за последнее время впечатлила и почему. Черт. Их две, три. Давай, давай. «Французская косичка» — это книжка про то, как складывались семейные отношения у людей на протяжении нескольких поколений, как они потеряли связь и как они ее нашли внезапно, случайно. Это просто очень интересная, такая умозрительная книжка. «Жена путешественника во времени». О, я сериал смотрела. Не, сериал вообще не про то. Книга охренеть просто. Там два сериала есть, две версии. Ну, я... Не, я оба пыталась смотреть. Это все не то. Книга круче, да? Книга, слушай, это была... Мне сериал впечатлил, на самом деле. Это была... Не, книга круче в том плане, что, наверное, там больше деталей, она более хаотична еще при этом. Короче, я в конце, когда... Блин, не буду спойлерить. В конце книжки я рыдала. Я помню, я дочитывала ночью. Потому что в сериале изговняли концовку полностью. Я ночью слежу, читаю, я дохожу до последнего момента, и я понимаю, что я такая... И я понимаю, что мне прям рыдать тянет. Вот прямо на шоке с горло. Кстати, эту историю содрали, надо сказать, очень во много... Ну, может, не содрали, но есть очень похожая история из фантастики. Есть такие книги, Египерион серия, может... Не, не знаю. Дэн Симмонс классик. И там дофига книжек, и там основной рейтмотив между главными героями в том, что женщина идет вперед по времени, а мужчина... Точнее, женщина молодеет, а мужчина стареет. А, ну это история Бенджамина Баттона, вот этот вот фильм. Нет, ну они пересекаются в разные моменты времени. И так как женщина идет... Короче, для женщины история встречания с мужчиной полностью цельная, а мужчина ее встречает постоянно эпизодически, каждый раз узнаешь, что, блин... Это она. У меня то ребенок от нее, то мы с ней еще туда. И там тоже концовка такая, что мозг выносит. И еще третье, это... О, мы как раз ее вчера обсуждали. На берегу. Это книга, не помню авторы, про конец света. Про то, как весь мир, почти весь мир погиб в атомной войне. И вот люди, которые находятся в Австралии, на последнем кусочке, на отдаленном кусочке Австралии, они точно знают, что они умрут, и к ним идет волна ядерного... То есть это быстрое развитие событий? Ну, не супербыстрое, но они точно знают день, когда к ним придет, и они погибнут. Есть последняя подводка, есть вот эта кучка людей, и как они проживают, как они готовятся к тому, что они все умрут. Там нет хэппи-энда, там абсолютной безысходности, там куча жутких вещей. Но она прямо очень хорошо ставит мозг на место. Всем, кто оказался оскорбленным в сегодняшнем интервью, настоятельно рекомендую эту книжку. Настоятельно рекомендую обратиться к психологу. В том числе, да. Хорошо. На терапию. Спасибо за рекомендации. Второй вопрос. Объясни публике, которая не искушена и не зная, что такое хакер-спейс и как ты с ним связана. Да, блин, хакер-спейс – это моя любовь. Вообще хакер-спейс – это такая... Сложно сказать, что это организация, сложно сказать, что это сообщество. Это что-то очень многоматричное, наверное, такое. Это такие... Ну, пусть будет сообщество. Сообщество инженеров или около инженеров, личинок инженеров и так далее по всему миру. Они есть в разных городах. Их можно найти, собственно, за google hackerspace.com. Там есть список этих лабораторий. Но это места, в которые можно прийти, даже не умея ничего, и на равных научиться от таких же, как и... Ну, вокруг тебя людей. От просто самому попробовать что-то. Ну, понятно, под присмотром первое время, если это опасно. Допустим, как токарный станок или сварка и так далее. Это место, где ты больше отдаешь, чем забираешь. Там есть свои какие-то этические правила, которые позволяют hackerspace ужить. Это очень такое... Осознанная такая комьюнити, можно сказать. Там, в принципе, очень много про то, чтобы... Про то, чтобы отдавать больше, чем ты потребляешь от этого мира. Там есть свои законы, там нету своего руководства, там есть просто самоуправление на определенных правилах. И это было очень прекрасно. Сейчас я лишена этого. Счастья, во Врославе мне не нравится. Это же есть hackerspace. Есть, но он очень ограниченный, и это очень про разработчиков, а не про то, что было раньше. Да, там я, допустим, в том же hackerspace, я научилась там токарить, я научилась варить металл, я научилась там фрезеровать и все прочее. Это было в кайф. Здесь, во-первых, нет столько оборудования, во-вторых, наверное, и людей, заинтересованных в этом, тоже нет. Можно сказать, что hackerspace — это батин гараж на удаленке, как сервис. Ну, по сути, да. Это не батин гараж, это твой гараж уже. Типа, 30 есть, твой гараж. Только он, типа, такой немножко усовершенствован, с налетом этих смузи и всего прочего. То есть, типа, это не гараж, это hackerspace. Ну, по сути, да. Это тот совместный гараж для совместного пользования, где каждый привносит все, что хочет. Как ты попала в hackerspace? Я понимаю, как пацаны туда попадают, там, которым дома... Жены из дома просто выгоняются. Я неудачно сходила на вино. Или удачно. С флопом. С флопом, да. Кто знает, тот знает. Я сходила с флопом на вино. Это была первая проба вайн-стречах HR-ов и флопа. И это он сделал бота, в котором можно было... Рандомные какие-то парочки подбирались и не парочки. И получилось, что первый же раз попалась я на флопа. Мы пошли пить вино, общаться. Было классно. Он пообещал мне сделать табуретку. До сих пор табуретки нету. Больше трех лет прошло. Все очень плохо. Вот. Ну, вот так попало. Первый раз. А потом я попала на 8 марта. Маша делала... Там девушка Маша. Она делала Lady's Night. И учила варить металл. Ну, с сваркой работать. Вот я уже в малиновый первый раз пришла. И все. Мне даже... Темно перед глазами. Все. Я очухиваюсь. У меня тут вот этот... Шлема для сварки защитной. У меня в руках сварочный аппарат. Здесь какие-то перчатки. Все. Даже ничего не помню. Нормально. Мы будем надеяться, что в Рослове скоро появится что-нибудь интересное. Очень хочется. Я очень скучаю. Если кто-то из Рослова смотрит, хочет поучаствовать, напишите. Ну, кстати, да. А как там говорят? Ставь плюс или что-то. Пишите в комментариях. Мы вас найдем. Бля. Прозвучало как угроза. Хорошо. Последний вопрос. Он традиционный. Если бы в мире не было электричества, чем бы ты занималась? Электричества, если бы не было? Электричества. Сложно. Я бы очень много чем занималась. Я бы рисовала. Я бы читала. Я бы вязала. Я бы... Ну, ладно. Варить я бы не смогла, потому что электричества нет. Я бы делала что-нибудь из кожи. Ремесленничество кожное. Ну, какое-нибудь ремесленничество. Мне, наверное, вот это бы кайф приносило. Возможно, я бы тогда вернулась первоначальному своему образованию. Оно у меня полумедицинское. И, возможно, пошла бы... Ну, если это можно было сделать, доучиваться на каком-нибудь там... Знахаря фельшера. Вот это вот. Все. Мне нравится очень. Медицина. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вот таким вышел выпуск про рекрутмент. Я надеюсь, что вы нашли для себя много инсайдов. Не поленитесь нажать лайк этому выпуску и поделиться им с вашими друзьями и в ваших соцсетях, если он оказался для вас полезным. Но если у вас есть возможность и желание поддержать канал, то лучший способ это сделать через помощь самому себе. Я имею в виду, конечно же, вступление в сообщество Эволюция Кода, в сообщество, где мы вместе с еще 240 программистами обучаемся тому, как разрабатывать вместе с AI и как вместе с AI делать свою жизнь продуктивнее. Коммитмент в этот клуб сделает коммитмент в вашу профессию, а также поможет в том числе каналу IT-брода развиваться. Ссылочка на Эволюцию Кода будет в описании. Жду вас там и увидимся в новых выпусках. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова